Жаба не шевелилась и не моргала. Интересно, она вообще заметила мое появление, осознала его или нет? В какое-то мгновение мне даже показалось, что она дохлая. Но нет, пухлой горлой едва заметно напрягалась. Лист с ежом был теперь сбоку. Очень-очень медленно я сделал еще один шаг. Вот они, два небольших красно-алых конгломерата, прямо перед о мной, а чуть дальше — карусель. Это вряд ли перебросит из долины еще куда-нибудь, дважды подряд такие чудеса не случаются. Скорее вздернет, прокрутит пару раз, да разорвет на части. Из вертолета я захватил тряпку, испачканную машинным маслом, которую нашел по сзади кресел, и теперь достал ее из-за пазухи. Намотал на ладонь, вытянул руку перед собой, взял артефакт, лежащий как кусок пенопласта, прямо на поверхности болота, одновременно левый отодвигая заслонки четырех ячеек на груди. Вложил кровь камня в одну, закрыл. Тут же взял второй, тоже закрыл. И пошел влево. Волосы на голове стали потрескивать, шевелиться от электричества. Карусель гудела. Смерчи на ней непрерывно шипели. Всего полметра в сторону. И хана сталкеру по прозвищу химик. Я взял третий артефакт, спрятал. Постоял несколько секунд на одном месте, размышляя. Нет, не пойду за четвертым. Ну его. Опасно слишком. И так похудел уже должно быть на пару кило за эти минуты. Повернувшись, направился обратно, сразу найдя взглядом лист с жабой, сидевшей теперь ко мне задом. Миновал полосу свободной от растений жижи вокруг аномалии и вновь вступил на участок, занятый мятой. Никита стоял в той же позе, наверное, и не шелохнулся с тех пор. Одними губами я произнес «Заводи». Он вопросительно поднял голову, и я повторил, тщательно артикулируя «Заводи». Он понял, кивнул, полез в вертолет. Я прошел лист с ежом. Винты начали вращаться, а жаба за спиной пронзительно квакнула. Это был мощный квак здорового, хорошо поевшего, уверенного в своих возможностях существа. «Взлетаем!» — заорал я, ринувшись вперед, с корнями выдирая мяту и скользя пятками в иле. Сзади донеслось громкое бульканье, а потом во все стороны полетели мягкие зеленые ошметки. Квакнув, жаба подписала себе смертный приговор. Раздался протяжный свист, причем он удалялся от земли, становился все тише и тут же стал нарастать. Еж падал. Чуть не зацепив кистью колючую ветку ржавых волос, я выскочил на берег, поскользнулся, упал у самых лыж, оглянулся. Посередине участка, где росла мята, небольшой округлый предмет стремительно ударил в воду, выбив вертикальную струю грязи, прямую как стрела, метра полтора высотой. Винт ревел, вращался над головой. Высунувшись из открытой дверцы, Никита схватил меня и затащил внутрь. Перевалившись через его колени, я вновь оглянулся. Болото взбурлило. Еж наискось вылетел из него, будто торпеда, подняв небольшой вал воды, метнулся к нам. Пригоршня захлопнул дверцу. Вертолет оторвался от земли. Раздался глухой удар, и машина качнулась, а дверца глухо скрипнула. Схватив наушники, я нахлобучил их на голову. Еще один удар. В днище, прямо под нашими ступнями. Рефлекторно мы оба поджали ноги. — Выше, выше давай! — крикнул я, увидев крон и осин прямо перед колпаком. Чиркнув лыжами по верхним веткам, мы пролетели над ними, и болото осталось позади. — Не мог он к днищу прицепиться? — озабоченно спросил Никита, надев наушники. Я покачал головой. — Погнуть мог, но не пробить. Это слишком все же. — Хоть что-то хорошо. Он еще тяжело дышал. — Блин, дались тебе эти артефакты. Еле ноги унесли. — Ничего, зато плечо теперь тебе подлечим, а мне спину. — Да хрен бы с ним, с тем плечом. Не ной. Все нормально, что нормально кончается. Живо и ладно. — Я не ною, а... Он замолчал, вглядываясь в ландшафт впереди. Там были холмы, ничего интересного. — Что? — спросил я. — Колхоз за этими холмами, кажется. — Там он, да. А что? — Мне показалось, вроде вспышки какие-то. Ты не заметил? Холмы были совсем близко. Никита вел вертолет между двумя склонами, и я уже видел край засеянного поля. — Нет, не заметил. — Может, показалось? — неуверенно сказал он. — Хотя нет, вон же. Через мгновение перед нами открылась низина, в которой стояли коровники, сараи и покосившиеся домишки. Мелькнула площадь, двухэтажный трактир, машины военных, мчащиеся по улице. — Это что такое? Крыши домов приближались стремительно, хотя Никита уменьшил скорость. Под нами проскочил край поля, где за большим трактором с прицепом пряталось несколько фигур. Потом изгиб дороги, окруженный покосившимся штакетником, двор с колодцем, где незнакомый селянин распрягал безумного, перед тем, как мы реквизировали телегу с конем. А затем прямо перед нами оказался небольшой грузовик-броневичок, вроде тех, что мы уже видели, но с более крупной кабиной, без стыков и соединений, переходящий в крытый кузов. Из прорези в броне на боку кузова стреляли, а по обочине бежал звонарь, волочащий за собой пожилую тетку, и пули проламывали изгородь с кустами прямо позади них, нагоняя. Вертолет повис в двух метрах над дорогой. Грузовик круто повернул, уходя от столкновения. Перед собой я увидел листы железа, скрывающие лобовое стекло, и узкую щель между ними. Должно быть, водитель глядел через нее, и тогда он был настоящим асом, раз сумел вовремя заметить нас, неожиданно опустившихся с неба у него на пути. Но все же его умения оказалось недостаточно. Избежав столкновения, грузовик налетел на гору обломков, по которой мы с Никитой вчера забрались на крышу мазанки. «Стреляй!» — заорал напарник, и я вжал красную кнопку на джойстике, за которой обеими руками держался последние несколько секунд. Груда обломков послужила для броневика трамплином. Хотя он был все же слишком тяжелым, чтобы взлететь по-настоящему, но он въехал по ней, будто по эстакаде. Из вращающихся стволов пулемета ударила мутно-белая струя. Она впилась в склон позади колес, пробурила его, взметнув наклонный фонтан щепок, ржавого железа и мусора. Я повел джойстиком, струя поднялась выше, преследуя машину. Гора осела, но броневик уже выкатился на крышу. Вертолет начал подыматься, пулеметная очередь пошла дальше, перескочила на скат и пробила его, взломав балки и обрешетины. Мне показалось, что сейчас броневик провалится в темную дыру, внезапно образовавшуюся под задними колесами, но он задрал кабину и выпался из нее, перевалился через жестяной конек. Мгновением позже очередь переломила жесть будто спичку, а машина слетела по противоположному скату и рухнула за домом кабиной вниз, врезавшись в землю всем своим весом, будто большой дубовый шкаф, который неумелые грузчики пытались через окно спустить со второго этажа да уронили на асфальт. А еще через мгновение мазанка рассыпалась, превратившись в груду дерева и кусков обожженной глины. Вертолет стал разворачиваться, и я снял палец с кнопки. — Погоди, надо их добить, раз уж... — начал я и смолк, когда мимо колпака свизгом пронеслись пули. Испугавшись, что сейчас сквозь пролом на месте дверцы они попадут в меня, я выхватил форт и подался в бок, выставив руку с пистолетом. По улице со стороны площади несся мотоцикл, скрытый коляской необычных очертаний, ветровое стекло перед водителем раза в два больше обычного и куда сильнее изогнуто, а коляска формой напоминает поставленную на ребро раковину с прорезью в передней узкой части. Из прорези торчал ствол. Вертолет все еще поворачивался, и я не мог направить пулемет вдоль улицы. Да и времени не было. Торчащий из коляски ствол задрожал, поливая нас огнем. Две или три пули пронеслись сквозь кабину над моим плечом и мимо груди вжавшегося в спинку Никиты, пробив дверь рядом с ним. Если бы я сидел выпрямившись, они бы попали в меня, а так лишь горячий воздух обжег затылок. Мотоцикл вильнул на ухабе, очередь ушла в сторону, и пулемет в коляске смолк. А я, не удержавшись, свалился под сиденье. Вытянул ноги, так что пятки уперлись в дверцу на стороне Никиты и руки, они до локтей высунулись наружу и начал стрелять. Ветровое стекло мотоцикла украсилось плоскими белыми клубками, следами пуль, которые повредили, но не смогли пробить его. Мотоцикл вновь вильнул, и тут вертолет сильно накренился вбок, когда напарник попытался взлететь выше. Меня бросило вперед, я закричал, выпустив форт, попытался вцепиться в край дверного проема. Земля качнулась, оказавшись вдруг прямо передо мной, и я вылетел наружу, напоследок заехав пригоршник каблуками в подбородок. Напарник, в свою очередь, попытался ухватить меня за штанину, но не смог, и я рухнул вниз. Хорошо, что успел вытянуть руки, зацепившись за одну из посадочных лыж. Ноги качнулись, так что я чуть не сделал солнышко, все вокруг тошнотворно провернулось. Правая рука сорвалась, и я повис на левой. И увидел, что мотоцикл несется прямо на меня, увидел черный шлем водителя за ветровым стеклом, понял, что верхний край этого стекла сейчас врежется в колени, раздробив их, и согнул ноги. Пальцы соскользнули, я свалился на водителя, рухнул на сиденье позади, ухватившись за обтянутые бледно-зеленой тканью плечи. Ударился задницей так, что чуть не подскочил обратно, схватившись за вертолетные лыжи. Мотоцикл опять вильнул, но управляющий им солдат смог удержать равновесие. Вертолет, за колпаком которого маячило удивленное лицо Никиты, накренился и отвалил в сторону, задрав нос. На мотоциклисте была военная форма, черные полусапоги и глухой черный шлем. Сквозь помутневшее от выстрела в стекло я увидел дом, к которому мы стремительно приближались. Я выхватил из кобуры на боку солдата пистолет, приставив к шее под краем шлема, заорал. «Тормози! Это... Брейк! Я тебя не убью! Но киллеры! Но дэд ю! Только остановись!» Но вместо этого он резко качнул головой назад. Ствол пистолета соскользнул с шеи, а задняя часть шлема врезалась в мой нос. Кажется, после этого я завизжал, как свинья, которую режут. Слишком уж сильной была боль. Он проломил мне переносицу. Но вместе с болью пришла ярость. Уже не задумываясь над тем, что делаю, я буквально вонзил пистолет в его шлем и выстрелил несколько раз подряд. Я не видел последствий, но, думаю, нижняя челюсть мотоциклиста превратилась в фарш, перемешанный с костными осколками. Голова откинулась. Я успел отклониться, чтобы не получить по носу еще раз, после чего водитель привалился к моей груди. Пальцы на руле разжались, я одной рукой ухватился за него, и тут же слева в коляске откинулась узкая дверца. Внутри сидел здоровенный мужик в таком же, как у мотоциклиста, черном шлеме, а еще в джинсовом костюме и черных полусапогах, покрытых железными заклепками. На куртке тоже были заклепки, с рукавов свешивались цепочки, какие-то побрякушки, медальоны и звездочки. Он держал ручной пулемет. Распахнув дверцу, стал поворачивать его ко мне, я же вытянул в сторону коляски руку и нажал на курок, целясь в бочкообразную грудь. Пистолет клацнул. Патроны кончились. Ствол пулемета уже просунулся в дверцу, здоровяк тяжело развернулся на слишком узком для него сидении, прицеливаясь в меня, а я изо всех сил пнул его ногой. Он подался назад, выпустив оружие, которое рухнуло в узкий просвет между мотоциклом и боком коляски. Все это отвлекло меня на пару секунд, а дом впереди был уже совсем рядом. Не выпуская пистолета, я рванул руль. Это помогло нам не врезаться в стену, но не спасло от аварии. Под стеной дома была груда мусора. Мы влетели по нему и вломились в окно, пробив коляской край, покрытый трещинами глиняной стены. Звуки заполнили небольшую комнату, как раскаленный пар. Ляск, скрежет, шипение, вой. Металлическая скоба лопнула, и коляска отлетела в сторону. Мотоцикл рухнул на бок среди обломков мебели, бешено вращая колесом, разбрасывая куски стульев, лавок, какие-то ржавые железяки, посудные черепки и при этом медленно крутясь на одном месте. Мы с мертвым мотоциклистом упали чуть раньше, причем он оказался снизу, смягчив удар. Не поднимаясь, я оглянулся, увидел лежащую в углу комнаты коляску. Здоровек в джинсе выбирался из нее. Я привстал, окинул взглядом мотоциклиста и выдернул из петли на его ремни обойму. Отщелкнул ту, что была в рукояти пистолета, вставил новую. Вскочил на колени, повернулся, вскидывая оружие, и кулак размером с половину моей головы опустился на руку, выбив его. А потом этот же кулак врезался мне в лицо. Хорошо, я успел отклониться, так что он ударил по лбу, а то бы физиономия превратилась в кашу. Но и так мне показалось, что внутри головы загудел колокол, по которому кто-то заехал железным ломом. Верхняя часть тела приподнялась, ноги разогнулись, я на мгновение принял позу человека, который ныряет в воду спиной назад, и рухнул на неровный пол в метре от здоровяка. В голове гуляло эхо колокольного звона. То громче, то тише, то глуше, то звонче. Я уперся в пол локтями и приподнял голову. Джинсовый стоял неподалеку, сгорбившись, чтобы не цепляться за низкий потолок. Он стащил из головы шлем, показав большое красное лицо, гриву волос, стянутых сзади в хвост, темную бороду с легкой проседью, обвислые щеки и кривой уродливый шрам под левым глазом. В ухе было железное кольцо, на котором болтался поблескивающий серебром тереп. Зажав шлем под мышкой, он шагнул ко мне, звеня цепочками и медальонами. Я хрипло сказал, отползая, — Ну ты байкер! — Я люблю таких кабанов. Когда они падают, то сильно гремят и сами уже не встают. Его лицо осталось невозмутимым. Великан подступил ближе, занеся ногу в черном полусапоге пятьдесят шестого размера, собираясь опустить на мою голову шипованную подошву. Но я ожидал именно этого и откатился в сторону, к разрушенной печке под стеной. Вскочил, сжимая черный от копоти чугунок, на дне которого еще лежала сгнившая картошка, и с размаху ударил байкера по голове. То ли спутанные волосы смягчили удар, то ли череп у него был сверхпрочный. Глаза его, правда, распахнулись широко-широко, так что я увидел мутное бельмо, затянувшее левый, тот, под которым был шрам. Черный шлем выпал из-под мышки, здоровяк сделал шаг назад и слегка качнулся, но не упал. Если бы меня так ударили, голова бы ушла между плеч до самых ушей, но этот устоял на ногах. Впрочем, даже секундного замешательства мне хватило, потому что я уже понял, что драться с ним дальше бессмысленно. И выпрыгнул в окно. Глава седьмая. Нырнув в кусты, растущие вдоль обочины, я споткнулся о корягу, упал и скатился в неглубокий овраг. Замер там, лежа на боку, прикрыв лицо согнутой лодочкой ладонью. Нос болел неимоверно, из глаз даже слезы выступили. И лоб. Со мной впервые такое приключилось, чтобы болел лоб. Раньше я считал, что там и болеть-то нечему. Еще ломило в ребрах, а в левом плече что-то неприятно пощелкивало всякий раз, когда я двигал рукой. От площади донесся шум двигателя, превратился в рев и смолк. Кто-то пронесся по дороге мимо. Раздался крик, потом звук автоматной очереди. Вновь все ненадолго стихло, после чего на другом конце колхоза часто застучали выстрелы. Но шагов поблизости слышно не было. Байкер не преследовал меня, должно быть, выбрался из той комнаты через заднюю дверь и попал во двор позади дома. Раздался знакомый голос. Я прислушался, встал, покачиваясь и выбрался из-за врага. Посередине улицы шел Никита с валом в правой руке и браунингом в левой. Одну ногу он слегка приволакивал, рубашка была разорвана от плеча аж до поясницы, но выглядел напарник вполне бодрым. Шел он медленно, напряженно глядя вперед, прислушиваясь к шорохам, и видно было, что готов выстрелить в любое мгновение. — Хочешь умереть в одиночку? — спросил я, шагнув на дорогу. Стволы дернулись в мою сторону, и тут же он выкрикнул — Химик! — Спокойно, спокойно. Я всмотрелся в полуразрушенную мазанку за спиной пригоршни. Не видно ли где страшного байкера? — Вот так! — сказал он обрадованно. — Жив! Я так и знал, что жив! — Я вот тоже! — Ствол какой-нибудь найдется? — спросил я, приближаясь. — Второй вал в кабине остался. — Виноват, — ответил Никита, протягивая мне хай-пауэр и доставая из кобуры другой. — А где вертолет? Мы пошли к площади, я то и дело оглядывался на мазанку. Топливо закончилось, так я его за колхозом посадил. Там у них трактор рабочий еще, оказывается, есть. Вот рядом с ним и посадил. Чтобы оттащить можно было куда-нибудь в случае чего. Там же колеса на лыжах, видел? — Ты куда пялишься все время? — Я ответил. — Да в домике там мужик один остался. Чуть не убил меня. Там нет никого. Я, когда мимо проходил, внутрь посмотрел на всякие случаи, чтоб в спину не подстрелили. Пусто. Значит, он точно через заднюю дверь выскочил и куда-то по своим делам пошел. С площади донесся звук продолжительной очереди, непривычно громкий и одновременно глухой, тяжелый. Когда смолк, раздался пронзительный крик. — Из чего это они стреляют? — удивился Пригоршня. — Какое-то оно чрезчур сильное. Сбоку затарахтел мотор. Рука напарника дернулась, глушитель вала описал короткую дугу и выплюнул несколько пуль, вынырнувший из кустов на обочине мотоцикл. Не такой, на который свалился я, а с открытой коляской и ветровым стеклом обычных размеров. В коляске никого не было. На мотоциклисте знакомая военная форма и черный шлем. Одной рукой солдат держал руль, второй прижимал к боку УЗИ, из которого наверняка собирался пристрелить нас, как только машина, придавив кусты, вылетит на дорогу. Но опоздал. Ветровое стекло осыпалось, затем пулей пробили шлем. Солдат завалился влево. Мчась прямо на нас, мотоцикл накренился, коляска приподнялась. Никита вновь выстрелил, опустив ствол. Переднее колесо взорвалось, и мотоцикл будто наткнулся на бетонный башмак, которым заканчиваются рельсы в тупиках. Он резко перевернулся, руль врезался в землю, задняя часть взлетела. Мертвый солдат упал, машина перекувыркнулась через него, вращаясь, рухнула на землю. Заднее колесо продолжало крутиться с тихим шипением. Кашляя и разгоняя ладонями поднявшуюся пыль, мы обошли место аварии. На ходу я нагнулся, подхватил УЗИ. Компактный, удобный, хорошее оружие. Я взял его в правую руку, а браунинг в левую. — И евреи крутой ствол сделали, — одобрительно пробурчал Никита, покосившись на автомат. — Да уж, — согласился я, — мудрость Торы этому не мешает, наоборот. Напарник важно пояснил. — Это тебе мини-вариант достался. Он меньше трех кило должен весить, а темп под тысячу выстрелов в минуту. Радуйся. Погляди, патроны-то есть. Пыль слегка осела и, видно, стало лучше. Я вытащил рожок, покрутил в пальцах и сказал — на тридцать два вроде, и почти полный. — Что у тебя с носом? — Сломали, по-моему. Там какой-то страшный чувак был в той мазанке, Никита. Он в коляске мотоцикла сидел, на которой я свалился, а потом, как стукнет меня, аж... Впереди на площади вновь глухо застучал пулемет, да так, что земля под ногами задрожала. — Что же это за машинка такая у них? — изумился Никита. — Вроде знакомый звук, да только... — Ну, ё-моё! Не может же быть, чтобы они сюда притащили! Выстрелы смолкли, раздался гул двигателя. Мы шли, подняв оружие, не слишком близко друг к другу, но и не очень далеко. Впереди дорога поворачивала так, что трактир видно не было, лишь в самой край площади. — Значит, вояки раньше времени подрулили, — сказал Пригоршня. — Прямо утром. Одна группа за вертолетом поехала, вторая — сюда. — И таки мы капитана этого пирсника тогда сильно обозлили. — Ты обозлил, — возразил я. — Ну ладно, я... Он, видать, и вправду психбольной. Решил в ответ весь поселок выкосить. Я сказал, — Сюда едут. Гул превратился в рев, и на дорогу вынеслась машина. Мы увидели кабину, как у джипа, с листом брони на месте лобового стекла. Кузова позади не было, лишь железная рама. Прямо за кабиной торчал штырь с креслом, в котором кто-то сидел. Перед ним был пулемет с парой таких длинных стволов, каких я в своей жизни еще не видывал. — Ой-ё-о-о! — загорал Пригоршня. — Это же КПВТ! Танковый, спаренный! Мы выстрелили одновременно из всех четырех стволов. Пули забарабанили по железу, машина резко ушла в сторону, фигура в кресле мотнулась, и я узнал капитана пирсника. Он подался вперед, навалился грудью, стволы оба метра в полтора длиной повернулись. — Текай, химик! Затряслась, слязгом втягиваясь в лентоприемник, лежащий сбоку на крыше кабины металлическая лента. Улицу накрыл грохот, в сравнении с которым все предыдущие слышанные мною во время перестрелок звуки, казались писком обессиленного комара. Мы прыгнули в разные стороны, а дорога между нами взорвалась, когда предназначенные для противотанковых ружей пули калибром 14,5 мм взрыли ее. Почему-то капитан выбрал именно меня, стал поворачивать пулемет в мою сторону. Оглушенный, ошарашенный, я метнулся к кустам, слабо понимая, что происходит, скакнул, ломая ветви, как несущийся в страхе от лесной облавы сикач, врезался в покосившийся заборчик, своротил его, увидел прямо перед собой колодец и прыгнул туда, бросив оружие. Нет, я не нырнул в далекую темную воду, у меня все же хватило ума ухватиться за цепь. Перед тем, как перескочить через низкий край, я успел заметить, что она размотана и свисает с ворота, верхним звеном прикрепленное к вбитому в него ушку. Цепь зазвенела, закачалась, я уперся ногами в закругленную стенку, ткнулся лопатками в противоположную часть широкой каменной трубы и повис неподвижно. Рядом что-то взорвалось, затрещало, и я вдруг понял, что сам себя загнал в ловушку. Если пирсник попадет по вороту, тот неминуемо сломается, превратится в щепки и труху, которые упадут вниз вместе с цепью и тем, кто на ней висит. Но в этот миг выстрелы смолкли. Не помню, какая скорострельность у этих монстров должно быть где-то около полутысячи в минуту, а в ленту заряжается патронов сорок, то есть она должна закончиться примерно через пять секунд непрерывного боя. Ну да, где-то столько и прошло. Хотя наверняка у него там есть запасная и не одна, ведь надо еще вставить ее в лентоприемник. Грохот, до сих пор царящий в ушах, постепенно стихал, уступая место звукам из внешнего мира. Шум двигателя отдалялся, машина с капитаном уезжала. Когда он смолк окончательно, наступила полная тишина. Ни отдаленных выстрелов, ни криков, ничего. Я подождал еще немного, покрепче уперся подошвами в колодезную кладку и стал выбираться. Создавалось впечатление, что по площади промчалось, не разбирая дороги, стадо бешеных бизонов, а на спинах у них сидели сумасшедшие индейцы с крупнокалиберными ружьями и полили во все, что попадалось на глаза, а еще кидали динамитные шашки. Все дома, кроме трактиры, были разрушены, заборы выворочены, растущие во дворах яблони и акации либо сломаны, либо потеряли большую часть кроны. Среди воронок и груд, разрытой мощными колесами земли, лежало несколько неподвижных тел, мужских и женских. Перебравшись через очередную рытвину, мы увидели, как между развалинами к площади спешит Уильям Блейк с крошечным дамским пистолетом в руках. Сделав несколько шагов, он встал, нагнулся и поднял с земли автомат, радостно махнув им, заспешил дальше к трактиру. Здание воскресило у меня в памяти черно-белые фотографии Киева после отхода фашистов. Нет, оно не разрушилось целиком, но бронебойные патроны 14-го калибра украсили парадную стену дырами, в которые можно было просунуть руку, а иногда и пролезть целиком. Окна потеряли прямоугольную форму, превратившись в разлапистые кривые звезды с крошащимися участками стены по углам. Входная дверь стала решетом, и у нас на глазах, качнувшись от сквозняка, сорвалась с петель, постояла секунду, как бы раздумывая, куда ей падать, и рухнула наружу под ноги Уильяму. Оглянувшись на нас, он нырнул в трактир. — Хреново дело, — сказал Никита, вешая автомат на плечо и убирая браунинг в кобуру. От выстрелов танкового пулемета он уберегся, спрятавшись за большой поленицей. Впрочем, по словам напарника, после того, как он упрыгал с дороги, пирсник в его сторону и не посмотрел, сосредоточившись на мне. Щелкнув предохранителем на ствольной коробке, я сунул УЗИ за ремень на спине рядом с браунингом. Мы вошли в трактир и остановились, разглядывая просторный зал, весь пронизанный наклонными световыми лучами, льющимися сквозь дыры. Пол усеивали обломки мебели, среди них лежало несколько тел. Уильям присел над одним, промоча на английском, перевернул его лицом кверху и вдруг отскочил, выпустив автомат. Треща деревом, бросился в угол помещения, согнулся там в три погибели. Когда звуки рвоты стали немного тише, я позвал. «Илья Львович, вы где?» «Львович», — громко повторил пригоршня, — «дед, эй!» Зашуршало, потом скрипнуло, и мы увидели в дальней стороне зала, возле лестницы, ведущей на второй этаж, теперь она напоминала музейный скелет динозавра, большой квадратный люк. Крышка была откинута. Из темного проема возникла голова с рыжими вихрами, затем плечи, а после Илья Львович появился целиком, прижимая к груди трехлитровую банку. Во второй руке он нес три стакана. Старик шагнул на пол, осторожно переставляя ноги, добрел до окна возле нас и поставил ношу на засыпанный звездкой подоконник. В банке, с закрытой железной крышкой, поверх которой был стянутый резинкой кусок целлофана, плескалось что-то мутно-белое, а в одном из стаканов лежал зелено-синий бочковой огурец, распухший, мягкий от старости и рассола. Илья Львович сорвал резинку, снял целлофан с крышкой и налил жидкость в два стакана, заполнив каждый примерно до половины. Достал огурец и вопросительно глянул на меня. Я кивнул. Излюка тем временем показалась Настасья Петровна, за ней еще две головы, но старик не обратил на них внимания. Он разломил огурец на три части и вручил нам с Никитой. Наполнил третий стакан. Мы подняли их, выпили, и после этого я крякнул, а Никита, уже имевший удовольствие употреблять напиток Ильи Львовича, впихнул огурец себе в рот и принялся жевать так, что во все стороны полетели брызги рассола. Отдышавшись, я откусил кусочек, ну а старик лишь прижал свою закуску к ноздре и резко втянул воздух. Злой! Мы обернулись. В дверях появилась Марьяна, вся в грязи, должно быть, лежала где-то в канаве, прячась от обстрела. Уильям, закончивший освобождать желудок, что-то воскликнул и пошел к ней. Девица кинула на нас взгляд, посмотрела на солдата и направилась к лестнице. «Cautiously!» выкрикнул он, спеша следом. «Осторожность! It can collapse!» Но лестница не коллапсировала, то есть не развалилась, лишь зашаталась, когда Марьяна, а следом и взволнованный Блейк стали взбираться по ней. Она обернулась, что-то сказала ему, а пацан вдруг порывисто ее обнял и попытался прижать к себе. Несколько мгновений Марьяна безуспешно сопротивлялась, потом, наконец, сумела оттолкнуть его и закатила пощечину. Блейк ахнул, прижал руку к лицу, она же развернулась и затопала дальше. Тем временем старик налил еще по разу. Мы выпили, после чего Никита раздумчиво сказал. Такие, значит, дела, Львович. Пятеро выползших из-под пола людей под руководством Настасии Петровны стали оттаскивать тела к двери. Я отказался пить в третий раз, а при горшне со стариком опорожнили еще по полстакана, доживали огурец, после чего хозяин понес банку на кухню. Раздался скрипучий голос. На вершине лестницы показался злой, в одних штанах с бинтами вокруг торса и груди. Лоб тоже был перебинтован, и Сталкер напоминал раненого матроса, которого боевые товарищи уволакивают с поля боя. Слева и справа злого поддерживали Марьяна и Уильям, а он обхватил их за плечи. — Где были? — Грозно вопросил Сталкер, узрев меня и при горшню. — Нас чуть всех не перестреляли здесь без вас! После этих слов головы находящихся в помещении людей повернулись в нашу сторону. Я сказал, — Злой, мы к вам охранниками пока не подписывались идти. Он открыл рот, явно собираясь обругать нас последними словами, но так ничего и не сказал, лишь морщился, пока ему помогали спускаться по шатающимся наполовину проломленным ступенькам. Тем временем Илья Львович вернулся из кухни, дал указания тем, кто расчищал обломки, и подошел к нам. — Позвольте нос ваш поглядеть, молодой человек, — сказал он, подступая ко мне. Я повернулся к нему в профиль, и старик очень осторожно коснулся раненого места двумя пальцами. Пошевелил, я чуть было не отпрянул, но сдержался. — Нет, не сломан, — сказал Илья Львович. — Синяк, да, долго не сойдет, но не сломан все же. — Это хорошо, — обрадовался я и тут же вспомнил про свой контейнер. Сняв его, сдвинул три крышечки и спросил у старика, — бинты есть? Он развел руками. — Только тряпки чистые, вываренные. Мы их используем вместо бинтов. А что там у вас, юноша? — Скажите, чтоб тряпки эти притащили. Я присел на корточке и положил контейнер так, чтобы он увидел содержимое трех ячеек. — Это артефакты, кровь камня называются. Хорошо раны заживляют. Один мне, один напарнику моему, один для злого. Тряпки-бинты, разрезанные длинными широкими лоскутами, мы вымочили в самогоне и разложили на подоконнике, после чего мне принесли большую строительную рукавицу, а Анастасия Петровна нашла на кухне остатки фольги, в которой когда-то запекали мясо. Фольгу я намотал на кисть, поверх надел перчатку, осторожно достал один артефакт, положил на мокрый, пахнущий самогоном бинт, завернул. Когда спиртное попало на поверхность, красно-бурый ком размером с кулак будто вздрогнул, едва слышно зашипел и немного сморщился. — Теперь быстро надо, — сказал я, выпрямляясь. — Злой, где у тебя самая серьезная рана? Выяснилось, что на левом боку. Я поднял артефакт и прижал к ране. — А-а-а! — взвыл сталкер, пытаясь отпрянуть, но Никита, знавший, что к чему, удержал его на месте. — Терпи, злой, — сказал я. — Подрастешь — злейшим станешь. Я обмотал его торс так, чтобы артефакт был прижат к ране, завязал и отошел. — Печет, — пожаловался сталкер. — Через полчаса пройдет, а к следующему утру рана наполовину затянется. К тому времени артефакт разбухнет совсем, будто он... ну, будто твою болезнь в себя втянет. После этого уже от него пользы никакой. Сними осторожно и выбрось, а лучше закопай. И на все другие твои раны он тоже хорошо подействует. Не так, конечно, как на эту, но легче станет, увидишь. Вторую кровь камня мы приспособили к плечу пригоршни, а третью — мне на спину. Злой на протяжении всей процедуры стоял у окна с берданкой и внимательно глядел наружу. — Боишься, могут прямо сейчас обратно вернуться? — спросил я. — Могут, — подтвердил он. — Прямо сейчас или ночью, или на завтра. С пирсником не разберешься, что ему в больную голову через минуту взбредет. Я с ним успел наобщаться, когда еще с Усанином у них в отряде работал. — Ладно, не видно их пока. Выйдем на свежий воздух. Поговорить надо. — Марьянка, костыль мне сделай. — Уильям, помоги ей. — Быстро, быстро. Снаружи мы уселись возле трактира на краю глубокой воронки, свесив ноги, а Илья Львович встал рядом. — Пока еще цветочки, — объявил злой. — Это пирсник так забавлялся. — А что ж будет, когда он всерьез начнет? — спросил я. — Что, что? Перебьют всех. Сейчас, видели, они просто наскок такое устроили. Проездом типа. Даже из машин не вылезали. А когда приедут опять, подготовятся уже основательнее. Конец нам всем, кроме баб, если только какая сама под пулей не попадет. — Надо в лес уходить, — произнес голос рядом, и мы обернулись. Марьяна с парнем притащили черенок, короткую доску, молоток и гвозди. Сложили все это возле порога, после чего Уильям стал мастерить костыль. — В лес и прятаться там. — Какой лес? — рявкнул злой, немедленно начиная злиться. — Лепишь ерунду, сама не понимаешь, что лепишь. Дура. Где ты лес видела? В местных рощах кролик толком не спрячется. Марьяна отвернулась, придерживая черенок, к концу которого Уильям прибивал доску. — Ну ладно, злой. Так что же тогда делать? — спросил я. Он надолго замолчал, глядя в желтое небо, морщась, то и дело касаясь ладонью бинтов на груди. — Ну так вы с нами или нет, парни? Мы с Никитой переглянулись. Стук молотка стих. Блейк и девушка, повернув голову, уставились на нас. Никита едва заметно пожал плечами. Я кивнул. — С вами, да. Ты этого не видел, злой, но мы там... Я махнул рукой в сторону улицы, по которой уехал капитан Пирсник. Мы там их броневичок перевернули. Еще два мотоцикла сбили. А тех, кто в них ехал, того убили нафиг. Так что теперь мы как ни крути против них, потому что они против нас. А раз кроме них, вас и нас здесь больше нет никого, значит, мы с вами. — Это хорошо, — сказал он. — Ага, для вас да. А вот скажи, не знаешь ли, что это за мужик такой, волосатый, с бородой, весь цепочками увешанный, заклепками, здоровый, как лось, смотреть страшно? — Да это же лесник, — удивился он. — Ты что, парень, лесника завалил? — Нет, злой, это он меня чуть не завалил. Я еле убежал от него. — Везун ты, точно говорю. Лесник навроде адъютанта был у генерала покойного. Ну, то есть солдат он. Раньше как все в форме ходил. — Лесник есть в самом деле Джон Аптак, — подал голос Уильям. — Его есть имя такое. Он совместимо с Йеном Пирсником сверхгенерала Моргана. — Он немой, что ли, — добавил злой, — молчит всегда. — Нет, данный лесник есть просто нелюбитель словес. Не знаток говорильни, — злой пояснил. — Ну, я лично, да и никто из наших, ни слова от него не слышали. Как-то к нам сюда занесло четверых на мотоциклах и две девки с ними, в шортах таких джинсовых и этих, лифчиках кожаных. Блондинки обе, ха-ха, но крашеные. Эти четверо вроде и не сталкеры, а какие-то, ну, эти, как их, байкеры. Думали, наверное, что крутые, забрались в зону мимо военных с дробовиками и пистолетами, на псов поохотиться. Даже натуральные револьверы себе раздобыли, на вроде ковбойских. И не повезло им. Уж не знаю, каким путем, но попали они сюда, в долину. А леснику тогда в лагере с военными не сиделось. Он все больше шастал по рощам окрестным, изучал. Нелюдимый характер у него. Должно быть, не любят с людьми подолгу общаться. Им даже, кажется, и пирсник не очень-то командует. Но вот, как раз неподалеку от колхоза, он с байкерами теми и столкнулся. Не знаю, чего они не поделили, и кто первый напал. Ну, в общем, поднялась вдруг стрельба, крики, визг женский. Я наших охотников позвал, они как раз здесь были. И туда. Когда прибежали, уже все стихло. Три мотоцикла валяются, одного нет. Это прямо рядом с рощицей было, осиновой. Так вот, видим, шесть молодых осинок срублены. Ветки с них счищены. Колья, значит, воткнуты в землю. И на них головы. Ага. Отрезаны, понимаете, парни, отрезаны и насажены на коле эти, а тела в стороне, в овражке валяются. И девки в том числе. Он их никак не использовал. Хотя женщины молодые темпачи, да еще и блондинки. Редкость это тут, да? А он им головы долой и весь сказ. Оружие отобрал и на мотоцикле уехал. Другие мотоциклы, которые лесник кинул, мы себе забрали. Но после вояки прикатили и их у нас реквизировали. Марьяна осталась под дверью, а Уильям принес злому неказистый костыль. Сталкер тяжело встал, опираясь на него, походил туда-сюда и вновь уселся. Вот так, закончил он свою историю. А вы где были, защитнички? Мне сказали, вчера вертолет откуда-то взялся. За ним погнались? За ним, подтвердил Никита. И догнали? Нашли, да. Он за рощей у склона стоял, а пилот умер. Вроде как парализовало его. Мы летали даже. Сюда вот на нем и прилетели. Из пулемета, который на нем стоит, броневик расстреляли. А после топлива закончилось, я его там, на краю поля, посадил. — Вертолайт? — подал голос Уильям. — Байт? Сискеликоптер? Где данный есть? Никита махнул рукой. — Их бингеликоптер на краю колхоза стоит. — Ин зе энд... Зе энд... В конце данная ферма. Уильям с энтузиазмом кивнул и заспешил прочь. Провожая его взглядом, я заметил движение возле площади. Между двумя горами обломков появилась большая голова. Безумный вытянул шею, разглядывая площадь, увидел, что здесь творится, попятился и тихо исчез. Я спросил. Злой. Про каких-то охотников упоминал. — Это юноша, молодые люди тут у нас есть, — подал голос Илья Львович. — Было четверо, а теперь трое осталось. Одного кабан на клыки поднял. — И где они сейчас? — Так охотятся же. Они, бывает, на неделю уходят. Бродят по долине, бьют дичь, потом назад к нам. По времени, получается, сегодня вечером появиться должны, или завтра утром максимум. — Вот с ними на склад и попробуем прорваться, — заключил злой. Мы с Никитой поглядели на него. — Какой такой склад? — Над водопадом, — пояснил сталкер, вновь вставая и тяжело опираясь на костыль. Там оружие хранится. Еще в самом начале, когда только появились тут, когда я лазал везде, выход искал, тогда его и нашел. Оттуда после и перетаскали то, что я в сарае закопал, что коряга не смог забрать. Но на складе гораздо больше осталось. Не знаю, чей он, но, думаю, какая-то группировка сильная нычку себе устроила. Не то долг, не то свобода, не то кто-то из темных. А потом, значит, схрон этот сюда затянуло во время выброса. Вот и надо туда идти, выгрести все, что можно. И после решать, либо самим на Америкосов напасть ночью, неожиданно, либо тут оборону держать, но тогда уж солидно держать, окопаться, дежурство нести круглосуточно, гнезда гранатометные организовать. — Погоди, погоди, злой, — перебил Никита. — Что-то не пойму я. Ты говоришь, склад оружия есть, и вы, военные, про него знаете, так? Немного оружия из него перенесли, остальное до сих пор там. И что, пирсник своих людей не послал его охранять? Или не приказал все, что осталось, к себе на завод перенести? Прямо оно там так и лежит, ждет, пока ты за ним приедешь. Что-то не клеится у тебя. — Все клеится, пацан, — брюзгливо откликнулся сталкер. — Клеится, потому что после того, как мы первый раз оттуда оружие вывезли, кто-то там поселился. — Кто поселился? — Да черный сталкер его знает, непонятно. Но не псы какие-нибудь и не кабаны, посильнее кто-то. Во второй раз мы попробовали на склад этот забраться ночью, чтобы военные не заметили. У меня как раз запястье вывихнуто было, поэтому я на стреме стоял внизу, у озера. А сверху вдруг крик, и два тела упали, растерзанные. Потом через секунду буквально третье. Я к козырьку побежал, туда, где он к земле примыкает, чтобы наверх подняться и помочь. Но мне и помогать некому было. Потому что увидел, еще одно тело, безголовое, по нему вниз катится. А пятый человек, который с нами был, вдруг вверху возник. Не поверите, он будто взлетел, метра на полтора над козырьком поднялся. Лицом ко мне, руки и ноги растопырены, глаза выпучены, и на лице такая мука, что страшно глядеть. Его будто сзади кто-то держал, но кто, не видно. А вернее, не было никого за ним. Пусто, воздух один. И потом у мужика этого голова вверх подскочила, а из шеи кровь. Я, честно скажу, перетрусил после этого. Да и какой смысл? Если этот, который наверху был, с пятерыми справился, то со мной раненым и подавно. Он замолчал, вспоминая, должно быть пережитый тогда ужас, затем продолжил. И у военных, я слышал, большие потери были, когда пирсник приказал склад очистить. Так что они даже дозорных там рядом боятся ставить, потому что у озера несколько солдат пропало, то есть этот, который наверху поселился, иногда спускается. Но у нас другого выхода теперь нет, понимаете? Либо мы стволы раздобудем, либо нас покрошат, и двух дней не пройдет. Вы говорили, вертолет? Что за вертолет? Есть на нем оружие? Какое топливо? Ну, там стоит, начал я и замолчал, увидев Уильяма. Он торопливо приближался и размахивал руками. Свалился в воронку, кое-как выбрался из нее и заспешил дальше, издалека крича. — There is no helicopter! Нет! Нет его! Как нет? Удивился Никита. — Нет совсем, — подтвердил Уильям, останавливаясь перед нами. — Совсем нет! И трактор рядом стоял, последний наш, который еще воркет, и его нет. Нет геликоптера, нет трактора. Ничего нет! Глава восьмая Меня разбудил шепот в коридоре. Свесив ноги с кровати, я сел и протер глаза. За окном начало светать, но на площади пока стояла тишина. Шепот ненадолго стих, потом возобновился. Я спал в штанах и теперь, накинув рубаху, босиком прокрался к двери. Осторожно, чтобы не лязгнул и не заскрежетал, сдвинул засов, приоткрыл и выглянул. Они стояли неподалеку, возле входа в комнату, отведенную пригоршня. Напарник, босой, в штанах и без рубахи, длинными руками обнял Марьяну, облаченную в короткий штопанный халат, а она прижалась к нему, подняв голову, ведь он был куда выше. Снизу вверх, глядя на Никиту, девушка что-то шептала, едва заметно шевеля пухленькими губами. Он сначала слушал, а потом поцеловал ее, прервав на полуслове, и прижал к себе покрепче. Она обмякла, повисла в его объятиях, подняла ногу так, что халат сбился к бедру, согнула в колени, крепко обхватив ею напарника. Продолжая сливаться с Марьяной в страстном поцелуе, пригоршня опустила руки пониже, и тогда она задрала вторую ногу, повиснув на нем. Я поглядел вдоль коридора. На другом конце была дверь в спальню злого, где он сейчас и почивал. А эти двое в порыве страсти собрались, кажется, прямо в коридоре. Во всяком случае, мне показалось, что дело к тому идет. Пригоршня уже сорвал халат с плеча Марьяны и, кажется, имел твердое намерение сбросить его со всего остального тела. Дверь из-за края, которой я выглядывал, качнулась от сквозняка, дувшего с лестницы. Скорее всего, девица не тут ночевала, в каком-то другом доме. И надо же, прибежала к Никите посреди ночи в одном халате и тапочках, сквозь ураганный ветер, бурю, метели, грозы. И не закрыла дуру входную дверь, которую вечером кое-как поставили обратно на петли, забив дыры фанерой. Она задышала громче, с легкой хрипотцой, почти что заурчала, как кошка. Тем временем Пригоршний стянул халат со второго ее плеча, немного отстранился, приваливаясь к стене и поддерживая Марьяну под попку, дернул поясок, чтобы, так сказать, освободить тело возлюбленной от постылых одежд, препятствующих его Пригоршне серьезным намерением. Вряд ли эти намерения можно было осуществить бесшумно, а ведь старый сталкер в любой момент мог услышать, что в коридоре происходит что-то необычное. Сталкеры спят чутко, без этого в зоне никак. Услышат и выглянет. А характер узлово крутой, это я успел понять. Схватит берданку, которая лежит заряженной на тумбочке возле кровати, да и прострелит напарнику голову. А потом и Марьяну прибьет, хотя ее-то мне как раз жалко не было. Дверь опять качнулась, мягко ударила меня по плечу. Тем временем халат полетел на пол, и Марьяна повисла на Пригоршне, будто ленивец, обхвативший ствол дерева всеми четырьмя конечностями, изогнув голую, поблескивающую в полутьме спину. Она откинулась назад, запрокинув голову и обратив лицо к потолку, а напарник, воспользовавшись этим, кое-как протиснул руку между нею и собой и вцепился в пояс штанов. Ответственный момент. Я бесшумно шагнул назад, взялся за рукоятку и изо всей силы дернул дверь. Раздался громкий стук, будто ее качнул сквозняк. Быстро попятился, скинув рубаху, лег. Снаружи в это время донеслось аханье, шелест и тихий звук шагов. Щелкнул замок на дальние двери. Скрипучий голос злого. Ты что там торчишь? Что это стукнуло? Да вот показалось, кто-то в коридоре есть. Это пригоршня. Вышел, вдруг это... шпион военных к нам залез. Какого хрена объясни мне, молец, сюда шпион будет залазить? Какой шпион? Для чего? Зачем? Ты что, идиот? А стучало что? Да дверь от сквозняка. Сквозняка? Откуда сквозняк? Входная дверь, наверное, открыта. Кто-то вечером входил-выходил и забыл запереть. Ну так закрой ее, а и спать ложись. Завтра... сегодня. У нас у всех будет тяжелый день. Возмущенно бормоча сиплым голосом, сталкер убрался обратно, а напарник, судя по скрипу ступеней, спустился вниз. Видимо, Марьяны там уже не было, успела сбежать, напуганная и грозным злым. Я услышал, как приглушенно стукнула входная дверь, лязгнул засов на ней, и ступени заскрипели вновь. Я к тому времени успел укрыться одеялом, лечь на бок и закрыть глаза. Дверь в комнату раскрылась. — Ну и какой хрена! — прошипел Никита, входя и затворяя ее за собой. Я приоткрыл глаза, покосился на гости и сказал. — Ох уж эти женщины! И жить с ними невозможно, и пристрелить жалко. — Чего? Ты думаешь, я типа не слышал, с какой страны? Дверь грюкнула. — Ну, ёлки-палки! Так меня не обламывали с тех пор, как Динка из Штей! Я перевернулся на спину, подложив под голову руку, сказал. — Злой бы вас услышал, если бы ты ее прямо в коридоре. — И что бы он сделал, по-твоему? Его лицо было красным. Должно быть, это и вправду большое потрясение, когда в самый ответственный момент над духом со всей силы ахают дверью о косяк и любимый сбегает, едва успев подхватить с пола халатик, как рыбка, которую уже почти вытащил на берег, но тут она сорвалась с твоего крючка. — Что? Что бы он сделал? — напряженно зашептал Пригоршня. — Да пристрелил бы вас обоих. Тебя первого, а потом и ее. Ее-то мне не жалко, а вот к тебе, друг мой, я успел привыкнуть. Ты мне дорог, как память о всех тех усилиях, которые я вложил в твое воспитание. Это заставило его на некоторое время замолчать. Любовная страсть постепенно выветривалась из мозга, и до Пригоршня, видимо, стало доходить, что я прав, и минуту назад он находился не только на пороге оргазма, но и на пороге скоропостижной гибели от пули ревнивого старого сталкера. — Она в меня втюрилась, — объявил он, наконец, не найдя других возражений. — Уверен? — А по-моему... — Ладно, не будем об этом спорить, партнер. Но я тебя от неминуемой кончины спас, так и знай. — От кончины, да? В каком смысле? Химик, если припомни все те разы, которые я тебе жизнь спасал. — Ну так и давай не будем припоминать. Иди досыпай, расцвело почти. Злой прав, день сегодня тяжелый предстоит. — Стрелять будем, да, — согласился он и вдруг ухмыльнулся. — Но если будем стрелять, хотелось бы отдохнуть. Он попятился, не прекращая улыбаться, спиной нырнул в дверной проем. — Чего ты лыбишься? — спросил я, прикрывая глаза. — Того, что ты мне завидуешь, химик, вот в чем тут дело. Моей этой... молодости, красоте и... и половому здоровью, — заключил я, вновь переворачиваясь на бок. — Ага, ему самому. — Завидуешь, ревнуешь к девчонке. — А все одно не удалось тебе нам того... обломать. — Ты что, решил, Марьяна только что сюда пришла? — Она давно пришла, и мы в моей комнате уже два раза успели. — Ха! — тихо добавил он и прикрыл дверь. С утра мы ждали возвращения охотников и с места не двигались. Вернее, селянам, их по моим подсчетам в поселке осталось около десятка, пришлось трудиться с самого рассвета, расчищая завалы и пытаясь привести в порядок свои жилища. Но мы с Никитой сразу объявили, что пришли сюда не спины гнуть. Захватив оружие и раздобыв у Ильи Львовича бинокль, забрались на крышу трактира, чтобы наблюдать за окрестностями, не появится ли военное или какое зверье. Крыша была наклонной, но по краю тянулась горизонтальная полоса жести метровой ширины, огороженной низкими столбиками с приваренной к ним трубой. Там мы и устроились, привалившись спинами к скату и свесив ноги. Внизу бродили люди, засыпали рытвины с ямами, оставленные ооновцами. К двенадцати появилась Марьяна, принесла треснувший термос с чаем, бутылку водки, чашки, бутерброды с салом, которые напарник обожал всем своим хохлатским сердцем, а я не переносил. Овощи и хлебные лепешки. Мы поели, они с Никитой выпили водки, я чая, а потом напарник стал Марьяне подмигивать и кривить рожу, показывая глазами на конек крыши, расположенный всего метром выше. Я сделал вид, что не вижу, хотя не заметить верблюжьи ужимки этого дунжуана мог разве что слепой тюлень. Вновь свесив ноги с крыши, я откинулся назад, подложил руки под голову и стал оглядывать пейзаж. Ощутив спиной, как подрагивает скат, скосил глаза в бок и увидел сначала ножки Марьяны, которая на четвереньках взбиралась мимо остатков башни, где недавно злой прятался от военных, а после и копыта пригоршни пятьдесят второго размера. Они добрались до конька, слезли по другую его сторону и затихли. Дул теплый ветерок, шевелил волосы. Я полежал-полежал, а потом сказал «О, привет, злой!». Тишина на другой стороне крыши стала, если так можно выразиться, еще более тихой. Я выгнулся, задрал голову, упершись в скат теменем. Над коньком показалось перевернутое лицо пригоршни. Он стрельнул глазами влево-вправо. — Химик! — донесся исполненный ненависть и одновременно просящий, почти жалобный голос. — Не, ну твою ж мать! Потом из-за конька возникла тонкая голая рука, сгребла его за белобрысую шевелюру и утянула обратно. Я сел и взялся за бинокль. По словам злого, охотники должны были появиться с севера, где больше всего рощ. И они не пешие, на конях. Водя биноклем из стороны в сторону, я сквозь дымку разглядел далекий водопад. Показалось даже, что вижу каменный козырек над ним и железную будочку, но последнее, скорее всего, именно показалось. Слишком уж расстояние было велико. Скрипнула верхняя ступень лестницы, ведущая с чердака, и в узком люке на углу крыши показался Илья Львович. — Можно к вам, юноши? — он оглядел скат. — Юноша? — я махнул рукой. — Залазьте. — Придерживаясь за низкую ограду и стараясь не смотреть вниз, старик прошел ко мне, сел рядом. — Где ваш товарищ? — Гуляет где-то, — неопределенно сказал я и спросил, чтобы сменить тему. — У вас бензина ведь нет здесь? — У нас нет, — подтвердил Илья Львович. — Раньше был, злой, на мотоповозке ездил. Но давно закончился, только в трактире еще немного оставалось. — А военные? Они откуда его берут? — Рядом с заводом стоит пять больших бензиновозов, автоколонна брошенная. — Кто же ее здесь бросил? Старик пожал узкими плечиками. — Этого никто не знает. Машины появились после очередного выброса. Позади завода есть глиняный карьер, и возле него вдруг возник кусок, то есть фрагмент дороги, обычной асфальтированной дороги. И на нем эти машины. Совсем старые еще, с советскими номерами. Судя по ним, из Севастополя. Откуда такие взялись в зоне? Почему через нее ехали? Что стало с водителями? Не знаем этого. Хотя в одной, в ведущей, водитель до сих пор есть, вернее, скелет его сидит. А на койке позади лежит скелет напарника. Я сам не видел, это Уильям рассказывал. — Вот так вот, юноша. — Позвольте мне чаю? — Конечно, пожалуйста. Я взял термос, отвинтил пластмассовый колпачок в чашечку и протянул старику. Вытащил пробку, налил и закрыл опять. Илья Львович кивнул, поднес зеленую пластмассу к губам. Руки у него немного дрожали. Поставив термос возле недоеденных бутербродов, я вновь откинулся на скат, подложил под голову ладонь. Он спросил. — Вы никогда не задумывались над тем, почему до сих пор власти не предпримут на зону массированную атаку, не прочешут ее вдоль и поперек? — Задумывался, — сказал я. — Наверное, сил не хватает. — Если не одна Украина, а ООН, НАТО, да российские войска должно хватить. — Почему же тогда? — Илья Львович помолчал. Еще до того, как пространство вокруг нас свернулось и образовалась долина, я слышал, что попытки организовать все это осуществлялись, но каждый раз проваливались. Не получалось организовать, переговоры срывались, люди на высоких постах внезапно и немотивированно меняли свое решение или происходило еще что-нибудь. Будто что-то отсюда, из центра зоны, оказывает непонятное, но целенаправленное влияние на некоторые события в окружающем мире. А вот что привело к появлению зоны? Про это думали? Глядя в небо, я ответил. — Чего там думать? АЭС привела. — АЭС. — Нет, я имею в виду в более общем смысле. А, в более общем, я обернулся к нему. Но я слышал про такую теорию техно-гуманитарного баланса, знаете о ней? Илья Львович отпил вновь и в свою очередь посмотрел на меня. Лишь краем уха молодой человек. Там ничего сложного. Есть, так сказать, техно-технологии, а есть гуманитарные. Люди создают всякие новшества, от колеса до клонирования, от интернета до новых видов оружия. Эти техно-технологии влияют на нашу жизнь, то есть на жизнь всего человечества. С ними надо управляться. И помогают их адаптировать в нашу жизнь и психологически с ними освоиться гуманитарные технологии. Ну, это всякие социальные институты, новые методы обучения, НЛП, сама организация нашей науки, менеджмент, культура. Так вот, оба вида технологий должны идти нога в ногу, развиваться параллельно, а иначе четче что начинается. Если гуманитарные технологии опережают, получается какое-нибудь застывшее кастовое общество, вырождение. А если техника берет верх над культурой, ну, в общем, тогда выходит то, что у нас началось в последней третье двадцатого века. Прогресс ого-го, но сладить с ним мы не можем. Вот тогда кризис, а то и большая катастрофа. «И при чем здесь зона?» – спросил он. «Так она и есть, этот кризис. Зона – следствие технической аварии. Управляющие гуманитарные технологии были недостаточно разработаны. При помощи них люди не смогли справиться с руководством, контролем. Вот и получилась зона. И она расползается, с каждым выбросом больше становится. Знаете вы это? На самом деле технопрогресс не остановить. Все разговоры о контроле или запретах каких-то исследований в пользу бедных. То есть оно развивается с той скоростью, с какой только и может развиваться. Вот, ну и… Я замолчал, соображая, к чему собственно все это веду, и старик поддохнул. «Да-да, юноша, продолжайте». Вот, ну с другой стороны, гуманитарный прогресс искусственно тоже не ускорить. Он развивается только так, как может развиваться, как наши мозги и взаимоотношения внутри общества позволяют ему развиваться. Ну и получается единственный выход. Зона должна расползтись, накрыть всю планету, или по крайней мере весь континент. Должен наступить временный хаос, такое подобие неокончательного апокалипсиса, который замедлит, ну вернее откатит технопрогресс. И когда баланс восстановится, мы опять дальше станем двигаться потихоньку. То есть нечто вроде жизни после глобальной ядерной войны, хотя и без ядерной войны, а из-за распространения зоны, уточнил он. Ну да, вроде того. И данный процесс, появление и развитие зоны вследствие нарушения баланса внутри человеческой цивилизации, как бы естественный ответ природы на это нарушение, которое она дала руками самих же людей, и ничего тут не поделаешь? Потому-то и не получается всю зону заполнить войсками, разобраться с ней окончательно. Само мироздание не позволяет? Естественный ход вещей на нашей планете? Ну, вроде того. Только это звучит так, будто мироздание или природа разумный, вроде это бог какой-то. Но на самом деле, можно ли сказать, что водопад — это ответ воды на силу притяжения земли? Так и здесь. Это не сознательный ответ природы, а бездомный, естественный процесс, один из, ну, законов Вселенной. Он молчал, допивая чай. Сзади донесся негромкий хлопок, будто резинкой щелкнули по коже. И я незаметно покосился вверх. Раздалось едва слышное «Кой!» Над коньком взлетел и упал на него лифчик. Старик перестал петь, поднял голову, прислушиваясь. Я поспешно спросил. — Что-то лицо у вас скептическое, Илья Львович. Не нравится моя теория? Налите мне еще чая, пожалуйста. Лифчик трепетал, как белый флаг капитуляции. Пока я наливал чай, то и дело из-под тяжка поглядывая в сторону козырька, старик сказал. — Так и не кажется она мне верной. Как со всем этим соотносится, к примеру, монолит? Я пожал плечами. — Да есть ли он? Над козырьком показалась всклокоченная светлая шевелюра. Раскрасневшийся пригоршня посмотрел вниз, встретился со мной взглядом. Пользуясь тем, что старик смотрел на площадь, я покрутил пальцем у виска. Напарник развел руками, как бы говоря, я не виноват, оно само вдруг взяло и улетело. Схватил лифчик и исчез. — Ради него многие сталкеры к центру зоны стремятся, — сказал Илья Львович. — Но это еще ничего не доказывает. Я взял бинокль и стал в него рассеянно смотреть, медленно вводя из стороны в сторону. И увидел три конные фигуры, появившиеся на краю поля там, где раньше стоял трактор, исчезнувший вместе с вертолетом. — Подъем, — сказал я. — Охотники приехали. Глава девятая Сегодня злой ходил без костыля. Охотники спешились, передав поводья Илье Львовичу, Марьяне и Блейку, подошли к нам, стоящему у входа в трактир. Позади седел были приторочены мешки, должно быть, там лежала подстреленная дичь. Злой сказал. — Знакомьтесь, парни, это химик и пригоршня, сталкеры, которых сюда аномалия зашвырнула недавно. А это смола, патриот и шрам. Никита вылупил на них глаза. Самым непримечательным в троице был шрам. Мужик со шрамом на щеке неопределенного возраста, в легкой шинели, под которой виднелись драный свитер и штаны. Небритое лицо его было сосредоточенным и слегка отрешенным. У патриота, молодого, с темными длинными волосами, щеки так запали, что, казалось, еще немного, и кожа лопнет, наружу выступят зубы. Видимо, чтобы скрыть этот недостаток, он и отпустил загибающиеся книзу усы, хотя для того, чтобы толком прикрыть щеки, они были жидковаты. Ну а смола был черным, как... Смола. Негр. Надо же. Впервые я видел в зоне самделишного афроамериканского негритоса. Росты и телосложения среднего в меховой куртке и штанах в синих резиновых сапогах. Шрам и патриот с берданками и ножами на ремнях, а у смолы на боку справа громоздкая деревянная кобура с крышкой и фуражка военная на голове, без кокарды. Он и патриот были одеты в меха, отчего напоминали зверобоев. Хотя нет, смогловатый патриот походил скорее на индейца, последнего из магийкан, а смола на бушмена из дебри амазонки, в фуражке. — Здоровенький булы! — произнес патриот не слишком доброжелательно. Шрам вообще на нас не отреагировал, а смола кивнул. Я с удивлением справился почти сразу, а вот при горшне еще пару секунд пялился на них, после чего, улыбнувшись, сказал. — Привет, хлопцы! Он доброжелательно подмигнул смоле и добавил. — Как там у вас в Эфиопии? — Секунду черный глядел на Никиту остекленевшим взглядом, будто не мог осознать услышанное. Потом лицо его исказилось. — Где? Ты что сказал? — на чистом русском захрипел он, выкатив глаза. — Ну, в Эфиопии! — продолжая широко улыбаться, повторил пригоршня. — Ты же оттуда? Эфиоп, а? — Сука! Да я тебя пристрелю! Ты твою мать! И чернокожий сталкер рванул деревянную крышку, под которой обнаружилась рукоять нагана. Лицо напарника стало растерянным. Шрам спокойно наблюдал за происходящим, а злой и патриот с двух сторон вцепились в смолу, ухватили его за плечи и руки, не позволяя вытащить оружие. Я шагнул вперед, оказавшись между ним и пригоршней. Сказал. — Ладно, не буянь. — Смола, расслабься! — добавил злой. — Заспокойся, брате! Это уже патриот. — А чего он? — хрепел Смола, пытаясь отпихнуть сталкеров и вырвать пистолет из кобуры. — Чего он обзывается? — Из-под Харькова я. Русский. Украинец. Русский. — Чего он, а? Какая Эфиопия? Я и не знаю, где это. — Ты наш хлопец, братыко. Ширый украинец. С першого погляду видно, — уговаривал его патриот. — То він москаль. Шо з них взяти? З москалів чертовых. — Какой же я москаль? — удивился Пригоршня. — Отсюда я, местный. Это вот он. Напарник ткнула в меня пальцем. — Он москаль. Я кивнул. — Ага, я потомственный москаль. Остыл? — Эфиоп, — говорит. Продолжал бубнить Смола, убирая, наконец, руку с кобуры. — Да я из-под Харькова. — Эфиоп. Всю жизнь здесь. Пять лет зону топчу, а он... — Ну, извини, браток, — сказал Никита, все еще ошарашенный наскоком. — Местный так местный. Я просто не сразу увидел. Когда инцидент был более-менее исчерпан, злой велел всем заходить в трактир. Лошади оставили под дверями, подошедшая Настасья Петровна с Ильей Львовичем и Марьяной принялись их разгружать. — Шо тут так и сталося? — удивился патриот, теребя себя за ус. Залку и как раз чистили, но мебели новой не поставили, видно, взять ее было неоткуда. Лишь у окна появились две расположенные буквы Г низкие лавки. Мы сели на них, после чего злой вкратце описал произошедшее, начиная с нашего появления в поселке. — Так что, если оружие не раздобудем, конец нам, — заключил он свой рассказ. И доставить его сюда надо прямо сейчас, чтобы ночью окопаться и уже с утра к нападению быть готовым. Вояк не так уж и много, да еще эти двое недавно многих постреляли, так что справиться с ними мы сможем, но стволы обязательно нужны. — Вот те, какие вон и не сграбы, — проворчал патриот, покосившись на меня с Нигитой. — Взял это и висковым вертолит выдал. — Наклонившись к напарнику, я тихо спросил. — Что он сказал? Пригоршин негромко ответил. — Говорит, идиоты мои, что вертушку прохлопали, отдали ее военным. Наступила тишина, все переваривали рассказ злого. — Так может, не просто за оружием туда, может, всем на этот склад и переехать? — предложил вдруг смола, снимая с головы фуражку и принимаясь чесать нагло бритый бугристый череп. — Там такое место, что оборону легко держать. — Легче, чем здесь. — Сто процентов, это я вам говорю. Предложение было неожиданным. Присутствующие молчали, не зная, что тут сказать, и наш афроамериканский друг победно оглядел сталкеров всех, кроме Пригоршни, на которого лишь презрительно покосился. — Мол, а ты говорил из Эфиопии, а я вон какой умный. — Жрать там что? — Наконец тихо спросил Шрам. Все переглянулись и закивали. — Как это что? Как это что? — ответил смола, помахал фуражкой, соображая, что ответить. — И надо же, сообразил. — А мы с собой возьмем. — В руках понесем? — уточнил Шрам. — Нет, зачем? На лошадях. Шрам повернулся к злому и спросил. — Сколько людей осталось? — Десять мужиков в поселке. Старики в основном, — сказал сталкер. — Не такие древние, как Львович, но в возрасте уже. Половина из них — пьяницы трясущиеся. Четверо женщин, из них молодая только Марьяна. Шрам опустил взгляд, что-то прикидывая. Потом заговорил твердо, уверенно, но все так же тихо. — Столько народу туда перевезти, шум будет в дороге. И еды много надо с собой взять. А сейчас вояки на стороже, тем более, если у них вертолет. — Без топлива, — ставил я. Сидящий рядом пригоршный кашлянул и заерзал. — Что? — спросил я. — Ну, вообще-то там еще полно топлива в вертолете. — Что ж ты сказал, что закончилось? Все, в том числе и подошедшая Марьяна, уставились на напарника. Он развел руками. В основном баке закончилось, он литров на пятьсот где-то. А на этой модели еще система из трех дополнительных емкостей установлена. Это я потом увидел, когда уже возле трактора его посадил и вылез. Просто, чтобы на нее переключиться, надо покопаться в нем, шланги перекинуть, вентили. У меня тогда не было времени заняться. Это же на час работы, если не знаешь хорошо, что к чему. Рядом стреляют. Так я решил, после вернемся с тобой, поглядим и сделаем. — Ну и вот, — заключил он. — Тихо, — сказал патриот, — оказавный москаль. Пригоршня напрягся, посерьезнел, повернувшись к смуглому, спросил. — Ты откуда, патриот? Львовский, небось? Собеседник подбоченился. — Не, звано-франкивщины мы. — Давно в зоне. — Семь год вже. — А ты знаешь, патриот, что пока ты тут, москали в космос улетели? — Шо, в Си? — Да нет, только трое. — А-а-а, — разочарованно протянул западенец, но потом понял, что над ним издеваются, и вскинулся. — Ты чего это, а? — Та ты расист? — Но это на люгах хренов. Смолока наглаго обезвав, шо він з Эфиопии якоюсь. А теперь до меня пристав. — Вы, рідную ненку, Украину заполонили, империалисты кляті. Навіть зону нашу і ту захопили интервенты. А це наша зона, незалежна, геть звідси. — Та я тебя зараз убью. Вдруг совсем возбудился он. — Да мені жі ствол для цього не знадобиця. Я тобі галю ручь голову ввідкручу і в дупу засуду. А ну дайте мені москальській кровішкі попыти. Та я... Он привстал, закатывая рукав. Никита рыкнул. — Вот націоналиста слышу. И то же приподнялся, сжимаю кулаки. И тогда Шрам коротко бросил. — Заткнулись оба! И так у него эта веска получилась, с таким выражением слова были произнесены, что спорщики растеряно плюхнулись обратно на лавки, а патриот даже слегка вжал голову в плечи. — Что такое дупа? — спросил я, ни к кому конкретно не обращаясь и приглядываясь к Шраму. Странный человек. Что-то было в его лице. Вроде и молодой, не старше Никиты, но в то же время он казался древнее Ильи Львовича. Лицо лишено эмоций и словно отечные, обвислые. И глаза. Плеклые, прозрачные, внимательно отрешенные. Мне не ответили, но обстановка в трактире разрядилась. Как раз Настасья Петровна с Марьяной принесли охотникам поесть и стаканы, а Илья Львович прошаркал к лавкам, прижимая к груди уже знакомую трехлитровую банку. Все выпили, я тоже плеснул себе на самое дно стакана. Старик сел с нами. Настасья Петровна ушла, а Марьяна встала в стороне возле стены, чтобы слышать, о чем говорят. — Через пару часов пойдем, — объявил Смолан, глядя на патриота и Шрама. — Правильно я говорю, хлопцы? — Так, — кивнул Смуглый. — Поспать и треба хоть штрохи. — Спите, — разрешил злой, — но два часа, не больше. А потом сразу идем. Нас шестеро получается. Нет, семеро, еще ж Блейк. Телегу с собой захватим и... — Злой, вы забыли про мотоповозку, — произнес Илья Львович. — Да там же бензина нет, — начал сталкер и замолчал, сообразив, что говорит глупость. Илья Львович покивал. — Мы с девушками, Настасьей Петровной и Марьяночкой, вчера полдня бензин из мотоциклов и броневика сливали. Так и бензина у нас теперь полно, злой. Пока Никита ловил безумного, а остальные готовили мотоповозку, я прошелся по селению, осмотрел место, где раньше стоял трактор, возле которого напарник посадил вертолет. Оттуда вдаль тянулись глубокие колеи. Обогнул коровники и вышел к трактиру сзади. Все это время не убирая руки с оружия и прислушиваясь, не загудят ли моторы. Дверь, ведущая на кухню, открылась, показалась Марьяно, скорее всего, увидевшая меня в окно. Огляделась, вокруг никого не было, приглушенные голоса и по временам всполошенное ржание безумного доносились из-за трактира. Шагнула ко мне и вдруг, приподнявшись на цыпочках, обхватила за шею. «Химик!» — хрипло прошептала девица и прижалась всем телом, впившись губами в мои губы. Я стояла, опустив руки, не пытаясь обнять ее. Марьяна несколько секунд терлась об меня, потом слегка отстранилась, заглядывая в глаза. «А я все думал, как это носы целоваться не мешают?» — насмешливо произнес я. «А теперь вижу, не мешают». «Химик!» — повторила она страстно. «А как же пригоршня?» «При чем тут пригоршня?» — удивилась она. «Химик, я...» «Решила заручиться поддержкой обоих?» Девица недоуменно моргнула. «Ага, ну конечно, она ведь не знала, что я тогда видел их в коридоре». Я сказал, «Девочек у нас действительно дефицит, но не до такой же степени». Красивое кукольное личико Марьяны вспыхнуло, и на мгновение мне показалось, что она сейчас попытается дать мне пощечину, а то и пнуть коленкой между ног, что было бы больше в ее стиле. Но девица сдержалась, лишь спросила. «О чем ты?» «О том, что ты меня не заводишь, детка». «Почему это?» Теперь она точно удивилась, не на шутку. «Почему? А ты привыкла, что при твоем появлении эрекция начинается даже у пней?» После этого она, наконец, отпустила мою шею, уперлась кулаками в грудь и оттолкнула... вернее, сама оттолкнулась от меня, отступила на пару шагов. «Иди лучше к злому», — сказал я. «Он надежный мужик, хоть и злой». Лицо Марьяны стало красным, как свежий бурак. Она что-то пробормотала, плюнула мне под ноги, развернулась и ушла обратно в трактир. Мы покинули поселок Засветло. Мотоповозка оказалась неказистым устройством. Передняя часть мопеда, а за ним открытый квадратный кузов из жести на двух мотоциклетных колесах. Под кузовом приварен бак и провешена трансмиссия. Злой сказал, что если получится захватить все оружие и боеприпас, который он хочет взять, то мощности мотоповозки не хватит. Поэтому снарядили еще телегу с безумным. Им управлял, естественно, Никита, единственный, кому ласковым бормотанием и поглаживанием более-менее удавалось привести коня в чувство. Несмотря на увещевание возницы, Пегий всю дорогу косил выпученным глазом в сторону мотоповозки, лязгающей, тарахтящей, плюющейся дымом, и постоянно пытался боком отойти подальше, каждый раз чуть не сваливаясь во враг на обочине. Охотники ехали верхом, Никита в одиночестве на телеге, а мы со злым и Уильямом на мотоповозке, причем сталкер сидел за рулем. Помимо старых берданок и нашего с напарником оружия, на месте подстреленной нами техники удалось найти еще пару автоматов, пистолеты и ручной пулемет, выпущенный из рук лесником после того, как япнул байкера. На пулемет сразу наложил свою черную лапу смола. Негр так радовался, так скалил крупные снежно-белые зубы, прижимая оружие к животу, что никто больше не решился претендовать на него. — Если возле водопада стрельба поднимется, на заводе военном слышно будет? — спросил я. Злой задумался, прикидывая. — Нет, вряд ли. Там же вода шумит, заглушает. Да плюс до завода далеко все же. — Это хорошо. Потому что вчера мы там кабанов видели, на берегу. Необычных, мутантов. Подъедем, если они снова там окажутся, то придется по ним сразу. Но кабанов у озера не оказалось. Патриот объявил об этом, поглядев в бинокль, когда мы, обогнув болотце и растущий за ним ельник, достигли пологого склона, внизу которого поблескивал голубым вода. Каменный карниз, плавной дугой тянувшийся от земли, пока скрывал от нас водопад, хотя гул сюда доносился. — Так, теперь слушайте, — велел злой, глуша мотор. Когда все остановились и повернулись к нам, он выпрямился в кузове. — Излагаю план. К складу поднимаемся по этому козырьку. Вверху он метра три шириной, но у земли уже. Лошади там пройдут, а повозки не пройдут. Их внизу оставляем. — Безумный тоже не проедет, — вставил пригоршня. — Не перебивай, малый! Все же злой внял реплики и с сомнением поглядел на Пегова. — Да, этот не проедет, упадет в обморок. — Тогда его тоже оставляем, рядом с озером. — С нашей стороны на берегу кусты растут, неподалеку от того места, где козырек к земле подходит. Вот там и спрячем. — Повозку рядом поставим, берем факелы и наверх. — Охранник там должен остаться, — сказал я. — Да не перебивайте меня! — О чем я? — Да. Охранника надо оставить, потому что ежели кабаны или псы... — Так, кто внизу стеречь будет? Все почему-то сразу посмотрели на Уильяма. Я решил, что он начнет протестовать, но когда злой приказал — ты будешь, лишь кивнул в ответ, видно, не забыл еще солдатскую дисциплину. — Значит, пацан дежурит, а мы наверх. Лошадей за собой ведем. — Малый, — обратился злой к напарнику, — ты впереди, вместе со шрамом. Потом... — А чего не я впереди? — встрял Смола. — У меня же пулемет. — Да я сто процентов! Цыц! — рявкнул злой, начиная багроветь, и чернокожий смолк. — Я сказал, впереди пригоршня и шрам, что неясно. Смола опустил голову, потупив глаза. — Вот так вот. — Значит, ты, Смола, за ними, вместе с патриотом, и вы всех трех лошадей ведете, чтобы у шрама руки свободны были. И потому тебе лучше пулемет пригоршня отдать, он и здоровее будет. Тут Смола возмущенно вскинул голову. — Вижу, пороже, что не отдашь. — Ладно, тогда и пулемет понесешь, и коня будешь вести. А патриот — двух коней. С этим ясно? — Хорошо. Значит, мы с Химиком, последние, прикрываем и вниз глядим. Уильям, ты на телеге не сидишь и ворон не считаешь, а стоишь во весь рост с автоматом в руках, смотришь над кустами, чтобы кабаны не выскочили. А я и Химик сверху тоже на озеро поглядываем, на берега, и ежели увидим то, что ты увидеть еще не успел, свистим тебя сверху или кричим. — Ясно, нет? Блейк вместо ответа отдал честь. Злой довольно кивнул, и тогда и сказал. — С этим понятно. А наверху что? Сталкер протянул руку. Патриот вложил в нее бинокль, и злой стал разглядывать верхнюю часть козырька. — Эх, — сказал он, опуская бинокль, — не тот я уже, что раньше. Память хреновая стала. Мы, Химик, там не вчера были, и не месяц назад. И только один раз, поэтому я плохо помню, как там внутри. Склад в скале за будкой, это точно. От нее ход в гору ведет, немного под углом вниз. Это тоже точно. — То есть там вроде пещеры что-то, — уточнил я. — Пещера, не пещера, а ходы такие. — Ну да, типа того, только это искусственная пещера, понимаешь? — Пробили, что ли, взрывами? — Да, наверное. Внутри не заблудимся, там все просто. — Значит, дальше выходит так. Когда до будки добираемся, оставляем коней снаружи. С ними патриот на стреме стоит. — Патриот, понял? — Добро, — ответил тот. — Стоишь, ствол направив внутрь, в дверь будки, и глядишь, чтобы ничего не появилось оттуда. Стреляешь по всему, что шевелится. Кроме нас, конечно. — Взразумиев. — А на козырьке монстра-то твой находиться не может? — Снаружи, — спросил я. — Хрен его знает. Может, снаружи, может, внутри. Потому я и говорю, поднимаемся осторожно. И шрам с пригоршня во голове. Они у нас самые резкие парни. Я покосился на невозмутимое отечное лицо шрама, на его странные глаза, и решил, что он все-таки покруче смолы с патриотом вместе взятых будет. — Возражение есть, химик? — поинтересовался злой. — Вроде нет, — сказал я. — Ну вот. Что я говорил? — Да, патриот под будкой, мы внутрь. — Ну и там действуем по обстоятельствам. Там уж нечего заранее планировать. Оружие, ящики с патронами вытаскиваем, заворачиваем. Злой ткнул пальцем в сторону телеги, на которой лежало несколько больших кусков мешковины. На лошадей вьючим. Обвешиваем их с ног до головы. Сами обвешиваемся. И вниз тащим. Кладем на телегу и в кузов. Если время останется, не совсем темно будет, и если не появится никто, повторяем еще раз весь путь. Чем больше унести сможем, тем для нас же лучше. — Все ясно. Есть еще вопросы? Я спросил. — Внутри какое освещение? — Тогда лампочки на проводах по стенам висели, а у двери рубильник. Мы включили, они засветились. Но теперь... — До сих пор они горят или нет? Точно не скажешь. Потому что зона. — Это да, — согласился Пригоршня. Рядом с нычкой курильщика за лесом как-то на опушке запорожец стоял, двигателем урчал. Два года почти без перерыва. Уже он сгнил совсем, а мотор работает и работает. — И шо с ним дали сталося? — заинтересовался патриот. Никита развел руками. — Взорвался. — Шо? Вот так, выбухнув? — Ага. Взял да и выбухнул. На всю. На всю Ивановскую. А почему — неизвестно. — Вот таке! — протянул патриот и подергал себя за ус. — Идти пора, — негромко сказал Шрам, и все как по команде повернулись к нему. Вечереть начинает. У железной будки была плоская ржавая крыша на высоте моей головы и прикрытая дверь с ушками, на одном из которых висел сломанный замок. С правой стороны между будкой и склоном темнела земляная горка. Из нее рос чахлый кустик, к которому смола с патриотом привязали лошадей. Мы все остановились, перевели дух. Под спудно каждый ожидал, что неведомое чудовище объявится, пока мы будем взбираться по козырьку, но подъем прошел без приключений. Я встал на краю рядом с пригоршней, злым и шрамом. Прямо из-под наших ног, вернее, из-под каменного карниза, лился бурля и пенис не слишком мощный поток воды и падал в озеро, по которому гуляла непрерывная рябь мелких волн. Высота такая, будто стоишь на крыше девятиэтажки. Звук, как в душевой, когда до упора выкручено с десяток кранов, и решетчатые лейки низвергают на кафельный пол тугие струи. Небо медленно серело, а трощи на левом берегу наползали тени. А на правом, за пышными зарослями, почти вплотную к склону, стояла телега. Впряженный в нее конь щипал траву, и возле борта возвышался Уильям с автоматом на изготовку, выглядывая из-за кустов. Чуть в стороне приткнулась мотоповозка. Я поглядел вдоль склона, но без бинокля коробки заводских цехов увидеть не смог, слишком близко к горе они стояли. Зато очень смутно разобрал бетонную площадку и тянувшуюся к ней ровную асфальтовую дорогу. Когда злой шагнул от края, я повернулся за ним. Сталкер склонился над замком, выпрямился и сказал. В будке ведра стояли, когда мы в тот раз приходили, и ящики из-под пайков, но пустые. Приготовьтесь. Когда в сторону двери глядело восемь стволов, злой осторожно высвободил душку замка из ушка и надавил ладонью, сжимая берданку в другой руке. С мучительным протяжным скрипом дверь отворилась, показав сумеречную внутренность будки. Там все было так, как Сталкер и описывал. На половину сломанные ящики под стеной, дырявые ведра, а еще метла в углу. В дальней стене вторая дверь, покрытая облупившейся краской. Сбоку на стене рубильник. Сталкер шагнул внутрь. Факелы давайте. К седлу одной из лошадей был приторочен сверток мешковины. Патриот отстегнул его, положив на камень, развернул. Там находилось с десяток палок и железных стержней с тряпьем на концах. На каждый факел брызнули бензином. У Злова, Шрама и Пригоршни были фонарики. Я свой посеял еще, кажется, в Чернобыле. Но они все равно взяли по факелу, как и мы со смолой. Я полез было за зажигалкой, но Чернокожий уже достал свою, длинную, из турбонаддувом. Она загудела, выпустив тонкое жало огня. Факелы разгорелись, запахло горячей смолой и немного бензином. Старый Сталкер шагнул к рубильнику. С этого места он мог ногой раскрыть вторую дверь. — Шрам, смола, внутрь, возле меня встаньте! — скомандовал он. — Химик, Пригоршня, под другой стеной! Мы так и сделали. В одной руке каждый сжимал факел, во второй — оружие. Пригоршня и смола опустились на одно колено. Мы со Шрамом подняли стволы над их головами. В наружную дверь заглянул Патриот, огляделся и присел с ружьем на изготовку. — Готовы? — спросил злой. — Не, погоди! Никита вонзил свой факел в землю, снял с перевязи гранату и зажал ее в отведенной назад руке так, что она оказалась перед самым моим носом. Я заметил, что большой его палец согнут и просунут в чеку, который напарник мог теперь сорвать одним движением и тут же швырнуть гранату, не используя вторую руку, в которой был автомат. — Ну! — недовольно спросил злой. Пригоршня кивнул. — Ага, в порядке теперь. — С нами черный сталкер. Пробормотал злой, опустил рубильник и ногой сильно толкнул дверь, которая со скрипом отворилась. Глава десятая Зажегся тусклый свет и озарил длинный каменный коридор. Потолок низкий, пол выложен железными решетчатыми плитами, вдоль стен на вбитых в трещины крюках висит черный кабель, на нем патроны с обычными стоваттными лампочками, из которых светится, дай бог, чтобы треть. Они потрескивали и помигивали, одна у нас на глазах с тихим щелчком перегорела. Я услышал, как кто-то медленно выпустил воздух сквозь зубы. Коридор уходил в гору метров на двадцать. В конце освещение становилось совсем тусклым, но все равно можно было различить, что там находится пещера, заставленная какими-то предметами. — Лично я никого не вижу, сто процентов, — произнес смола и оглянулся. — А ты, братан? — Я тоже не бачу ничего страшного, — подтвердил патриот. — Тайны козырьку никого не заустрилай. Злой, может, це твое чудовисько сдохло давно, а? Скільки часу пройшло? — Чого у меня тут стовбычи ты? Давайте я с вами пиду. — Не расслабляться, — прошепел злой. — Действуем по плану. — Патриот, стоять, где сказано. — Да ладно, — заразумив. Злой пригнулся, выставив перед собой берданку. Мы все продолжали целиться, хотя в коридоре было пусто. Внутрь шел хорошо ощутимый сквозняк, значит, где-то в помещении на другом конце есть ход или отверстие, ведущее еще куда-то. Лампочки чуть покачивались в потоке воздуха, на неровном каменном полу под решетчатыми плитами туда-сюда двигались перекрещенные полоски теней. — Пригоршня, видишь справа тюк? — спросил злой. Напарник кивнул. Метрах в пяти от нас лежал большой сверток поролона, какие можно увидеть на стройке. — Туда давай. Заляг, чтоб коридор дальше простреливать. И прикрывай нас. Мы за тобой. — Сделаем, — сказал Никита. Он на корточках подобрался ближе к двери, убрал гранату, приподнялся, собираясь броситься в коридор мимо смолы, злого и шрама, и тут последний поднял голову, прислушиваясь. Одновременно я сказал — сзади. Салязгав оружием, мы повернулись. Гул водопада помешал нам услышать шум винтов раньше. Со спиной патриота, который не услыхал моей реплики и удивленно смотрел на нас, из-за козырька взлетел вертолет. Он был совсем близко, еще пару метров и винт зацепит склон. За лобовым стеклом на месте пилота сидел капитан Пирсник, возле выломанной дверцы лесник, а между ними, в глубине кабины, кто-то еще, толком я не смог разглядеть. Стволы пулемета были обращены точно в дверь будки. Они начали вращаться. Патриот что-то выкрикнул. Из-за рокота винта слов мы не разобрали. Развернулся, вскинул автомат. И спас жизнь нам всем. В тесном пространстве будки пули превратили бы нас в жаркое. Патриот подался вперед, собираясь открыть огонь, но лесник успел первым. — В туннель! — страшным голосом заорал злой. Грохот заглушил и шум водопада, и рокот винта. Патриот дернулся, выпустив автомат. Широко расставил руки и перекрыл весь проем, упершись локтями в его края. Тело содрогалось, словно его била крупная дрожь. Это пули врезались в грудь и живот. Толкая друг друга, падая и вскрикивая, мы бросились в каменный коридор. Решетчатые плиты под ногами ходили ходуном. Лампочки качались, будто пьяные. Наши тени кружились, вытягиваясь до низкого потолка и сжимаясь под ботинками. На бегу я оглянулся. Тело патриота из дверного проема исчезло. Но в прямоугольнике вечернего света не был виден вертолет. Лишь его лыжи маячили над верхним краем, медленно поворачиваясь. Ну, конечно, ведь эта машина не предназначена для такого оружия, слишком легкая. Отдача качнула ее назад, и капитану Пирснику пришлось как-то справляться с этим. А пилотом он вряд ли был намного более опытным, чем напарник, который, помнится, тоже мучился с управлением. Потом коридор наполнился грохотом, и я увидел, как будка корежится, железный потолок проламывается, вминается внутрь. Этот лесник, наклонив джойстик, поливал ее огнем сверху. Я обо что-то споткнулся и не упал лишь потому, что пригоршня схватил меня сзади за воротник и сильно толкнул, придав дополнительное ускорение. Плиты закончились. Я успел оттолкнуться от края последней и перепрыгнул через пару стоящих один на другом ящиков с армейским клеймом на боках. Круглые помещения, провода по стенам, две одинокие лампочки на них, хорошо, что обе еще работают, и ящики, ящики вокруг. Некоторые длинные, другие будто кубики из детского конструктора, только больших размеров. Одни целые, у вторых стенки пробиты, наружу высыпались патроны или мелкие пенопластовые кругляши. Пахнет машинным маслом, скипидаром и трухлявым деревом. Под стеной длинный стеллаж из сваренных труб и тонких досок. В нем автоматы Калашникова. Два десятка, не меньше, выстроились редком, торчат изогнутые рожки. Под стеной ящики громоздились почти до потолка. — Баррикаду! Быстро! — заорал злой. Пригоршня со шрамом схватили длинный тяжелый ящик и подтащили к проходу, через который мы все попали сюда. Тут только я понял, что до сих пор сжимаю факел, толстый пруд с горящей паклей на конце, и вонзил его в щель, после чего стал помогать. Но баррикаду мы толком сделать не успели. В небольшом проеме, едва видимом на другом конце коридора, что-то мелькнуло, и помещение вновь наполнил грохот. Я рухнул, выпустив УЗИ и накрыл голову руками. Закачались, взрываясь одна за другой, лампочки на кабелях, бушующая в юго теней наполнила коридор. Пули врезались в дерево, ломая доски. Что-то звенело и лязгало. Грохот смолк. — Не может вертушку на месте удержать! — выкрикнул Никита, приподнимая голову. Мы с ним оказались ближе всех к коридору, остальные трое залегли дальше, возле груды ящиков. Напарник оглянулся. — Злой, слышишь? У них не получается с вертолета долго огонь вести, его относят сразу. — Здесь другой выход есть! — выкрикнул в ответ старый сталкер, лежащий немного в стороне. — Вы двое, коридор контролируйте, а мы расчистим пока. Шрам, смола и злой начали вытягивать ящики из груды и оттаскивать в сторону. Я лег на живот, попал локтем в кучу высыпавшихся патронов, перебрался немного правее и вновь улегся, выставив над баррикадой ствол УЗИ. Сбоку от меня пригоршня сел, прижавшись спиной к стене, перезарядил ФН и посмотрел вдоль коридора. Там горело лишь две лампочки, от остальных ничего не осталось. Одна из тех, что светилась на складе, тоже погасла, разбитая взлетевшим обломком доски, так что здесь стало полутемно. В сумерках сновали силуэты, звучали скрип, ругань злого. Груда под стеной уменьшилась на треть, над ней уже показался узкий край прохода, в который из пещеры шел сильный ток воздуха. — Лезет кто-то, — сказал я, целясь. Далеко-далеко маячил светлый, но с каждой минутой темнеющий, ведь наступил вечер, проем на том месте, где раньше была дверь будки, а теперь, скорее всего, остался лишь искореженный пулями перекрученный металл. В проеме что-то мелькнуло. — Граната! — пригоршня выстрелил и повалился на бок, за баррикаду. Но это оказалось не граната, а дымовая шашка. Она упала недалеко от нас. Светло-серые клубы поползли во все стороны, быстро поднимаясь к потолку. Вскочив на колени, я начал стрелять, и тут рожок закончился. Бросив УЗИ, схватился за пистолет. Дым заволок уже весь коридор, но какая-то вентиляция здесь все же была, и он не просто повис в воздухе. Струи его изгибались, вытягиваясь под потолком, следуя воздушному течению. Сквозь них едва пробивался свет оставшихся лампочек. Закашлившись, я обернулся. В пещере дыма было меньше, сквозняк выдувал его отсюда, но ящиков и тех, кто их разгребал, я не увидел. Откуда-то сбоку вынырнул пригоршня с моим факелом в руках. Размахнулся и швырнул его. С гудением вращаясь, тот улетел, дым позади завился широкими кольцами, розовое пятно еще секунду было видно, затем пропало. — Злой! — выкрикнул пригоршня. — Как там у вас? Сталкер не ответил, и напарник приподнялся, собираясь подбежать к ним. Но тут я сказал... — Идет кто-то. — Что? — он повернулся обратно. — Где? Не вижу. Потом мы одновременно выстрелили. Из дыма, который в коридоре был куда плотнее, чем здесь, что-то неслось прямо на нас. Пули врезались в тело, и оно свалилось на остатки баррикады. Патриота теперь было трудно узнать. Мне это удалось лишь по усам. Спутанные черные волосы еще виднелись на развороченной кровавой маске, в которую превратилось смуглое лицо. Тот, кто швырнул его в нас, прыгнул следом. В руках лесника был УЗИ, такой же, как у меня. Великан навис над нами, пригоршню выстрелил снизу вверх, пуля ударила в автомат, и тот подскочил, вывернулся из толстых коротких пальцев, вращаясь, улетел в сторону. Не издав ни звука, лесник нагнулся, будто молотобоец, и как кувалду опустил кулак на голову напарника. Я выстрелил почти в упор, попал в левую руку, а потом тот же кулак врезался мне в грудь. Задымленный мир опрокинулся. Меня отбросило назад. Выпустив пистолет, я врезался спиной в ящики и проломил один. На голову со звоном посыпались патроны. Я закашлялся, захрипел, перекатился на бок и пополз в сторону. Краем глаза увидел, что второй проход наполовину свободен, дым потоком вливался в него. И никого, кроме нас троих, в пещере-складе уже нет. Повернулся, пытаясь встать. Напарник принял стойку карате. Лесник, перешагнув через остатки баррикады, поднял руки, как в боксе, наклонив голову, двинулся к нему и вдруг ударил левой. Пригоршник очнулся. Видно было, что он все еще не пришел в себя после первого удара. Уклонился, чуть пригнувшись, шагнул в сторону и рубанул ребром ладони по шее. С тем же успехом он мог бить слона. Напарник ударил ногой, но великан, неожиданно быстрым для такого жирного здоровяка движением, перехватил ее, дернул и крутанул. Никита сделал боковое сальто, как тогда, когда сломал шею темному на крыльце горного домика, но в этот раз упал неудачно, шмякнулся на каменный пол ребрами и вскрикнул. Лесник склонился над ним, сдавил ладонями голову и стал поворачивать, явно намереваясь отвинтить ее. Напарник приподнялся, кряхтя, упал обратно на пол, вцепился в толстые запястья, не в силах оторвать могучие руки от своего черепа. Он застонал. Я к тому времени отполз на пару шагов в сторону, и когда услышал стон, вскочив, прыгнул на лесника сзади. Повис на его спине, попытался придушить великана, а он напряг шею, и моя рука сама собой стала разгибаться в локте. Зато другую я просунул над его плечом. Под пальцами оказалось что-то железное, скользкое. Я вцепился и рванул, что было сил. Брызнула кровь. Лесник выпрямился, отпустив Никиту. Я увидел, что держу в руке серебряный черепок на железном кольце, от которого тянется цепочка, соединяющая его с... Что это за большой ком? Мягкий, бледно-розовый, залитый кровью? Ухо лесника. Ну, не все ухо, а где-то треть, но все равно очень большое. Он зарычал. Я оттолкнулся коленями от его спины, отскочил и присел. Кулак пронесся над головой, когда великан обернулся, наотмашь рубанув воздух. Швырнув кусок уха ему в глаза, я бросился мимо лесника, схватил за плечи пытающегося встать на ноги Никиту и потащил к растищенному проходу. Этот коридор был куда уже туннеля, по которому мы попали в пещеру. Здесь даже невозможно было встать в полный рост. «Злой!» — выкрикнул я, когда мы с напарником нырнули туда, перебравшись через последние ящики. «Шрам!» Никто не откликнулся. Они убежали далеко вперед. Пригоршня еще плохо соображал, что происходит. На бегу он морщился, тер шею, то и дело спотыкаясь. Стало темнее, ход изогнулся вправо, затем пошел вверх под крутым углом, так что пришлось опуститься на четвереньки. Под ногами был обычный камень, а не железные решетки. Впереди возник свет, и мы поползли быстрее. Теперь стал слышен рокот винта, гул водопада и то и дело прорывающиеся сквозь них стрекотания автоматов. «Ты как?» — спросил я. «Лучше!» — хрипнул он из темноты. «Только шея отвалится сейчас вместе с башкой. Но я этого гада урою еще. Мы с ним встретимся, попомни мое слово. Я ему руки вырву и в ноздри вставлю». Впереди замаячило круглое отверстие диаметром чуть больше метра, сквозь которое лился тусклый свет. Коридор стал более пологим. Мы перебрались через ржавую решетку, когда-то закрывавшую проем, и легли плечом к плечу, осторожно выставив головы наружу. Вертолет летел прочь от нас вдоль склона. Приближалась ночь, небо потемнело. Отверстие располагалось несколько выше и чуть в стороне от железной будки. Прямо под нами был каменный уступ, так что разглядеть этот ход снизу было тяжело. «Ах ты! Всех коней перемочили, уроды!» — с чувством произнес напарник, высовываясь дальше. Упершись локтями в выступ, я тоже посмотрел. Две лошади лежали возле будки, из остатков которой торчали чьи-то ноги, третья пыталась подняться, тергая шеей, и вновь падала. Солдат с автоматом, стоящий рядом, вдруг наклонился и вонзил в длинную шею нож. «Сука!» — Никита завозился, выбираясь. Я попытался схватить его за плечо, но тут взгляд случайно упал на озеро. Асфальтовая дорога, бетонный квадрат. Я вспомнил. Вспомнил, где видел нечто похожее. Там было кое-что еще, надо только сообразить, что именно. Напарник уже исчез из виду, спрыгнув вниз. Оттуда донесся короткий вскрик. Когда я на ходу соскользнул со склона, неподвижное тело солдата лежало на мертвых конях, а Никита присел под будкой, прижавшись к ней, смотрел вслед вертолету. Он кивнул на калаш с треснувшим прикладом, валявшийся возле смятой будки, и я схватил оружие. Сам пригоршнево оружился валом, а у его ног лежали два больших армейских ножа. — Возьми один, — начал он. Дальнейшие слова заглушил грохот сразу нескольких автоматов. — Куда наши делись? — прокричал я, но он не услышал. Мы одновременно выглянули и увидели, как по козырьку поднимается с десяток солдат. Видно было, что солдаты не бегут к нам, но убегают. То и дело, оглядываясь, они стреляли в воздух, сквозь который вдруг пронеслась тень, на мгновение стала более четкой, потом вновь исчезла, и тут же последний солдат взлетел, расставив руки и ноги, заорал, а после голова его отделилась от шеи, взвелась, напоминая красную комету. Тело полетело вниз, голова, подскакивая, как футбольный мяч, покатилась по козырьку. Двое солдат, слишком перепуганные, чтобы соображать, прыгнули. Но озеро начиналось дальше, а под ними были лишь кусты. Один рухнул туда, с треском ломая ветви, и остался лежать неподвижно. Второй свалился на мотоповозку, сломав кузов. Повозка была единственным, что стояло в зарослях. Уильям Блейк и телега с безумным исчезли. «Телеги нет!» – прокричал я. – Видишь? Шестеро или семеро оставшихся солдат мчались по козырьку, то и дело оглядываясь. Кто-то орал от ужаса. Тварь, возникшая была позади бегущих, вновь стала невидимой. В сумерках я разглядел лишь смутную тень, скользнувшую вдоль склона. На одно мгновение она обозначилась четче, а после будто разлилась по воздуху, расползлась пеленой, которая заструилась вслед беспорядочно стреляющим солдатам, нагоняя их. Тем временем вертолет повис между землей и остатками железной будки, развернулся кабиной к козырьку. Мы с напарником глянули друг на друга. — Может, из такой дуры химеру и получится завалить? — с сомнением крикнул Никита. Стволы завращались, грохот накрыл озеро, и позади солдат из склона над козырьком ударил фонтан каменного крошева. Машина качнулась, отлетая назад. Оставшиеся в живых были всего в нескольких метрах, и вот-вот заметят нас. Преследующая их химера, одно из самых таинственных порождений зоны, обладающая феноменальной способностью к мимикрии, могла погибнуть под огнем вертолета, а могла и выжить. Пригоршня сказал. — На счет три. — Раз. — Два. — Я схватил его за локоть. — Вон! — Что? — Прыгаем, химик. — Медведь! — Где? — В кабине между капитаном и лесником сидит. Дробное грохотание, с которым пули врезались в камень, нарастало, будто прямо на нас неслось стадо буйволов. Пыль наполнила воздух, склон дрожал, небольшие глыбы отваливались от него и падали вниз. — Вижу! — прокричал напарник. — Потом разберемся. — Давай! Выскочив из-за будки, мы сделали три шага, оттолкнулись от козырька и прыгнули. Часть третья. Закоулки пространства. Глава первая. Пулемет ненадолго смолк, а рокот винта стал громче. Вертушка разворачивалась, по крутой дуге направляясь к озеру. Хорошо, что я во всей этой суматохе не потерял браунинг. Водоем был мелким, я думал куда глубже, и потому так вмазался выпрямленными ногами в дно, что они чуть не ушли в тело до самых ступней. Колени хрустнули, я выпустил изо рта гроздь пузырей, согнул колени и оттолкнулся наискость, торпедой прошив воду. Многоячеистый контейнер был тяжеловат, но не настолько, чтобы помешать мне доплыть. Слыша отдаленный стук автоматов и быстро нарастающий рокот мы выбрались на дальний от склона берег. Топкий, поросший осокой. Никита сразу показал жестом, чтобы я молчал и вообще не отсвечивал. Измазанный мокрой грязью с ног до головы, как Шварценеггер после бегства от хищника, низко пригибаясь, мы проскочили через сухо шелестящие заросли и лишь на другой стороне оглянулись. «Ходу, ходу!» Он летел прямо на нас, невысоко над озером, поверхность которого покрылась крупной рябью. Мы метнулись вдоль берега к роще. Вертолет накренился, поворачивая. «Почему он не стреляет?» — крикнул я, и тут же раздались выстрелы. Но не пулемета. Массивная фигура, высунувшись в пролом на месте двери, начала короткими очередями палить из автомата. Должно быть, лесник был в ярости, лишившись половины уха, и ярость эта была направлена конкретно на нас двоих. Я упал, прокатившись по земле, вскочил, прыгнул в сторону, когда пули ударили в землю под самыми ногами, потом еще раз вперед и оказался под прикрытием деревьев. Через мгновение рядом, ломая сучья, пронесся пригоршня. Автомат вновь затарахтел, вверху затрещали, затряслись ветки, и я побежал за напарником. Если бы лесник стрелял из пулемета, то выкосил бы всю рощу, и нас в том числе. Однако то ли оружие сломалось, то ли патроны закончились, автомат же не мог настолько проредить густые кроны, чтобы сверху стало видно нас, тем более, что наступала ночь. Еще минуту они кружили над нами, а затем рокот винта начал стихать. Мы пересекли рощу и выглянули в направлении склона. Почти стемнело, на козырьке и под ним было пусто. Со стороны колхозного поселка в пепельное небо поднимался дым. — Все, улетел он, — сказал пригоршня, тяжело дыша. Мы стянули куртки и рубахи, отжав воду, надели вновь. — Может, они химеру завалили? — А может и нет, — добавил напарник. — Давай по краю рощи пока, а потом быстро отсюда, а то если она опять спустится. Пригибаясь, мы побежали вдоль границы деревьев и через полсотни метров увидели тело на земле. Услыхав стон, я поднял пистолет, но бегущий немного впереди пригоршня сказал — еле шевелится. Я становился, повесив автомат на спину. Мы присели с двух сторон от человека. Это оказался молодой солдат, совсем пацан еще, со впалыми щеками, на которых виднелась едва начавшая пробиваться юношеская щетина в изорванной форме. Он мелко дрожал. — Предсмертный озноб, — решил я. Глаза смотрели в темное небо. Солдат нас увидел, но отреагировать уже не мог, лишь зрачки немного сдвинулись. Дрожь стала сильнее. Сморщившись, Никита снял куртку, укрыл его. — Бестолку это, — сказал я. — Лучше вон... Из расстегнутого нагрудного кармана торчала пачка мальбора, и я осторожно достал ее. Раскрыл. Внутри оказались не сигареты, а наполовину шкуренная самокрутка. — Ты знаешь про медведя? — спросил я, извлекая свою зиппу. Зрачки сместились. Парень поглядел на меня. — Такой косматый мужик, коренастый. Он у вас недавно совсем появился. Взгляд сфокусировался на самокрутке, кончик которой я сжал зубами. Чиркнула зажигалка, загорелся огонек и озарил лицо солдата. Его губы едва заметно шевельнулись. Я раскурил, вставил влажный конец самокрутки ему в рот. Подождал, вытащил. Дымок заструился между тонких сухих губ, немного вышло и через ноздри. Он как мог затянулся. — Беер, — повторил я, с трудом вспоминая английские слова. — Мэн Беер. — Это никнейм офф уансталкер. Губы шевельнулись вновь. Я наклонился ухом к лицу солдата и разобрал едва слышный шепот на английском. Некоторое время парень говорил, потом смолк. — Что? — спросил Пригоршня. — Да ему еще затянуться. Выпрямившись, я вставил тлеющую самокрутку между приоткрытых губ, посмотрел на Никиту. — Трудно понять. Он говорит, да, кто-то похожий на медведя у них появился. — Ну, получается, немного раньше, чем мы сюда попали. Пришел к пирснику, сказал, где-то в долине может бродить человек, который знает, как отсюда выбраться. Пирсник не сразу поверил, но медведь сказал, что уже был здесь, попал случайно через военную базу, и человек этот его оттуда тогда из долины как-то вывез на мотоцикле, а сам остался. Надо или человека этого найти, или место, через которое он медведя в первый раз наружу отправил, потому что тот раненый был, половину дороги в беспамятстве находился и не помнит, каким путем его везли. Вот они и ищут теперь. — А кто его вывез, медведь не говорил? — Что за человек? — Как выглядел? — Это ж Тропов был наверняка. Мы взглянули на парня. Губы остались приоткрытыми, дым выходил между ними, сначала будто прилипал к коже, а потом движение воздуха подхватывало его и завивало струйкой, унося вверх. Все это время зажигалка горела, и теперь я цокнул крышечкой. Огонь погас, лицо солдата погрузилось во тьму. И тут же со стороны поселка донесся взрыв. — Черт! — сказал Никита, отворачиваясь от мертвеца. — Совсем молодой хлопец. Даже похоронить не можем. — Пошли! Я спрятал зажигалку, втоптал самокрутку в землю и достал пистолет из-за ремня. — К поселку, химик, проберемся, поглядим, что там к чему. — На что глядеть? Если люди пирсника его весь распотрошили, зачем туда идти? Так я, ставив куртку на солдате, напарник зашагал прочь от рощи. — Марьяну спасти хочу, — сказал он. Выпрямившись, я кивнул сам себе. Так и знал. — От кого? Она у капитана уже, если не убили в суматохе. — От капитана и спасу. — Глупости. Ты со всеми военными не сладишь. — Ты? Он развернулся и шагнул назад, увидев, что я не тронулся с места. — Не мы? Я вздохнул. — Никита, я ради девки шкуры рисковать не буду. Да и тебе незачем. Для чего она тебе? — Жалко, — пояснил напарник. — Она в меня влюбилась, прикипела ко мне. Нельзя ее бросать. И потом, там люди еще. — А, ну тогда она и в меня влюбилась. — В натуре? — он поморщился. — Я ж говорил, ревнуешь. — Слушай сюда, — зло сказал я. — Перед тем, как мы к складу поехали, любовь твоя меня за трактиром выловила и целоваться полезла, на шею повесилась и прижалась ко мне еще более страстно, чем к тебе тогда в коридоре. После этих слов наступила тишина, и пригорш не уставился на меня. — Решил нарисовать мой портрет? Он, наконец, подозрительно спросил. — Врешь? — Вру? — рявкнул я, наступая на него так, что он слегка попятился. — Вру? — А ну посмотри мне в глаза и повтори. Он сразу набычился. — Ну ладно, не врешь. И что с того? Хочешь из-за девки со мной поссориться? Ты не понимаешь, идиот? Ей все равно. Злой ты, я. С тобой или со мной разве что приятнее, потому что мы помоложе. Вот и вся разница. Ей только самца самого сильного в стае найти и к нему приклеиться. Это все, что ей нужно. И еще такого желательно, который смог бы ее из долины вывести. — А сейчас... Может, ей раньше пирсник и противен был. А сейчас, когда военные окончательно верх взяли, она к нему полезет, понял, любовничек? А на тебя, на твою личность, ей положить с прибором. — Не положить! — заорал он в ответ. — Ей нечего. Нет у нее. Нечего ей ложить. — Я ее все равно не хочу бросать. И потом, там люди еще. Помочь надо. — Кому? Этим доходягам? Бомжам? На черта они тебе сдались? — И сдались, потому что по-человечески надо поступать. — По-человечески, значит, своему человеческому инстинкту самосохранения довериться, а не лезть под пули ради какой-то суки. Надо быстро к восточному склону возвращаться, к дому картографа. — Зачем туда? — Затем, что когда мы из хода на склоне вылезли, я узнал местность. По дороге асфальтовой с площадкой, которая на «Г» похожей. Я это все уже на ноутбуке видел, в тайнике. Там карта была, а на ней значки и стрелки. То место, через которое из долины вылезти можно, понимаешь? Если дом картографу принадлежал, то он, значит, исследовал эту местность, карты рисовал, а потом данные в лэптоп заносил. — Людей вызволим, и тогда все вместе пойдем. — Всей толпой, чтоб с вертолета заметили! Ты совсем сдурел! Очнись, блин! Окончательно взъярившись, я врезал ему по больному плечу. Артефакт успел залетить рану, но, конечно, не до конца, и Никита, охнув, отшатнулся, схватился за больное место. — Химик, ты что делаешь, твою мать! Мозги тебе хочу прочистить! Разбегись и башкой об дерево стукнись, чтоб себе прочистить! Все, я в поселок пошел, а ты как хочешь! — Учитель нашелся! Достал! Нахрен вас всех! Он погрозил кулаком ночному небу, развернулся, широко зашагал во тьму, и через мгновение я остался один. Почти пять минут я торчал на месте, слыша то затихающие, то звучащие громче одиночные выстрелы, а временами автоматные очереди, ожидая, что Никита вернется. Он так и не появился, и, в конце концов, плюнув, я пошел вдоль рощи. И тут же услышал дикий крик. — У каждой лошади свой звук, — пробормотал я, вглядываясь. — И этот мне знаком. Впереди ехала телега, понур обрыл конь, рядом шли две фигуры. Донесся негромкий скрип, звук шагов. Я достал пистолет, пригнувшись, осторожно направился к ним. Ручаюсь, что двигался я бесшумно, но Шерам каким-то образом учуял, что кто-то приближается из темноты. Один силуэт вдруг пропал. Несколько мгновений спустя донесся громкий шепот сталкера. — Стоять! — Шерам, это химик, — сказал я, выпрямляясь. — Спокойно, не нервничайте там. — Ходи сюда, химик, — заговорил Уильям Блейк. — Шерам, это данный он есть. Я уже вижу его. Телега встала. Когда я приблизился, из-за нее показался сталкер с калашником в руках. Безумный всхрапнул, качая головой и пытаясь отступить от меня. — Вы как с козырька спаслись? — спросил я. — А где злой и смола? Смола разбился о камни, произнес Шерам равнодушно. Прыгнул плохо, прямо на берег. Со злым мы потерялись, пока там ныряли и бегали. А у тебя что? — Мы с Пригошней тоже спрыгнули, а потом он к колхозу вашему пошел. — Уильям, ты как? Солдат сказал. — Здоровый я. Мы сразу скакать из кустов, когда геликоптер только вдалеке летать. — Данный хорс? — он показал на безумного. — Такое странное есть. Я сильно удивляться. Он бегать, как ветер-ураган, но при том издавать звук такой неземной, что и не говорить. Очень громко, очень дико. А ну стынете? — Шерам, что ты теперь делать собираешься? — спросил я. — Вернусь к поселку, может, вытащу оттуда еще кого. — Тоже погеройствовать хочешь? — он пожал плечами. — Больше все равно нечего делать. — А ты куда собрался? — Я поглядел на него, на Блейка и сказал. — Когда мы с напарником только сюда попали, то очутились на склоне на той стороне долины. Там небольшой домик. В нем оружие, припасы. И ноутбук. А на нем карта. Я только недавно понял, когда из той вентиляции со склада вылезал. Это карта долины. Не всей. Северо-западной части. На ней обозначено место, через которое из долины выбраться можно. Но толком я не разглядел. Ноутбук выключился вдруг. Или защита сработала, после того, как я тачпед тронул. Или еще что. — Шкет, ты ведь говорил программист? — Что есть шкет? — спросил Блейк. — Есть человек, разбирающийся в софте. — А в харде разбираешься? — О, ес, я есть клево разбираться в софт и хард. Я зрелый шкет в данных вопросах. — Значит, сможешь лэптоп включить, вырубившийся? — Но Марьяну спасать надо сначала, — возразил он. — Еще один. Никаких Марьян. Она или мертва, или ее пирсник забрал. — Ну плевать, идем к склону. — Нет-нет, то тебе плевать на герла Марьяна. Мне не плевать есть. Мне есть очень хотеть данную Марьяну. Все ее хотеть быстрее. — Спасать. В поселок после идем. — Ты, — рявкнул я, ухватив его за шиворот и притянув поближе, — ты в поселок не идешь, понял? Чтоб тебя подстрелили сразу же. И потом, слышишь, уже тихо стало в той стороне. От колхоза ни черта не осталось. А Марьяна либо мертвая, либо в вертолете давно сидит. — Потому ты со мной, либо добровольно, либо я тебя сейчас вырублю, на телегу положу, как мешок, и повезу, куда мне надо. Все понял? — Теперь ты. Я повернулся к шраму. — Мне вообще-то начхать на остальных, которые в этой долине. Но если хочешь, можешь попробовать их собрать, если кто остался. И завтра в полдень встретимся... — Где? — Шрам сказал. — Давай возле сарая, где злой когда-то оружие прикопал. Он говорил, вы с напарником то место знаете уже? — Знаем. — Хорошо. Давай там. Если кого приведешь, попробуем всем вместе выбраться. Только пирсника не приведи с лесником. — Не приведу. — Я пошел тогда. Он зашагал в сторону поселка. Бросив поводья, Блейк дернулся было за ним, но я вновь схватил его за воротник, развернул лицом к себе. Увидел, как блеснули глаза пацана, а рука потянулась к пистолету в кабуре. Уже собрался было въехать ему кулаком под дых, а потом другим в челюсть, чтобы успокоить на пару часов. Но тут он упустил голову, переступив с ноги на ногу. — Вот так, — сказал я и повысил голос, обращаясь к почти исчезнувшему в темноте сталкеру. — Шрам, эй, если увидишь там напарника моего, ну помоги ему не умереть, ладно? И передай, что я его жду. Не оборачиваясь, он махнул рукой и пропал из виду. Дважды нам приходилось спешно покидать колею и прятать телегу в ближайшей роще, когда вдалеке слышался рокот вертолета. На третий раз безумный воспротивился этому. Когда звук винтов донесся вновь, он встал на дыбы, чуть не вырвав по воде из рук Уильяма, а потом затанцевал на одном месте, дергая головой. — Ладно, отведи его к деревьям и привяжи, — решил я. — Вон там, видишь где, трава. Идти недалеко осталось, а он только мешает. Дальше мы двинулись пешком. Уильям присмирел и больше не проявлял желания мчаться спасать Марьяну, особенно после того, как я еще раз растолковал ему, что именно видел на экране лэптопа. Уже на рассвете, когда мы приближались к Восточному озеру, под противоположным от водопада склоном, я решил, что надо повторно обмозговать ситуацию и попытаться, наконец, сложить в голове общую картину происходящего. Но для начала установить парочку аксиом, без которых вообще никуда двигаться невозможно. Итак, в доме на склоне обитал картограф тропов. Он действительно обладает нечеловеческими возможностями. Военная база сцепилась с пузырем. Примем все это как данное. Я огляделся. Мы подходили к берегу озера с той стороны, где склон казался более пологим. Домика вверху видно пока не было, но он точно находился где-то над нами. Уильям топал рядом и, судя по лицу, о чем-то напряженно размышлял. Что говорил умирающий солдат возле рощи? Медведь, а скорее всего это был именно он, больше кажется, просто некому, пришел к военным совсем недавно, за несколько часов до того, как в долину попали мы. А раньше, на катере, ПДА Никита показывал пульсирующую метку сталкера. Может, это сигнал так пробивался из долины сквозь карусель порциями, как бы всплесками? — Ладно, сейчас неважно это. — Что еще? — Еще. Медведь сказал военным, что уже бывал в долине. — Вот что! — Ю! — произнес я, невольно подражая Никите, и спутник недоуменно покосился на меня. — Ну вот же, конечно! В тот раз, потеряв Турка и Ирванова возле водонапорной башни, спасаясь от гона через Припять, Медведь добрался до базы. Там сцепился с темными, бывшими десантниками, мозги которых поехали из-за излучения тарелок. Темные его ранили, потом он провалился в пузырь, там же, где и мы, возле домика Тропова. А картограф к тому времени сумел каким-то своим способом вычислить выход из долины. И пожалел Медведя. Значит, что-то человеческое есть в нем. Захватил с собой, добрался до места, сталкера выставил из пузыря, заодно удостоверился, что это все-таки выход наружу, а сам... Почему и сам не ушел отсюда? Хотел еще обследовать пространственную складку, разобраться в ее структуре? Так или иначе, картограф остался. Медведь же, попав в зону и оклемавшись, вознамерился вернуться сюда. Зачем? Что ему нужно было от пузыря, от картографа? Я остановился. Склон был прямо перед нами. — Теперь ползать? — спросил Уильям. Мы задрали головы. Утро наступило, и вверху повисла желтая дымка. — Высоко? — Невысоко, — сказал я. И нужно как можно скорее туда добраться, пока опять вертолет не прилетел. — Что понадобилось медведю в пузыре, пока не ясно, — размышлял я, переставляя ноги по камням, подтягиваясь и протискиваясь между валунами. Это только сам медведь рассказать может. Но что-то явно ценное. Очень уж упорно он сюда стремился. Сначала в одиночку попробовал, плохо вооруженный. И в Чернобыле нарвался на зомби. Еле спасся от них. Добрел до курильщика. Вновь пошел, уже с нормальным оружием, датчиками и с людьми скупщика, от которых постепенно избавился в дороге. И смог проникнуть в долину по второму разу. Дальше, выходит, он сразу вновь пошел к домику Тропова. — Ага, значит, не просто пузырь. Ему именно картограф был нужен. — И что? — А то, что картографа тут уже не оказалось. Потому что перед тем сюда, через аномалию, успело проникнуть трое темных с базы. Они на картографа напали. Либо тут просто увидел, как они к его жилищу подходят. В общем, ушел он. А лэптоп его медведь в тайнике не нашел. — Нет, — понял я вдруг. Не так дело было. Во-первых, медведь наверняка стал бы дом Тропова обыскивать тщательно. И нашел тайник с лэптопом. Во-вторых, при такой последовательности событий сталкер должен был столкнуться в доме с темными. Но они были живы, когда появились мы. Их Никита завалил. — Тогда что выходит? — Картограф ушел. Потом в домик попал медведь. — Ну а трое темных? — Я кивнул сам себе. Они вслед за медведем просочились, преследуя его от базы. Отстреливаясь, он забежал в дом, увидел, что картографа нет. Может, успел еще в подвал заглянуть, обнаружил отсутствие карт и вот тогда уже вниз стал удирать. А времени на то, чтобы тайник найти с ноутбуком, у него не было, потому что десантники наседали. Он ушел, а темные остались в доме, и вскоре на них мы наткнулись. — Вот, правильно. Медведь, спустившись в долину, быстро уразумел. Без картографа он застрял. — Что делать? Он побрел вперед, но, в отличие от нас, вышел не к колхозу, а к заводу с военными. Ну и дальше уже то, о чем умирающий солдат говорил. Потому что теперь у медведя два шанса. Либо картограф, покинув домик, не свалил сразу из пузыря, но где-то здесь еще бродит. Либо надо место пробоя искать, через которое картограф медведя раньше вывел, а теперь и сам вышел. Я еще раз перебрал факты. Не все понятно в этой картине, и натяжки есть, но в целом вроде прояснилась ситуация. — Вот так, — сказал я Уильяму Блейку, который пыхтя перебирался с камня на камень под моими ногами. — Вот так. И после этого увидел прямо у своего лица свешивающуюся сверху человеческую руку. Глава вторая. Подняв пистолет, я предостерегающе посмотрел на Блейка и резко выпрямился, направив ствол в того, кто прятался выше. Как выяснилось, он не прятался и вообще ничем нам не угрожал. Темный сталкер без ног, которому пригоршник прострелил голову, все это время медленно сползал по щебенке и теперь находился на самом краю пологой части склона. Еще немного — и свалится. Щелкнув предохранителем, я стволом почесал вспотевший лоб, глянул вниз. Спутник застыл, раскорячившись на камнях, задрав голову. Я кивнул ему, полез дальше. Оттянул темного в сторону, а когда Блейк оказался наверху, собрался было столкнуть тело, но передумал. Пусть лежит пока, а то еще опять лавина начнется, загрохочет на весь склон. — Данный хаос? — спросил Уильям. Я кивнул и пошел к дому с крыльцом. — Там кто есть? — Нет, никого не должно быть. Не отставай. Второй темный лежал спиной ко мне. Почему-то навес над крыльцом был сломан и накренился, половины досок не хватало. Дверь оставалась открытой. Я вошел, огляделся, увидел еще два трупа. У одного не было головы. Дыры в стене и поспешил во вторую комнату. Ведущий в подвал лег, был раскрыт, по полу разбросаны черепки и кусочки древесины. Я вошел в тайник. Один табурет перевернут, второй стоит на паре ножек, наклоненный краем уперся в стенку. Лэптопа нет. Я зажмурился, тут же открыл глаза, шагнул внутрь и повернулся, чтобы не закрывать свет, падающий сквозь пролом. Еще раз оглядел тайник. — Где лэптоп? — Нет лэптопа. — Нет данного, — сказал Уильям. — Заткнись, — рявкнул я, выскакивая из тайника. — Сам вижу, что нет. Бросившись в последнее помещение, увидел перевернутый стеллаж, где когда-то стояло оружие. Шкаф, дверцы распахнуты, шмоток нет, только обрывки ткани. И догадываюсь уже, что к чему, но сам, пока не веря своей догадке, мимо растерянного Уильяма выскочил обратно в первую комнату. Ногой пихнул труп под стеной. Он перевернулся лицом кверху. Выругавшись, я прыгнул на крыльцо и проделал то же самое с другим телом. Все они были объедены, ребра сломаны, лиц нет. И это не слепые псы, кое-кто другой. К тому времени, когда Блейк появился на крыльце, все стало ясно окончательно. — Бюреры, — сказал я. — Кто есть данные бюреры? — Ну, карлики. Ты не видел их, что ли, никогда? — А, мелкие пиплы. Не есть видел их, но слышал по бюреров. Это плохо есть, химик. — Плохо? Меня вновь охватила ярость. Я на каблуках развернулся к нему, сжав кулаки, глядя в молодое лицо с гладкой кожи и розовыми щеками. Мы застряли в долине окончательно. Что теперь делать? Это пусть медведь картографа ищет. Я в такое не верю. Он ушел отсюда давно, еще прошлой ночью, наверное. Карта со схемой выхода в ноутбуке — единственная возможность. — Куда есть бюреры направились? Я побежал за угол дома, туда, где мы с Пригоршней так и не побывали, когда попали сюда в тот раз, хотя видели это место через окно. — Что данные? — спросил Блейк, разглядывая валявшиеся на камнях металлические детали, несколько погнутых колесных спиц и длинный лоскут черной кожи с мотоциклетного сидения. — Это есть мотоцикл раньше? — А данные что? — От танка часть? — Где гусеницы? — Где башня его? Я молча разглядывал засыпанную щебнем узкую дорогу, полого идущую от дома вниз. — Очень полого. Должно быть, она тянется на пару-тройку километров, прежде чем достигнет долины. На платформе из-под электропушки здесь не проедешь, даже если бы она на ходу была. А вот мотоцикл, наверное, мог пройти. Где-то там, высоко над дорогой, мы с напарником в бинокле заметили блеск на скальном выступе. Шагнув вперед, я присел, поднял застрявший между двумя камешками клок шерсти. Чуть дальше увидел обломок кости. Повернулся к Блейку и сказал. — Шкет, у тебя со зрением как? — Зрение? — А, есть айсы? — О, гуд, у меня клевое зрение. — Точно? — А ну, приглядись. Видишь, что-то поблескивает на склоне. Вон там. Он приставил ладонь козырьком ко лбу, будто защищаясь от яркого солнца. — Есть данное. Поначалу ущелье за ним блестит. Вижу. — Хорошо. Теперь залезь на крышу и гляди во все стороны внимательно, нет ли где на склоне деревни бюреров. — О, сделаем. Он шагнул было к стене, но оглянулся и уточнил. — А как выглядит деревня бюреров? Что в ей есть данного, чтобы смотреть ее посреди камней? Они чаще по катакомбам всяким кочуют, но если на поверхность забредают, могут шалаши строить из веток. Еще алтари. Алтари обязательно, и вокруг всякие блестящие предметы лежат. Они как сороки, понимаешь, тащат все. — Блестящие предметы, артефакты есть? — Нет, артефакты они не трогают. Хотя что-то бюреров в них привлекает. Любят они стоянки рядом с аномалиями устраивать или местами, богатыми на артефакты. С крыльца Блэйк залез на крышу и тут же крикнул. — Есть теперь! Вижу данных бюреров! — Где? — Он! Спутник показал в сторону дороги. — Там есть. В том ущелье, рядом с местом, где есть блестит. Но очень плохо видеть. Не разбери чего. — Ладно, слазь быстро. — Который час? — Есть часы у тебя? Спрыгнув на щебень, он отдернул рукав. — Одиннадцать. — Но знай, химик, здесь обычный час значения не иметь. Здесь время не такое, как в зоне. Все шиворот на выворот. — Неважно. Шрам с Никитой и остальными, кто выжил, будут в полдень возле сарая ждать. — А мы не успеваем теперь. — Не успевая? — переспросил он. — Шкет. Лэптоп у бюреров. Бюреры в своей деревне. Значит, надо туда идти. — Химик, ты думаешь, лэптоп до сей поры воркет? Думает, бюрер и лэптоп не дестроер совсем? — Не знаю. — А что еще делать? Есть у тебя другие предложения? — Нет предложений, — признался он. — А патроны есть? Солдат широко улыбнулся. — Они — yes! Пистолет yes! Два! И еще вот нож! И патрон! Он ткнул пальцем в патронтаж на правом боку. — Forty... — Ээээ... Сорок штук. И даже forty-two. — Не лыпься, а давай половину сюда, — велел я. — И идем. Сначала по дороге, дальше вверх полезем. Я улегся плашмя, вцепившись в плечо Блейка, заставил его лечь рядом. Выступ, на котором мы заметили проблески артефактов, находился справа и выше, метрах в тридцати. Ну а здесь в склоне было ущелье, вроде глубокой покатой складки, как у тяжелого занавеса. В этой складке застрял большой, с двухэтажный дом валун, и на его плоской верхней части расположилась деревня. Удивительное дело, впервые я видел не кочевой табор, а постоянный поселок, где бюреры, наверное, жили уже долгое время. Подавшись вперед, я кое-как повернулся и глянул под ноги. Там был отвесный склон, но тянулся он недалеко. В нескольких метрах ниже камни образовывали естественный водоем, бассейн, полный воды. Там едва слышно журчал родник, вода просачивалась между камней. Под бассейном вновь начинался склон, а дальше, полускрытая желтой дымкой, распростерлась долина. — Сколько данных карликов? — тихо спросил Блейк. Приглушенные сиплые бормота не доносилась до нас. Бюреры притащили сюда все деревца, которые когда-то росли на склоне вокруг, и все прочее, до чего смогли добраться их кривые волосатые ручки, включая множество камней. Я увидел доски, когда-то, возможно, служившие навесом над кольцом домика картографа. Теперь из них сложили конус, на верхушку которого насадили голову темного сталкера. Должно быть, карлики иногда устраивали набеги на долину. В поселке было много обработанного дерева, бревен, досок и остатков штакетника. В горах столько не раздобыть. — One, two, three — начал считать Уильям. Раздался виск. Четверо мерзких бюрерских детенышей затея или драку. Тут же, переваливаясь на кривых ногах и покачивая отвисшим брюхом, к ним заковыляла самка. Виск стал громче. Один детеныш вдруг выпрямился, замахиваясь острым камнем, и со всей силы саданул по голове противника. Брызнула коричневая кровь. Раненый или убитый упал и затих. А трое других принялись пинать его. Самка залопотала, не дойдя до дручунов, остановилась. Неподалеку от них в воздух взлетела целая гроздь мелкой щебенки, и будто стая пчел со свистом устремилась вперед. Раздался звук ударов. Трое маленьких бюреров, держась за помятые спины, бока и затылки вереща сыпанули прочь, а четвертый так и остался лежать. Самка доковаляла до него, ухватила за ногу и поволокла скрюченные тельца в поселок. — Twenty, twenty-one, twenty-two, — считал Блейк. Я приподнялся чуть выше. Поселок состоял по большей части из шалашей и покосившихся навесов. Между ними валялись кости и мусор. Самцы с самками сидели на корточках, лежали, бродили и лесовокуплялись, взволнованно вереща. Запах стоял гадостный, будто это место являлось одновременно сортиром и гигантской помойной ямой. Ближе к правой стене ущелья была навалена довольно высокая гора камней. А в глубине... Что это там? Я прищурился. — Конус из черепов? — Ага, кажется, он. Но надо рассмотреть получше. — Химик, их сорок, — зашептал Уильям. — Нет, больше. Я есть сбился считать. У нас ни гранаты, ни гранатомета нету. Тут обвал сразу начнется, если из гранатомета шарахнуть. — Как же мы столь много бюреров мочить? — Никак. Лежи здесь. Тихо, чтоб не заметили тебя. — А ты куда? — заволновался он. — Приглядеться надо. Сейчас вернусь. Я пополз вдоль края глыбы, служащей основанием бюрерскому поселку, туда, где она примыкала к отвесности не ущелья и где была высокая гора из камней. Добравшись до нее, стал карабкаться к вершине, стараясь не поднимать головы, ужом проскальзывая между валунами. И вскоре увидел прямо перед собой волосатые ноги с длинными загнутыми ногтями. Я замер, скосив глаза. На венчающей гору булыге сидел тощий бюрер в набедренной повязке. Из густых волос на голове торчало облезлое куриное перо, в правой руке был обломок берцовой кости. Дозорный дремал в прохладной тени, склонив голову и похрапывая. Он не шевелился. Я тоже. Прошло больше минуты. Бюрер спал, тихо сопя. Заросшая густой шерстью грудь вздымалась и опадала. Я подобрал ноги, нащупав камень, привстал. Уши карлика дрогнули, голова поднялась. Глаза широко раскрылись, морда скривилась в гримасе, и тогда я ударил его камнем по лбу. В последний момент ощутил сопротивление, будто рука внезапно попала в иную, более плотную среду, как если бы сначала она двигалась сквозь воздух, а затем погрузилась в воду. Но сосна дозорно не успела отреагировать в полную силу, скорее это было рефлекторное ментальное напряжение. Все равно как человек испуганно вскидывает руки и отклоняется, увидев, что прямо в лицо ему летит что-то тяжелое. Камень врезался в башку бюрера, и он вверх тормашками полетел с волна. Моля черного сталкера, а заодно и всех демонов зоны, чтобы бюреры в поселке не заметили происходящее над ними, я прыгнул следом. Карлик упал на спину, я уселся на него, вырвал берцовую кость, поднял и опустил, будто охотник на вампиров, всаживающий осиновый кол в грудь, лежащий в гробу твари. Но метил я не в грудь. Острый конец пронзил глаз, кость глубоко вошла в череп карлика. Тело подо мной судорожно дернулось, и с дозорной испустил дух. Продолжая восседать на нем, я оглянулся. Внизу все было по-прежнему. Я слез с бюрера, улегся грудью на камни, ногами к вершине, и вновь окинул взглядом деревню. Мое предположение оказалось верным. На дальней стороне, под самым склоном, защищенный сверху естественным выступом, стоял алтарь, сложенный из черепа в конус. Из глазниц торчали металлические стержни, кости и палки, на них болтались провода с разбитыми лампочками, вершину венчало мотоциклетное колесо, а вокруг валялось множество разнообразных предметов. Там была битая посуда, раздавленная канистра из-под бензина, уложенная змейкой танковая гусеница, куски железа и пластика, автоматы с погнутыми стволами, несколько маленьких скелетов и множество разрозненных костей. Нахмурившись, я вгляделся и понял, что весь этот мусор образует пусть грубое, но вполне узнаваемое человеческое лицо. Алтарь был его носом, острым, как у буратино, уложенный треугольником реберной кости, зубами, погнутый велосипедный обод без шины правым глазом, ну а левым... Я перевернулся и стал сползать на спине. — Что? — спросил Блейк, завидев меня. — Смотреть, как ты файтинг с тем бюрером! Ты крутой негодяй-химик, сильный, как гарлемский блэк-мен-хулиган! — Лэптоп там, — улегшись рядом, — сказал я. — В самом конце ущелья, слева от конуса из черепов, то есть от алтаря их. Уильям выглянул и тут же втянул голову в плечи. — Есть плохо это. Как же достать данные? Бюреры драться больно станут. Их много. — Давай пистолет, еще десять патронов. Получив ТТшник, я проверил, заряжен ли он, сунул за ремень рядом с браунингом и сказал. — Значит, слушай внимательно. Ты ползешь под левым склоном ущелья, в самой тени, а я назад, к месту, где того бюрера прибил. Оттуда слезаю по другой стороне этой груды камней, перебираюсь на правый склон, поднимаюсь по нему на несколько метров. Там выступы есть и трещины всякие, уцеплюсь как-нибудь. Ты доползаешь до той глыбы, видишь, которая нависает. Под ней примерно алтарь и стоит. Но к лэптопу сразу не лезь, там бюреров уже больше. Увидят. Ждешь, пока я не начну шуметь. — Шуметь? — переспросил он. — Да-да, шуметь. Кричать, размахивать руками, кидать камни в их поганые хари. — Стрелять в них же. Вот для того-то мне и нужны два пистолета с патронами. Вся эта кодла ломанется ко мне, и тогда ты... — Что есть кодла ломанется? — спросил он. — Есть шобла сорвется в мою сторону. — Адестенешь? Все эти пиплы метнутся, чтобы меня отметелить. — Мете... А, ес, понял, понял. — Тише ты. Значит, лэптоп лежит слева от того конуса из черепов. Разглядел его, да? Просто лежит на камнях. Крышка закрыта. Так что я надеюсь, они не разбили экран и ничего не сломали. Ты его хватаешь. Я, когда залезу куда надо, подожду пару минут, а потом уже подниму такой кавардак, что они все сбегутся. Но если все же кто-то тебя увидит, пристрелишь. Для того тебе третий пистолет и оставляю. Хотя мне он нужнее вообще-то. Спускаешься вниз к тому бассейну и под ним ждешь меня. — А ты как? — спросил он. Выброс как-нибудь. Солезу выше, через ущелье переберусь и спущусь по другой стороне. Под бассейном не разлеживайся, сиди наготове, потому что я всех бюреров не перестреляю, и когда появлюсь, могу их за собой привезти. Потом мы сразу вниз ползем, со всей скоростью, на какую способны. Добираемся до долины, бежим туда, где коня с телегой оставили. Бюреры к своим алтарям относятся очень серьезно, и если заметят, что какой-то фрагмент оттуда пропал, могут нас долго преследовать. Значит, садимся на телегу, пугаем безумного так, чтобы у него окончательно крыша уехала в отпуск, и он тогда орет и скачет, сломя голову. Главное, мимо сарая не проскакать. Если там, конечно, еще будет кто. — Химик, половина двенадцатого уже, — сказал он. — Мы не успеваем навстречу со шрамом никак. — Позже придумаем, что дальше делать, если они уйтут оттуда. Тебе еще надо лэптоп включить. А если в нем батарейка села? Тогда придется в дом картографа возвращаться. Хотя бюреры могли там провода все порвать, по которым электричество от ветряка шло, или... Ладно, это потом решим. Все, начали. Готов? — Давай. — Мы поползли в разные стороны. Я уже добрался до середины каменной груды, когда из поселка донеслись пронзительные крики какой-то самки. А глянулся, бюрерша на четвереньках улепетывал от крупного самца с тремя перьями в волосах. На ней не было ничего, а на нем меховые шорты до колен, кое-как сшитые из драной шкуры. Интересно, есть тут у них естественные враги? В зоне горы отсутствуют. А здесь кто может жить? Какие-нибудь слепые горные козлы-мутанты? Тем временем бюрер поймал самку за волосы, опрокинул на спину и отвесил ей несколько затрещин. Она завизжала громче, но вскоре смолкла и покорно сжалась у его ног. Карлик схватил ее за грязные спутанные волосы и деловито потащил к ближайшему шалашу, сложенному из кусков жести и утыканных гвоздями досок. А я пополз дальше. До вершины было недалеко, когда навстречу мне покатился камешек. Небольшой, округлый, он запрыгал между камнями покрупнее, стуча, подскакивая, пролетая мимо. Я поднял голову и увидел того дозорного, которого убил. Значит, не убил, лишь ранил. Он вдруг возник на фоне склона, выпрямился, шатаясь, сторчащий из глаза костью, упал на колени, но поднялся и сделал шаг к поселку. Я вскочил, пригибаясь, метнулся к нему. В последний момент он заметил меня здоровым глазом и повернулся, но я уже был рядом и ухватил его за горло. Сжал, впившись пальцами в шершавую кожу, дернул на себя, всадив в брюхо ствол пистолета, опрокинул карлика на спину и несколько раз ударил рукоятью по голове. Он дернулся и замер. Из приоткрытой пасти потекла кровь. Все, теперь точно мертв. Но какие живучие твари! Хорошо, что после того, как кость пробила глаз, дозорный долго оставался в отключке и пришел в себя только сейчас, когда я вернулся. А то успел бы добрести до сородичей и... Снизу донесся вопль. Развернувшись, я увидел детеныша. Сидя на корточках, он верещал, выпучив глаза, показывая рукой в мою сторону. «Чтоб ты сдох!» С чувством сказал я, внезапно осознав, что весь план порвалился к чертям собачьим. И лаптопа теперь не достать, потому что меня обнаружили слишком рано. А внизу тем временем сначала одна, потом вторая, заросшая густой щетиной морда, обратились вверх, завыла самка, заголосил второй детеныш и тут же находящийся ближе других к вершине самец вскинул руку. Из-под его ног взлетел камень, понесся к вершине, но упал, не долетев нескольких метров. Вой, бормотание, сиплый кашель и виск стояли уже по всему лагерю. С разных сторон уродливые фигуры потянулись ко мне. Кто-то еще швырнул камень, потом второй. Все они упали далеко внизу. Плюнув, я схватил тело карлика, поднял высоко над головой и швырнул. Конечно, тоже не добросил, но, по крайней мере, слегка умерил злость. От алтаря показался сгорбленный старый бюрер и медленно заковырял к нам, опираясь на необычно длинную кость. Голову его украшал целый набор перьев разной длины. То ли это был шаман, то ли вождь, то ли он совмещал эти должности. Камни не долетали до меня, катились обратно или застревали. Я повернулся, высматривая путь к отступлению и не находя его. Чтобы достичь склона ущелья, нужно вначале спуститься по противоположному склону, но теперь там появились карлики. Сзади — отвесный спуск, и далеко внизу — долина, с трех других сторон — бюреры. У основания горы бесновалась уже большая толпа. От нее отделился крупный карлик, должно быть один из местных альфа-самцов, претендующих на главенство в стае. Вскочив на валун побольше, он выгнулся назад, задрал голову и взревел, ударяя себя кулаками в грудь, как недоделанный Кинг-Конг. На нем были мохнатые шорты, а в волосах — три пера, тот самый, который гонялся за бюрершей и, поймав, потащил ее в шалаш. На его рев толпа ответила одобрительными криками. Бюрер закачил с валуна и заскакал по склону. Толпа восторженно взревела, будто болельщики, наблюдавшие, как форвард от середины поля прорывается к воротам противника. Преодолев примерно третье расстояние, самец спрягнулся, взглядом выбирая подходящий камень, посмотрел вверх, оскалившись, выпрямился, и тогда я влепил ему пулю в лоб. Камень, который уже задрожал и начал сам собой выворачиваться из склона, чтобы отправиться в стремительный полет, упал обратно. Гул толпы всколыхнулся, словно футболист вышел один на один с голкипером. Бюрер опрокинулся на спину, дернул ногой и замер. Гул оборвался разочарованным хоровым «Ух», как если бы форвард, обойдя вратаря с двух метров со всей дури долбанул мечом в штангу. Однако на том дело, конечно же, не кончилось. К вершине бегом приближался еще один самец. Я прицелился и отправил смельчака к его бюрерским праотцам, прострелив из Браунинга мохнатую грудь. Уильям Блэйк отдал мне обычный ТТшник, и я пока не спешил доставать его. Хай-пауэры все же покруче смертоносного изобретения, гражданина Токарева. Патроны для ТТ лежали в левом кармане, для Браунинга — в правом. Я начал было пересчитывать их, но не досчитал, пришлось стрелять еще раз, потом еще. Теперь четыре трупа лежали в разных местах на склоне. Карлики неистовствовали, будто стаи обозленных павианов, кричали, размахивая руками, грозили мне, но поделать ничего не могли. В воздух то и дело взлетали булыжники. Несколько раз я высматривал среди камней в глубине ущелья Блэйка, но безуспешно. Тем временем старый бюрер с веником из перьев на голове достиг толпы и пошел дальше, нанося костяным посохом удары по плечам и спинам. Он явно был в авторитете. Карлики подскакивали, рычали, огрызались и пропускали его, не пытаясь дать сдачи. Краем глаза, заметив движение далеко слева, я повернулся. Какой-то хитрый бюрер потихоньку обогнул гору и теперь мчался ко мне. Я вскинул ТТшник, нажал на курок, он лишь клацнул. Пришлось стрелять из Браунинга, и после того, как карлик с пулей в горле покатился вниз, спешно перезаряжать пистолет. Когда я повернулся обратно, пахан в перьях уже залез на валун, повернувшись к толпе лицом, что-то ревел, потрясая костью. Слишком поздно я сообразил, что надо пристрелить его, как самого крутого в стае, без которого она, скорее всего, не способна на организованные действия. Я вскинул оружие, но он, спрыгнув, присел за валуном. А бюреры рванулись вверх, всей толпой. И ТТ и Браунинг были заряжены. Я опустился на колени, поднял пистолеты, прицеливаясь, и сказал им. — Подождите немного, пока не увидите блеск из глаз. Глава третья Грохот и крики сменились неразборчивым бормотанием, стонами, хрипом, подвыванием. Оставив на склоне два десятка тел, толпа откатилась обратно. Из-за валуна показалась голова вождя. Вскинув браунинг, я выстрелил, но пуля лишь стесала пару перьев. Оба кармана были пусты. В обойме браунинга оставалось пять патронов, в ТТ — три. Сев на валун, я перепроверил карманы, похлопал себя по бокам. Пусто. Ничего. Только зиппа висит на поясе да контейнер на спине. И ячейки в нем пусты. Ни одного артефакта. Все еще, прячась от меня, вождь заорал что-то неразборчивое. Бюреры вновь собрались толпой вокруг подножия горы. Второй раз с ними не сладить. Сначала закидают камнями, а потом, добравшись до вершины, разорвут на части и сожрут то, что останется. Закончив осмотр одежды и не найдя ни одного завалящего патрона, я выпрямился во весь рост, уставившись в глубину ущелья, и не увидел ноутбука. Не веря своим глазам, присмотрелся к алтарю и окрестностям. Все правильно. Вон слева от конуса черепов, неподалеку от смятого контейнера. Значит, получилось у Блэйка? Пока карлики перли на меня, он таки пробрался к алтарю и даже успел вернуться обратно. — Так где же он? Уже возле бассейна? Я окинул внимательным взглядом все ущелье и, наконец, увидел. Уильям бочком сползал по щебню, перебираясь на более отвесную часть склона. Его голова мелькнула в последний раз и пропала из вида. Я повернулся вокруг оси, выискивая хоть какой-то путь к отступлению. До боковой стенки ущелья, куда я с самого начала хотел залезть, недалеко. Но чтобы добраться до нее, надо спуститься с этой горы, а в узком пространстве между ее основанием и стеной — бюреры. Впереди, слева, сзади, везде карлики. Причем сзади, прямо за их пятками, начинается отвесный склон. Вождь взревел, и они побежали. Сунув браунинг за ремень, я двумя руками поднял ТТ-шник, прицелился, выстрелил. Один из нескольких десятков упал. Я прицелился вновь, нажал на курок, потом еще раз. Три мертвеца, и в пистолете закончились патроны. А бюреры преодолели треть расстояния до вершины. Я бросил пистолет, вытащил второй. Прицелился, выстрелил. И одновременно кинутый снизу камень попал мне в браунинг. Совсем не сильно, враги были на предельном для броска расстоянии, но рука дрогнула, и я промазал. В браунинге осталось четыре патрона. В меня полетели булыжники. Бюреры метали их на ходу, не успевая сосредоточиться. Сквозь вой, которым они подбадривали себя, донесся частый стук. Коски породы падали вокруг. Повернувшись к долине, я пригнулся, собираясь бежать навстречу карликам в сторону отвесного склона. Расстреляю последние патроны, прорвусь сквозь толпу и спрыгну. Разобьюсь, но не достанусь им на обед. Вой, хрип, бормотание, сиплый кашель и стук окутали гору плотным облаком звуков. Я оттолкнулся от венчающего вершину валуна, и тут в воздух взметнулось сразу несколько камней. Большинство пролетели мимо, но один врезался в плечо, а небольшой голыш рассек кожу над бровью. В голове зазвенело, булыжник под ногой зашатался, я качнулся и, вместо того, чтобы ринуться со склона, упал на грудь. Из раны на правый глаз потекла кровь. Карлики были прямо надо мной. Я поднялся на колени, мир вокруг посверкивал и вращался. Ближайшие бюреры тянули ко мне лапы. Подняв браунинг, который я каким-то чудом не выпустил при падении, я выстрелил в оскаленную морду. А потом они навалились, царапая и кусая. Я заорал, отпихивая их, ударил лбом в морщинистый нос самки, вывернул кисть и сломал руку бюреру-подростку, кулаком врезал в злобную харю самца. Прижав ствол к обвисшим грудям, бюрер же старухи выстрелил в упор, продырявив тело насквозь, увидел, как из спины между лопатками выплеснулась красно-коричневая кашица. Понимая при этом, что все бессмысленно, что пока я дерусь с пятью, еще пятьдесят приближаются и сейчас будут здесь. Через мгновение все племя навалится и растопчет, растерзает. А тем временем меня опрокинули на спину, рыча начали пинать, кто-то занес над головой камень, чьи-то зубы вцепились вбок. Прозвучал взрыв. Гора задрожала. Еще один. Каменные осколки разледелись во все стороны вместе с кусками тел. Заслонившее небо рожи бюрера сломалось, когда в нее впилась пуля. Застучал автомат, и самка, уже поднявшая надо мной тяжелую булыгу, с пробитой грудью опрокинулась назад. Я выстрелил в висок самца, потом раздробил лоб подростка. Над вершиной, под длинной пологой дуге, пролетела третья граната. Встав на колени посреди десятка едва шевелящихся и мертвых тел, я увидел, как бюреры ползут, скачут, катятся со склона к поселку, как взобравшийся на валун вождь гневно орет, потрясая костью, и как граната, упав ему под ноги, взрывается. После этого на пару мгновений стало тише, и я, развернувшись, заорал Никите «Хватит! Обвал устроишь!» Поздно. Вверху нарастал пока еще приглушенный, но быстро набирающий силу гул. Напарник карабкался по усеянному телами склону со стороны долины. Вал в одной руке, браунинг в другой. «Что?» — прокричал он в ответ. «Обвал!» «Чего?» «Лавина, твою мать!» По другому склону бюреры с воплями бежали прочь. Пригоршня, наконец, добрался до меня и пустил им вслед длинную очередь. Поглядел вверх. Глаза его стали очень большими и выразительными. «Ой-ё! Ты что наделал? Это из-за гранат твоих! А как бы я иначе тебя спас? Бежим! Быстро!» Он дернулся обратно, но я заорал сквозь нарастающий грохот. «Нет! Стой!» Спустившись на пару шагов, он оглянулся. «Химик! Ходу отсюда!» «Куда?» «Со склона прыгнешь!» «Погоди, говорю!» «Она не на нас падает!» Он задрал голову. Каменная складка над глыбой, где расположилась деревня бюреров, становилась все более пологой и выше постепенно исчезала, разглаживалась. Сейчас по ее верхней части катилось грохочущее пыльное облако. Но мы-то находились в стороне. Эта гора выселась на самом краю ущелья. Бюреры тупы, но через несколько мгновений наиболее продвинутые представители племени осознали, то же, что и я, и метнулись обратно. Сделали они это в самый неудачный момент. Им следовало бежать дальше, вглубь, к алтарю, под прикрытием торчащего из склона большого валуна, но вместо этого карлики столкнулись с теми, кто несся следом, и посреди поселка образовалась куча мала. Через мгновение лавина обрушилась на нее. Некоторые бюреры пытались сопротивляться. Отдельные камни, изрухнувшие на поселок массы, нарушая законы природы, зависали в воздухе или устремлялись в стороны, сталкиваясь с другими, добавляя сумятицы в общую неразбериху. Мы с пригоршней улеглись на вершине, наблюдая. Край лавины все же зацепил гору, камни падали на ее склон, она содрогалась, скрипела, медленно проседая, волуны под нами шевелились, будто живые. А в глубине ущелья булыжники с хрустом проламывали шатры, навесы и головы карликов, потоки пыли и мелкого крошева били во все стороны. В конце концов над поселком повисло густое светло-серое облако, состоящее будто из мириад обезумевших мушек. Пыль покрыла нас с ног до головы, набилась в рот, ноздри, уши, она была заворотником, в ботинках. Когда все смолкало, пригоршня смачно плюнув сел и начала тряхиваться. Прижав ладонь к окровавленному лбу, я поднялся на ноги, с удивлением понял, что браунинг до сих пор зажат в правой руке, а не потерян в этой свистопляске, и сунул его за ремень. Глыба, служившая основанием поселку, украсилась шапкой камней. Самого поселка видно не было, лишь кое-где между валунами торчали обломки досок и окровавленные конечности. Покосившись на Никиту, я начал спускаться. Немного погодя, он последовал за мной. — Что в колхозе? — спросил я. — Когда туда пришел, военных уже не было, — ответил напарник. — Там пару человек всего в живых осталось. Попозже шрам появился. — Львович как? — Он жив. Еще псих тот, звонарь. И все. А девчонка? Не видела ее. Буркнул он, догоняя меня. Сказали, вроде она в вертолете. — Ага. — С пирсником. — Ясно. Сама к нему села, когда он на площади опустился. Мне хотелось сказать. — Я же говорил, помнишь? Но я сдержался, потому что и так все было ясно. — Шрам рассказал, что вы договорились возле того сарая встретиться. Но мы и пошли туда. Только я не остался с ними. Чего там торчать? А к дому картографа сразу потопал. — Но мы-то не в доме были. — А как нашел? Он пожал плечами. — Стреляли. Мы достигли основания горы и пошли по самому краю глыбы. — Что теперь, химик? Где Блейк? Где ноутбук? — Ноутбук у него, а он ждет ниже, возле бассейна. Ты иди к нему, дождетесь меня. Я еще хочу подняться к одному месту. — Возле какого бассейна? Это тот, что там ниже, торчит из склона. С водой? — Да. Прямо под ним Блейк должен прятаться. — Нет там никого, — сказал Пригоршня. — Я же мимо проползал. Даже попил из него. Там чистая вода. Выше родник бежит и прямо в него стекает. — Там он. Ты просто не заметил, наверное. Ну да, скажешь еще. Нет его, точно говорю. Да не может быть. Я видел лэптоп у него. И как он слезал, тоже видел. Я замолчал, уставившись на Пригоршню, а он уставился на меня. Мы одновременно сорвались с места и побежали. Мимо разгромленного поселка, туда, где по склону было легче спуститься. Стукнув ладонью по прозрачной ледяной воде и подняв тучу брызг, я пополз обратно. — Щенок! Шкет! Сволочь! — Ты куда? — спросил Никита. — Вниз давай, в долину. Может, догоним еще? — Не догоним. Мы там коня оставили. Блейк сейчас садится на телегу. Как мы его пешком догоним? Вслед за мной, выбравшись обратно в ущелье, напарник спросил. — Думаешь, к перстнику лэптопа потащил? — А ты что думаешь? Я запрыгал по камням в сторону алтаря. — Ну, я видел, как он на Марьяну заглядывал, язык высунув. — Наверное, скажет теперь капитану. Я ноутбук включу, если мне девчонку отдашь. — Так и есть. А я тормоз, лох. Нельзя было ему позволять с лэптопом оставаться наедине. Мог догадаться. Какое ему до меня дело и до тебя? Сейчас, если машинка не сломалась и там просто защита была, он ее включит, они поймут, как выбраться отсюда, а мы окончательно застрянем навсегда. — Ну так куда ты бежишь, химик? — закричал он, устремляясь за мной. — Вниз надо, говорю. Пока они еще в долине, напасть. — С чем напасть? — выкрикнул я, не оглядываясь. — У меня один ствол с одним патроном. — У тебя тоже один ствол. — Сколько патронов? — Пол рожка осталось. — Ну так ты их загрызть собираешься? — У шрама тоже вряд ли много. А у вояк там, может, целый арсенал. Раздалось подвывание, что-то зашевелилось среди камней, появилась рука, затем наполовину раздавленная, вся в крови голова. Не останавливаясь, я выхватил пистолет, но пригоршню уже дал одиночный выстрел, и бюрер затих. — Если все так, то куда ты бежишь? — Уже не бегу, Никита. Алтарь выселся прямо перед нами. Здесь камней было куда меньше, но бюрерам это не помогло. Сюда не успел добраться ни один. Припомнив картину, которую видел с горы, я бросился влево. Никита со злым и одновременно растерянным видом топтался на одном месте. Оглянувшись на него, я сказал, — С вершины той горы лучше было видно, что вверху, понимаешь? Искры, помнишь, на склоне, когда мы решили, что артефакты видим? — Ну, — спросил он, — так мы не ошиблись. Надо туда подняться, прежде чем в долину спускаться и военных искать. Наконец я нашел нужное место и стал расчищать щебень. Откинув несколько камней покрупнее, увидел то, что искал. — Так, а сюда ты зачем примчался? Не вниз, ладно, вверх полезли. Чего в ущелье я там торчать? — За этим, — сказал я, выпрямляясь с большим контейнером в руках. Он напоминал тот, что висел на моей спине, но похуже, на меньшее количество ячеек и с трещинами в некоторых крышках. Я побежал обратно, на ходу бросив контейнер при горшне. — Надевай, и за мной. Он что-то еще бормотал сзади, но я не слушал. Перескакивая через наполовину погребенные тела и обломки шалашей, то и дело спотыкаясь и, чуть не падая, пересек поселок по диагонали. Конечно, лавина убила не всех бюреров. Кто-то уже шевелился, слышалось жалобные бормотания и стоны, где-то постукивали камни, но четыре пятых племени были мертвы. За горой я остановился, задрав голову. Вскоре ко мне подбежал Никита. — Что ты носишься туда-сюда? Вроде тебя жгучий пух в зад ужалил, — проворчал он, снимая куртку и пристегивая контейнер. — Помоги пряжку затянуть. — Нет, сильнее. — Так. — Нафига нам лезть, химик? — Он уже отвесный почти. И... — Гляди, — перебил я, показывая вверх. — Вон от ущелья полка узкой тянется, метрах в пятнадцать и над нами. Первым делом туда надо добраться. По ней пройдем дальше, вдоль склона. Потом видишь трещина здоровая? — В которой кусты растут. — Да, она. — В нее заберемся и вверх. Там уже недалеко и подъем легкий. Можно будет за кусты хвататься или даже просто упереться ногами в одну стенку, спиной в другую и так лезть. — Ну и все. От конца трещины до того выступа рукой подать. — Давай, полезли. Я поставил ногу на валун, но напарник стоял неподвижно, с сомнением, глядя на скалу. И тогда я сказал. — Слушай, только не спорь со мной опять. Я тебе точно говорю. Туда нам надо. Лезем, ну? Тебя вроде трясет всего, Андрюха. Заметил пригоршня, плюя на ладони и хватаясь за выступ на высоте своей головы. — Что такое? Опять предчувствие? — Предчувствие — это слабо сказано, партнер. У меня зуд по всему телу, понимаешь? И это как тогда начиналось, когда мы с Блейком сюда забрались. Так до сих пор не отпускает. — Ну так не мылся три дня. Вот и зудит. — Нет, Никита, не в том дело. Тут рядом энергия какая-то, мощная очень. Сейчас увидим, откуда она. Подъем занял больше времени, чем я рассчитывал, но в конце концов напарник, а следом и я, выбрались из заросшей кустами вертикальной трещины на узкий, в полторы ладони шириной порожек над бездной. Мы прижались спинами к камню, осторожно переставляя ноги. До большого выступа, напоминающего тарелку, ребром вонзенную в склон, оставалось совсем недалеко. — Хорошо, туман тут этот желтый висит, — пробормотал Никита, глядя на носки ботинок, выступающие за край порожка. Из-за него высота не так заметна. Я не ответил. Меня била дрожь, потому что энергия лилась мощным потоком, омывала тело. Мышцы непроизвольно сокращались, голова тряслась. — Химик, да что ж тебя так прихватило-то? — удивился напарник, косясь на меня. — Ты аж светишься весь, и рожа красная. Рукоять пистолета, торчащая сзади из-за ремня, зацепилась за неровность на склоне. Я качнулся и чуть не полетел вниз, но пригоршню, вытянув руку, прижал меня к скале. — Спокойно, спокойно. Голова кружится. — Вертится, — сказал я сквозь зубы. — Иди, не останавливайся. Еще несколько шагов, и его плечо уперлось в боковую часть тарелки. Верхняя ее плоскость была примерно в метре над нашими головами. — Присядь, — сказал я. — Залезу тебе на плечи, переберусь наверх и руку дам. — Куда? Как переберешься? Это ты так шутишь? — Я скажу, когда начну шутить. — Давай, давай. — Да ты ж свалишься по дороге. Акробат, что ли? — Не свалюсь. За колени меня придерживай. — Не тормози, Никита. — Да зачем вообще туда лезть? — пробормотал он, приседая на корточке. — Вниз надо быстрее. А мы тут ползаем, как бабуины какие-то горные. — Надо, пригоршня, надо! — сказал я мелкими шажками, боком приближаясь к нему. — Сколько мы по этой долине с пистолетами и автоматами носимся? И чего добились? Пора другое оружие себе выбрать. — Какое еще другое? — кряхтя он опустился на корточки, потом сел, свесив ноги в пропасть. Я кое-как повернулся лицом к скале, взгромоздился на его плечи, опасно шатаясь, скользя ладонями по камню, вцепился в верхний край выступа тарелки, рывком подтянулся и выбрался наверх. Лежа на краю протянул руку, но он ее проигнорировал, подпрыгнул на порожки, ухватившись, подтянулся и оказался на том месте, где только что был я. А я уже шел от края, пожирая глазами открывшуюся картину. Выступ был большим, метров тридцать в диаметре. И все это круглое каменное поле сверкало, искрилось, шипело, завивало над собой мелкие смерчи и спускало светящиеся пузыри энергии. — Это что? Поле артефактов? — слабым голосом спросил пригоршня сзади. Глава четвертая Я пришел в себя, только лишь услышав рокот вертолета. Куртка напарника оказалась более изорвана, чем моя, и потому именно из нее я соорудил подобие перчаток, а вернее, понукаемый мной Никита просто разодрал ее пополам и обмотал тряпками моей кисти. Сам он отходить от края отказался, и все время, что мы провели на выступе, торчал там, периодически выкрикивая, чтобы я поторапливался. Их здесь было около полусотни артефактов разных видов и размеров, висящих в воздухе без видимой опоры или лежащих прямо на гладких камнях. Они образовывали какой-то чудесный фантастический сад, и центрами этого сада были три большие аномалии, расположенные близко друг к другу жарка, комариный плеш и высокий мохнатый сноб ржавых волос. В зоне такого не случалось никогда, чтобы плеш и жарка почти задевали друг друга своими незримыми краями. У каждой всегда был довольно обширный, обособленный ареал. Бродя в лабиринте артефактов и собирая их будто сказочные плоды в свою лукошко, я старался не приближаться к аномалиям. — Думал, поле, значит, земля, трава там, — прокричал Никита. — А тут? Откуда оно вообще взялось? Я не ответил, занимаясь парой морских ежей, и он выкрикнул вновь. — Давай, возвращайся и пойдем, а то потеряешься там совсем. Но вернулся я лишь для того, чтобы отдать свой контейнер и забрать Никитин, после чего вновь углубился в дебри артефактов. Три аномалии гудели, энергия перетекала между ними зигзагами, восьмерками, петлями, мне казалось, что они — вращающие друг друга шестерни, основа невидимого энергоинформационного механизма, который работал посреди поля артефактов, порождая его чудеса. Я будто танцевал в теплом потоке струящейся энергии, передвигаясь от одного артефакта к другому, наклоняясь и выпрямляясь, вставая на цыпочки, почти забыв, где мы находимся. — Вертолет! — сполошился напарник, выпрямился, приставил ладонь к колбу. — Химик, сюда, быстро! — Быстро, я сказал! — Ну! Только это и отрезвило меня. Стряхнув на вождение, я поспешил к Никите, лавируя между артефактами, которые не успел или не смог без дополнительной защиты взять. Их было еще много. Я набрал всего два десятка, больше не влезало в контейнеры. — Видно или только слышно? — спросил я, приседая на самом краю и вглядываясь в желтую дымку. Внизу двигалась темная запятая. — Этот лесник совсем сбрендил, когда ты ему ухо оторвал. — Наверное, отомстить хочет, потому летает везде, нас ищет. — Давай, пристегивай и спускаемся быстро. Теперь контейнер на двенадцать ячеек был на спине Никиты, я же надел тот, что поменьше. Один за другим мы слезли на узкую полку, по которой забрались сюда, и засеменили по ней, прижавшись спинами к камню. Рокот стал тише, но потом усилился. Запятая превратилась в вытянутое горизонтальное пятнышко, над которым серел размытый овал. Оно опустилось к ущелью бюреров и повисло рядом. — Заметил, что там произошло, — проворчал напарник. Теперь рассматривает, соображает, что к чему. Мы достигли трещины с кустами. Сначала Никита, потом я перелезли в нее. Стали спускаться, и тут он закричал. — Глубже, глубже заныкайся и замри там! Рокот винта стремительно нарастал. Трещина была неглубока. Я забился в самую дальнюю ее часть, широко расставив ноги и упираясь ребрами подошву в неровные стены, одной рукой сжимая пистолет, другой держась за куст. Подо мной, примерно в такой же позе, замер пригоршня. Вертолет пронесся мимо расселены так близко, что я мог бы добросить до него камень. Волна рокота накатила на нас и схлынула. — Полезли, пока не вернулся! Машина появилась вновь, когда мы были уже в нижней части расселены. — Замри! — скомандовал напарник. На этот раз я уперся в одну стенку спиной, к другой прижал ступни. Неудобно, но кустов рядом не было, и к тому же здесь трещина становилась немного шире, чем вверху. Вертолет возвращался и, судя по звуку, находился теперь значительно выше нас. Он был уже недалеко, когда под моими ступнями качнулся камень. — Никита, пада! — начал я и не договорил, свалившись на голову напарника. Он не удержался и рухнул туда, где трещина заканчивалась, повис, согнувшись, свесив ноги, а я, скатившись по его спине, кое-как извернулся, вцепился в полку, по которой мы добирались сюда, подтянулся. Сквозь рокот винта треснул выстрел. Потом второй. Пуля раздробила камень возле уха. Я вылез на полку. Вертолет разворачивался. За лобовым окном маячили две круглые черные головы. — Они что, оба в шлемах? — Ну да, ведь дверца выломана, и внутрь бьет сильный поток ветра, особенно на поворотах. Тот, что сидел слева, до поясницы высунулся из пролома, придерживаясь за край, поднял короткий обрез и выстрелил. Пуля ударила в склон высоко над нашими головами. Никита уже выбрался из трещины и тоже встал на полке. Мы двинулись к стенке ущелья. Вертолет развернулся лбом к склону, начал опускаться. Многоствольного пулемета на нем уже не было. Остался лишь кусок погнутого металла на месте турели. — Быстрее! Пригоршня почти нагнал меня. — Вниз давай! Из прозрачного колпака вновь показался человек в шлеме. Я уже понял, что это какой-то солдат. Лесник же управлял вертушкой. Должно быть, кроме него и перстника никто из военных не умел этого, а капитан вряд ли собирался искать нас. На стрелке была военная форма, широкий ремень, где висела граната, на бедре — большая светло-коричневая кобура. Теперь он сжимал не обрез, а УЗИ. Автомат выстрелил одновременно с тем, как я присел. Пули ударили в стенку над головой. Очередь приблизилась к плечу стоящего рядом напарника. Он вскинул вал и тоже выстрелил. Я уже был слишком занят, чтобы наблюдать за происходящим. Когда перемахнул с полки на стену ущелья, чуть не сорвался. Успел вцепиться в трещину, качнулся, наконец нашел опору для ног и только тогда взглянул. Вертолет, задрав нос, отлетал от склона. Солдат висел на лыже, согнувшись пополам и прижавшись к ней животом. Ноги болтались с одной стороны, руки с другой. — Попал! — выкрикнул я, сползая, лихорадочно ища опору, нащупывая трещины. Никита перелез на стену. Мне на голову посыпались камешки. И вдруг мимо, ударив прикладом по плечу, пролетел автомат. — Ать, черт! — заорал он. — Там еще пять патронов бы! Затарахтел ФН. Вертолет висел наискось к склону, очень медленно отлетая от него. Лесник стрелял в распахнутую дверцу. Горизонтальный ряд пуль дробно прогрохотал по камню между мной и напарником, после чего очередь смолкла. — Ага, урод! — выкрикнул Никита. — Не можешь целиться и вертушкой управлять! Я прижался теменем к камню, между коленей поглядел вниз. До глыбы, на которой приютился разрушенный поселок бюреров, оставалось метров десять. Но недалеко от нас выселась гора камней. Ее вершина была примерно там же, где и я сейчас. До вершины, конечно, не допрыгнуть, но можно попробовать соскочить на середину склона, скатиться по нему. Звук работающего винта нахлынул волной. Склон задрожал, у меня залязгали зубы. В потоке бьющего от вертолета воздуха затрепетала одежда и волосы на голове. Я оглянулся. Машина была совсем рядом, так близко к ущелью, как позволяла длина лопастей. Из приоткрытой дверцы до поясницы высунулась массивная фигура, подняла руку со феном и прицелилась. Вертолет качнулся, накреняясь все сильнее. Край размытого серого конуса, которым оказался винт, задрался. В забрале черного шлема отразился выгнутый склон ущелья и две прилипшие к нему фигурки. Ствол пистолета-пулемета уставился в спину висящего надо мной пригоршни. Я вырвал браунинг из-за ремня, оттолкнувшись от склонов скинул руку, выстрелил и прыгнул. Но не на гору камней, а на вертолет. Плашмя рухнул на покатый бок, соскальзывая, выпустил оружие. Вертушка выровнялась, скольжение превратилось в падение, но тут лесник схватил меня. Почти целиком высунувшись из вертолета, он прижал к моему подбородку широкую, как лопата, пятерню, другой рукой взялся за ремень и начал давить, выгибая тело, пытаясь сломать позвоночник. Мгновение я сопротивлялся, вцепившись в его запястье, повернув голову и скосив глаза вниз, а потом обмяк. Он нажал сильнее и допустил ошибку. Потому что на лыже под днищем вертолета висело тело с гранатой на ремне. И теперь я сумел дотянуться до нее. Я выдернул ее из кожаной петли, рванул чеку зубами, одновременно хватая край забрала из непроницаемого черного стекла. Сдвинул. Чтобы сделать это, я был вынужден отпустить запястье лесника. Откуда-то из-под приборной доски он выхватил нож и глубоко всадил меня в плечо. Пространство вспыхнуло, будто неподалеку от вертолета зажглось алое солнце. В тот миг я не ощутил боли. Увидел над собой красное бородатое лицо, шрам под древым глазом, пельмо и плюнул в него чекой. Железное кольцо ребром вонзилось в бельмо, пробило его, расплескав белые капли, напоминающие гной. Оставив нож в моем плече, лесник отшатнулся, мыча, но я уже сунул гранату в шлем, постаравшись вдавить ее между порванным ухом и черной стенкой, и захлопнул забрало. Откинувшись в кресле, лесник замахал руками, зацепил руль высоты, вмазал по приборной доске. Растопыренные пальцы скребанули по гладкой поверхности шлема, судорожно пытаясь нащупать щель. Дальше я не видел. Дергаясь и крутясь, он случайно ударил меня коленом в грудь. Я вновь откинулся назад, изогнулся, запрокинув голову, увидел перевернутую картину под собой, вытянул вниз руки, ухватившись за лыжу, сделал сальто. Такие трюки не для меня. Когда ноги описали дугу, пальцы сорвались со скользкого стеклопластика, и я, продолжая вращаться, полетел вниз. И рухнул спиной в воду. Я упал, разбросав руки и ноги, сильно ударившись о поверхность. Здесь было совсем не глубоко. Когда сел на дно, голова и плечи оказались над водой. Увидел торчащий из левого плеча нож, потянулся к нему, но передумал вытаскивать. Из-под лезвия сочилась тонкая струйка. Она станет куда больше, если освобожу рану. Лучше подождать. А пока... А пока я поднял голову и глянул вверх. Вертолет задрал нос, будто пятился от склона. Вдруг он начал вращаться, и кабину озарил взрыв. Не слишком яркий. Чувствовалось, что между эпицентром и окружающим пространством было какое-то препятствие. Стенки черного шлема, череп, мозги. Все же ударной волне удалось все это преодолеть, хотя она и затратила на них какое-то количество энергии. Лобовой колпак пошел трещинами, вертолет качнулся, еще секунду винт вращался, затем остановился, лопасти провисли. Машина рухнула на край бассейна. А я, резко откинувшись назад, с головой ушел под воду. Но даже там услышал грохот. Все вокруг заволновалось, вскипело. Чуть не захлебнувшись, я оттолкнулся от каменного дна, и тут же дно это пробороздило трещина. Сквозь воду взлетели камни, я провернулся, пытаясь за что-нибудь ухватиться, потому что меня вдруг силой потянуло вперед и вниз. Вся масса воды устремилась в одну сторону, будто я попал в быструю горную речку. Дно провалилось, и несколько сот кубометров жидкости обрушились вместе с большей частью бассейна и обломками вертолета. Но я успел вцепиться в трещину на склоне. Мгновение казалось, что сейчас меня утащит, тело натянулось, как струна, пальцы выворачивало, но после давление исчезло, и я повис, качаясь, будто мокрое полотенце на веревке под порывами ветра. Грохот, лязг и шипение смолкли. Я скосил глаза. Под моими ногами тянулся изломанный склон, весь в трещинах, буграх и осколках, а ниже была долина. С ботинок лилась вода, двумя струями, которые через пару метров распадались отдельными каплями, и те летели дальше сквозь желтоватый воздух, постепенно исчезая из виду. Голова закружилась. Кое-как провернувшись, я зацепился за что-то рукоятью ножа и, скрипнув зубами, сел в просвете между двумя булыгами. Сверху посыпалось мелкое крошево, потом испуганный голос Никиты произнес «Химик, ты там?» Меня била крупная дрожь. Перед глазами сновали жужжащие огненные точки. Обломки вертолета лежали далеко у подножия горы. Внизу ничего не горело, вода из бассейна потушила огонь, зато шел черный дым. И где-то там, среди валунов, почерневшего железа и расплавившегося пластика, лежало тело лесника, раздавленное, как лепешка, которую бросили в мельничные жернова. «Ты!» — хрипло выкрикнул я, обеими руками схватил нож, выдернул и потряс, оскалившись. «Я говорил тебе! Люблю таких кабанов! Когда вы падаете, так громко гремите! И встать уже не можете!» Когда спустились, мне стало совсем плохо. Ноги подгибались, я едва шел, так что в конце концов Никите пришлось тащить меня, а потом и вовсе уложить на траву. Оторванный от рубахи рукав, в котором замотали плечо, потемнел, набух от крови. Окружающий мир подрагивал, а иногда начинал кружиться вокруг одной точки, которая находилась где-то между глаз. Звуки становились тягучими, низкими, краски бледнели. Озабоченное лицо склонилось надо мной, и напарник спросил. «Там же кровь, камни есть, химик, надо ее на рану присобачить. А ну сядь, давай контейнер снимем!» Он помог мне сесть и стал расстегивать ремешки, но я сказал, «Так просто на рану нельзя. Нужны тряпки и спирт, или хотя бы бензин». «Где же я тебе бензин сейчас возьму?» «Раз негде, значит, пошли дальше. Мне получше чуток стало, как полежало. Теперь помоги встать». Озеро осталось далеко позади, когда мы услышали тарахтение. Пригоршня достал нож, единственное наше оружие, не считая артефактов, в контейнерах, и поволок меня под прикрытие растущего неподалеку дерева, но потом остановился. «Знакомый звук вроде», сказал я. Он кивнул. «Ага, это кажется...» «Ну, точно». По полю в нашу сторону двигалась мотоповозка. Я разглядел сидящего за рулем шрама. «Идем». Напарник потащил меня вперед. Вскоре знакомый голос созвенел. «Новички! Ха! Видели хозяев зоны? А троповы, троповы видели? Или он все прячется, никому свое лицо не показывает, истинный имя не говорит? Разбогатели новички, деньжатами разжились, или, может, артефактами? Заткнись!» Бросил шрам, не оборачиваясь, и звонарь смог. Сталкер остановил повозку, кивнул нам. Позади, обняв трехлитровую банку, сидел Илья Львович. Звонарь, облаченный все в те же напоминающие пижаму одежды, гордо выседал на одном бортике с берданкой в руках, с другой стороны пристроился вооруженный автоматом злой. «Что с вами, молодой человек?» спросил Илья Львович, когда я, ни слова не говоря, полез в кузов. «На вас лица нет?» «Самогон свой открывайте», велел я. «Закуски не успел захватить, та же огурчиков». «Я пить не хочу, для артефактов надо». «Тряпки есть какие-то?» «Нет, открывайте, открывайте банку, Илья Львович!» «Звонарь, а ты рубаху снимай, быстро!» Между нашими ногами лежали два калаша, УЗИ, три пистолета и порванный рюкзак, в котором виднелись рожки и обоймы. Их там было не слишком много, но все же...» Радостно болтающий звонарь без всяких возражений снял рубаху с непомерно длинными рукавами. Я положил контейнеры возле рюкзака и с помощью Ильи Львовича стал сооружать повязку, краем уха слушая разговор. «Что-то не вижу я компьютера у вас», сказал злой. «Да были топ-топ этот? А пацан где? Америкос?» Никита, усевшись на край кузова, ответил. «Его Бюрура украли. Не Блэйка, а лэптоп. Химик с Блэйком к ним в деревню пошли. Там у них, оказывается, целая деревня на склоне. «Тут как раз я подгреб. Мы обвал устроили. Бюрура взавалила». «Вместе с топ-топом?» «Лэптопом, злой». «Нет, не вместе с ним. Его Блэйк успел вытащить оттуда». «Ну так где Америкос?» «У Америкосов», сказал Пригоршня. Сталкер уставился на него. Шрам обернулся, внезапно заинтересовавшись. «Чего?» «Злой. Пацан нас кинул. Взял ноутбук и к военным побежал. Поехал, вернее». «Но когда спустились, ни телеги, ни коня, ни пацана. Он в марьяну твою втюрился. Ты хоть это видел? Мы с химиком, думаем, решил с пирсником поторговаться. Ну и...» Шрам вдруг завел мотор. Кузов качнулся, когда он вывернул руль. Никита чуть не сверзялся с бортика, а звонарь таки упал, но не наружу, внутрь, ударившись затылком о рюкзак, захныкал. «Ты сдурел?» заорал Никита на шрам. «Куда попер, эй?» «Не трынди, малый!» перебил его старый сталкер. «Шрам правильно попер. Куда надо?» «А куда надо?» спросил я. «На север. Мы, когда в сарае том сидели, военные вдруг появились, всем кагалом. Мотоциклы, грузовички их, джипы. Ехали с троем длинным, растянувшись, будто долину прочесывали. Над ними вертолет сначала покружил, а потом улетел куда-то. Мы со шрамом на сеновал залезли, оттуда глядели. Еще немного, и они бы до сарая добрались. Но тут вдруг телега показалась. Далеко, поэтому мы не поняли, что в ней пацан этот. Она подъехала к мотоциклу, на котором пирсник любит разъезжать. Остановились, стали базарить о чем-то. С сеновала видно было, что в телеге только один человек. А кто, не разобрать. Долго они там чем-то заняты были. А потом вдруг все развернулись, и на север, причем быстро так. Строй сломался, толпой туда ломанулись. Понял, малец? Никита обернулся, вопросительно посмотрел на меня. Я к тому времени сидел, привалившись к бортику, весь обмотанный повязками, оторванными от рубахи звонаря. К телу были прижаты заживляющие артефакты, две крови камня и ломоть мясо. На севере, между двух скал, озерцо со свайными домиками, сказал я. После этих слов все, кроме шрама, уставились на меня. Какое еще озерцо, химик? Удивился злой. Какие домики? У нас тут только два озера. Одно в западной части, с водопадом, другое в восточной, от которого вы пришли. А на севере пустошь каменистая. Больше ничего нет. Я пожал плечами. Несмотря на артефакт, левая после этого пронзила боль, и я решил, что больше делать так не буду. Значит, теперь есть. Мы с вертолета заметили, когда летали. Когда вы в последний раз ту пустошь видели? Это к охотникам. Шрам когда? Тот ответил, не оборачиваясь. Там дичи мало. Потому давно не ходили. Много месяцев. Ну вот, значит, с тех пор поменялось там все, после какого-нибудь выброса, заключил Никита. Шрам не жалел по воску. Она подпрыгивала на ухабах, тряслась, скрипела и мчалась вперед с приличной скоростью. А если они выход, пробой этот пространственный найдут. Зачем нам спешить? Спросил напарник. Ну, выйдут они из долины. И хрен с ними. Мы следом выйдем. Злой покрутил пальцем у виска. Дурак ты, малый. Зачем пирснику надо, чтобы те, кто в долине жил, когда вернутся, рассказали о его делишках? О том, как он генерала Натовского пришил. Солдаты, те повязаны с ним. Ну, а мы... Капитан этот пробой либо заткнет как-то за собой, либо просто подорвет вход, чтобы его завалило, пояснил я Никите, либо еще что сделает. В общем, он после себя уже никому не даст выйти, потому что его потом под трибунал отдадут и расстреляют, если военные с кордона узнают, что он тут творил. Это первое. Второе. Неизвестно еще, сможем ли мы этот выход найти без лэптопа, даже зная, что он в северной части долины где-то. Ну так куда мы едем-то конкретно? Конкретно пока к озеру, там будем дальше смотреть. Эй, все! У кого ранения еще есть, ушибы сильные. Здесь две крови камня остались и ломать мясо. Он слабее, но тоже нормально действует, так что подтягивайтесь. Ну-ка покажи, что там у вас. Злой присел рядом с контейнерами. Ой, мать! Да где же вы столько набрали? А вот это что? А, душа! В мои времена, когда я еще зону топтал, она пять тысяч стоила. А сейчас все десять, сказал я. Илья Львович тоже заинтересовался, осторожно поставив свою банку под бортиком, присел рядом. Бессмысленно улыбающийся звонарь с Никитой склонились к нам. Это морской еж, а вот колючки, пояснил я по очереди, отодвигая крышечки и сразу же закрывая их. Они скачут и колются. Вот это зеркальце, золотая рыбка. Светится! Обрадовался звонарь и протянул руку, но я тут же закрыл ячейку. Не трогай. Вот кристалл, вспышка, колобок, мороженое, слизь, еще одна вспышка, вторая слизь, шрапнель, бусы, слюда, батарейка, пружинка с пустышкой. — Есть тут у вас где-то лоза волчьего зева, злой? — Полно! — он махнул рукой. — Да вон хотя бы! Я приподнялся, выглядывая из-за плеча Никиты, крикнул сквозь тарахтение двигателя и лязг. — Шрам! Останови ненадолго! — Не останавливай, притормози просто, — уточнил пригоршня. — Где химик? — Вон то синее! Я кивнул, и он соскочил с повозки, как только скорость уменьшилась, бросился к длинному, стелющемуся по земле мясистому стеблю, схватил и побежал, тащал волчью лозу за собой, вырывая из земли ее тонкие корешки. Повозка медленно ехала дальше. Я выпрямился во весь рост, глядя над головой шрама. Северного озера пока не было видно, но две скалы я уже мог разглядеть. — Все, хватит! Напарник рубанул по стеблю ножом и побежал обратно, волоча за собой около трех метров лозы, наматывая ее на руку, как ковбой-лассо. Бросив растение мне под ноги, он запрыгнул на борт и уселся боком. — Незаменимая вещь, когда хочешь артефакты скрепить, — пояснил я остальным. — Это мутантное растение, у него особые свойства. — А я слыхал, ее в какой-то военно-биологической лаборатории вырастили, специально для зоны, — сказал злой. — Неважно. Надо разрезать на куски поменьше. Вроде подъезжаем уже, соленое, удивился злой, посасывая палец, который только что макнул в воду, присев на краю пологого берега. — Это что получается? Кусок моря сюда к нам затянуло. Оставив повозку за скалой, где уже стояли три пустых грузовика, пара джипов и мотоцикл, мы приблизились к берегу, кто на четвереньках, кто ползком. Труднее всего было со звонарем. Он то и дело порывался встать и, по-моему, броситься в водоем, чтобы искупаться, так что при горшне каждый раз приходилось то отвешивать ему под затыльник, будто непослушному ребенку, то подбивать ноги, после чего звонарь плюхался обратно на песок и, бессмысленно улыбаясь, полз дальше. Узкие мостки тянулись от берега к аккуратным маленьким домикам. Пластиковые крыши, скамеечки на крылечках, современные стеклопакеты в оконных проемах. — Никого нет, — объявил злой, щурясь. — Можно не прятаться. Мы поднялись, и сталкер первым шагнул на мосток. Я увидел небольшую овальную лодочку из пробки ярко-красного цвета. Она чуть покачивалась возле ближайшего дома, привязанная короткой веревкой. — Совсем не глубоко здесь, — сказал пригоршний и пошел вдоль настила по дну. Вода, в конце концов, достигла бедер и дальше не поднималась. У напарника в руках был калаш, а на ремне, помимо ножа, кобура с тетэшником. Идущий впереди всех злой был вооружен калашниковым и берданкой, которую повесил на спину, у шрама тоже калаш и плюс к нему тетэ. У меня снова оказался браунинг, а еще УЗИ. Илья Львович, оставив банку в повозке, вооружился большим гаечным ключом. — Львович, вам стрелять приходилось? — спросил я тихо. — Ну, конечно, молодой человек. Часто. Он скупо улыбнулся. — Я не боец, но стрелять умею, ведь не в Сочи живем, а в зоне. — Возьмите тогда. Я протянул ему УЗИ. Это мини-вариант, он не тяжелый. Миновали первый домик. Внутри было пусто, и над дверью второго увидели плакат. — Клуб Дайвер, — прочитал злой. — Это что за хрень еще, Дайвер? — Подводники, значит, — пояснил Никита, выбираясь из озера на доске возле двери. Он заглянул, махнул рукой и шагнул внутрь. Когда я вошел следом, напарник стоял возле длинного стола, на котором лежали аккуратно свернутые резиновые костюмы ярко-синих и оранжевых цветов. Перед ними в ряд были уложены маски, а сбоку на полу приютились три баллона с вентилями и свисающими шлангами. Никита поднял большой фонарь в черной резиновой оболочке, включил, световой конус уперся в низкий потолок. — Ты глянь, работает. — А вон на полке еще два лежат. Снаружи, под самой дверью, раздался выстрел. Мы вывалились из домика, столкнувшись в дверях. Илья Леович и звонарь спрыгнули в озеро, присели, прячась за постройкой. Шрам стоял, привалившись плечом к стене и выглядывал из-за угла, а злой, опершись коленом о лавку под окном, целился из берданки, сощурив один глаз. — Кто? — прошепел Никита. Злой выстрелил еще раз. В глубине озера дома. Шрам подался назад, схоронившись за углом. Злой опять выстрелил, и автомат смолк. Достав Браунинга, я обежал домик, высунулся. Слева и справа были другие постройки, а впереди лишь озерная гладь. Ближе к склону горы из дна торчал каменный холмик, высокий и узкий. И все, больше ничего там не было. — Я его подстрелил, не шевелится, — донеслось из-за домика, и старый сталкер с плеском прыгнул в воду. Подняв волны, он побежал вперед, и тогда только я разглядел на вершине холмика неподвижное тело. Мы поспешили следом. Вскоре выяснилось, что в узкой вершине зияет отверстие диаметром метра полтора, зев наклонного туннеля с каменными стенами, наискось уходящего вниз, под гору. И на краю его, свесив руки, лежал мертвый солдат в потрепанной форме. Пуля злого аккуратно продырявила ему лоб. В воде под холмом, окруженной облаком крови, плавало второе тело. — Эк, я метко их обоих! — сам себе удивился сталкер. — Тыгля! Прям яблочко! — Что это там такое? Я улегся, свесив воду. С внутренней стороны в камень были вбиты два строительных дюбеля, и к ним проволокой примотана взрывчатка со свисающим фитилем. — Они это дело подорвать собирались, — сказал напарник. — Вон длина как раз такая, чтобы вниз спуститься и отбежать куда-нибудь. Злой выпрямился, окинул взглядом озеро, вновь заклинул в колодец и выругался. — Охренеть! Вот почему мы столько искали и не нашли ни черта! Мы в долине искали, а надо было под долиной! — Я сказал. — Никита, дуй назад за фонарем. — Нет, все три тащи сюда. Спускаемся. Глава пятая Наверняка капитан с медведем поняли, что их преследуют. Они оставили засаду. Пули завизжали над головами, и все мы, кроме звонаря, упали навзнечь. Он стоял, улыбаясь что-то тараторя, пока Никита не пихнул его под зад так, что дурак кубарем покатился по камням. Из наклонного колодец стал горизонтальным, а потом мы попали в пещеру. Лучи фонарей озарили широкий свод и бугристые стены. Дальнюю часть, где виднелся полутемный зевт туннеля, от нас отделяла неглубокая расселена. Когда мы упали на ее краю, злой со шрамом одновременно открыли огонь по двум солдатам, которые прятались за валуном возле туннеля. Повернув голову, я встретился взглядом с напарником. Он кивнул, я приподнялся, позволяя противникам увидеть себя, отпрыгнул и покатился вдоль расселины. Пули ударили вокруг, высекая каменную кровь, и тут же в стороне Никита, встав на колени, метнул гранату. Выстрелы смолкли, раздался предостерегающий крик, но было поздно, противники не успели отбежать. Граната, упав точно за валуном, взорвалась. Грохот наполнил пещеру, прошелся в две стороны по туннелю и коридору, через который сюда проникли мы, постепенно стихая. Целись из браунинга в сторону валуна, я жестом показал остальным, чтобы молчали. Прислушался. В пещере было тихо. Я выпрямился во весь рост, и спутники зашевелились. Звонарь, при падении ударившейся головой, что-то запричитал, злой выругался, шрам сел и стал молча перезаряжать автомат. Сунув пистолет за ремень, я шагнул к расселине. Неглубокое, широкое, вся заполнена жгучим пухом. — Уй-ю, — сказал Никита, останавливаясь рядом. — Нет, не перепрыгнуть на ту сторону. Он нагнулся, вглядываясь. — Осторожно! — схватив напарника за плечо, я оттолкнул его, а то в лицо плеснется. Привлеченный нашим движением, пух заволновался, и недалеко от края выстрелила белая полупрозрачная струя, будто гейзер легчайшей пены. Поднялась почти на метр и разлетелась облачком. Мы с Пригоршней отскочили подальше. — А военные как перебрались? — спросил Илья Львович, и злой вместо ответа ткнул пальцем вперед. На противоположном краю лежала широкая длинная доска, одним концом погруженная в пух. — Вытащили ее, когда перешли, — пояснил сталкер. — Химик, как теперь? Ты ж по этим делам спец. Можно по пуху пройти? Покачав головой, я двинулся вдоль расселены. — Нет, разве что напиться до полусмерти, для обкурица. Его укусы болезненные очень, хотя... — Звонарь, иди сюда. — Я звонарь, правда. Он закивал, приближаясь, а я в это время стал расстегивать ремешки контейнера, висящего на спине. — Знаешь, что это? Я ткнул пальцем в пух. Он глянул на расселину и вновь уставился на меня, ухмыляясь. Глаза были пустыми. — Вата это, понимаешь? — Хоть что такое вата, ты знаешь? — Вата, да, звонарь знает. — Никита, иди сюда, позвал я, снимая контейнер. — Подержи. Напарник взял его. Отодвинув одну крышечку, я достал из кармана кусок Никитиной куртки, обмотал вокруг ладони. Осторожно извлек из ячейки полупрозрачный блин, как будто из силикона, только мягче. Даже легкое прикосновение пальцев продавливало его так, что, казалось, в любое мгновение поверхность может лопнуть, и субстанция растечется по руке. — Смотри, что это у нас тут, звонарь? — позвал я. Почуяв недоброе, он попятился, но подошедший сзади шрам ухватил его за шею и поясницу, уперся коленом в копчик и нажал, заставляя нагнуться вперед. Звонарь обиженно забармотал. Ни одного слова понять было невозможно, а я плюхнул артефакт под названием «слизняк» ему между лопаток. — Жжется, холодное, печет, лед, колется. — Так жжется или холодное? — спросил я. — Шрам, держи, не отпускай пока. Звонарь дергался, но вырваться не мог. Сталкер нажал сильнее, и дурак упал на четвереньки. Слизняк, напоминающий теперь большой ком расплавленного пластика, несколько секунд дрожал между лопаток, а потом растекся по коже, будто липкий густой клей стал тонким, мутно-белым блинчиком. Звонарь вдруг затих, выгнул шею, пытаясь заглянуть себе на спину. — Все, теперь намертво прилипло, — сказал я. — Пока само не рассосется, не оторвешь. Отпусти его, кажется, ему понравилось. Шрам шагнул назад. Звонарь выпрямился, неуверенно улыбаясь. — Щекотно, — объявил он, поднял руку и почесал себя между лопаток. Ногти скользнули по остекленевшей массе, в которую превратился слезняк. — Это не вредно? — спросил Илья Львович с тревогой. — Жить вредно, — отрезал я. — А жить в зоне, втройне. — Через сутки рассосется, на коже только розоватый след останется. — Звонарь, видишь доска на той стороне? Он поглядел. — Доска, да, широкая. Звонарь видит. Большая доска. — Ага, большая. Тяжелая, наверное. — Ох, и тяжелая. — Спорим, звонарь ее с места сдвинуть не сможет? — Как не сможет? — Зволновался он и выпятил грудь. — Звонарь сможет. Он сильный, все может. — Ну так попробуй, предложил я. — Сдвинь ее так, чтобы один конец на той стороне остался, а другой на нашей, чтобы мы по ней пройти смогли, понимаешь? Только тогда тебе поверю. Он поднял руку и согнул в локте, как какой-нибудь культурист, демонстрируя нам тощий бицепс, и шагнул в расселину. Глубина оказалась по пояс. Пух заглубился, вокруг звонаря выстрелило сразу несколько струй. — Ай! — взвизгнул он, развернувшись, попытался выбраться обратно. — Колется! Щекочет! Жжет! Никита, нагнувшись, пихнул его в грудь, не позволяя вылезти из расселины. — Колется! Перепуганное лицо обратилось ко мне, я топнул на звонаря ногой. — На ту сторону! Быстро! Беги! Ну же! Тебе пять шагов всего сделать надо! Поняв, что обратно его не пустят, он вновь повернулся и бросился вперед сопровождаемый струями пуха. По всей расселине тот уже колокотал, завиваясь смертьями. Звонарь выбрался на противоположный край, отбежал и сел под стеной, хлопая себя по груди, животу и бедрам, почесываясь и поскуливая. — Доска! — напомнил я. Он покосился обиженно, облизнул губы и вновь стал чесаться. — Так и вы правильно говорили, молодой человек, громко на всю пещеру произнес Илья Львович. — Звонарь наш слабый совсем, даже я старик, его сильнее. — Львович слабый, — невнятно откликнулся голос с той стороны. — Звонарь сильный очень. — Да-да, он совсем слабак, согласился я. Он даже доску эту и ту сдвинуть не смог, видите, как испугался. — Звонарь вскочил с криком «Сильный!» бросился к доске, навалился, приподняв погруженный в пух конец и стал сдвигать. — На секунду мне показалось, что он действительно слишком слаб для этого. Но, уродивый, тяжело дыша, все же смог переместить ее настолько, что в конце концов Никита, которого злой на всякий случай придерживал сзади за ремень, ухватился за второй конец и дернул, опустив его на нашей стороне. Один за другим мы пересекли трещину, а струи пуха бесшумно выстреливали со всех сторон. Последним шел Никита. Когда он преодолел уже половину пути, над расселиной взвился белый смерть. Сумев оторваться от породившей ее массы, стремительно вращающаяся воронка взлетела на доску, зигзагами двигаясь по ней, разбрасывая пух во все стороны. «Сзади!» крикнул я. Пригоршня оглянулся и бросился бежать, в то время как смерч, на ходу опадая, уменьшаясь, гнался за ним. Напарник прыгнул на камни, а пуховая воронка, почти добравшись до конца доски, растаяла окончательно. Подняв фонарь, я направил мощный луч в туннель. Он по логу уходил вниз, широкий, с высоким каменным сводом и неровным в извилистых трещинах и выступах полом. Я давно остался без сумки с гайками, а больше ничего подходящего под рукой не было, и поэтому, сказав остальным, чтобы не шумели, некоторое время стоял у входа, вглядываясь. Туннель плавно изгибался, дальнего его конца видно не было, но на той части, которую я мог окинуть взглядом, аномалии отсутствовали. Ладно, вроде пусто там. Я обернулся. Идем? Не идем, а бегом бежим. Злой решительно зашагал вперед с автоматом на изготовку. Илья Львович, обеими руками сжимая УЗИ, зашаркал вдоль стены, шрам двинулся за ними, и Никита, толкнув перед собой звонаря, пошел следом. Лучи трех фонарей ярко освещали туннель, звуки отдавались протяжным глухим эхом. Вроде оно естественного происхождения, сказал я. Слишком неровное все. После взрыва тоже неровное остается, проворчал старый сталкер. Неважно, естественный или нет, главное, куда ведет. Туннель закончился приоткрытой металлической дверью, на которой висела большая медная табличка с крупными, рельефно выдавленными буквами. Первая строчка находилась ближе к верхнему краю, еще три возле нижнего, а между ними магнитиком был прижат пожелтевший листок из школьной тетради в клеточку. Никита, оказавшийся ближе всех к двери, щелчком сбил магнит, подхватил листок и стал медленно читать. Я увожу в подвалы сновидений, в ночные ужасы и вековечный сон, я увожу к погибшим поколениям, был темным злом, создатель вдохновлен. Я высшей силой, группой осознания и ноосферой смерти сотворен, страшнее меня лишь адские создания, открыв меня, навечно ужаснетесь, вошедшие, назад вы не вернетесь. Написано было выцветшими синими чернилами, прыгающим почерком, наискось, ряды букв не совпадали со строчками, в правом нижнем углу темнело пятно, похожее на след давным-давно засохшей крови. Никита перевел на меня вопросительный взгляд. — Ну и чего ты смотришь? Я откуда знаю? — откликнулся я. — Не разбираюсь в стихах, но, по-моему, длинные. — Да нет, я не о том, что эта фигня означает. — Понятия не имею. — А это на английском, которое... Оно как переводится? — Реальная лаборатория? — Чего? — Ну, конкретная, чисто... ээээ... нормальная такая. — По делу. Он смущенно замолчал, поняв, что морозит ерунду. — По-моему, это скорее значит лаборатория реальности. Никита разжал пальцы и листок спланировал на пол. Тем временем злой встал возле узкой щели между краем двери и косяком, заглянув, присел и стволом автомата толкнул дверь. Шрам поднял фонарь над его головой, надеясь, видимо, ослепить мощным лучом того, кто мог находиться внутри. Открылся короткий коридор с прямоугольным проемом на другой стороне. За ним мерцал, то полностью угасая, то разгораясь, тусклый свет. Злой первым шагнул вперед. Он повесил калаш за спину и взял берданку, напоминая охотника, вышедшего в лес пострелять зайца. Никита, подняв автомат к плечу и водя стволом из стороны в сторону, направился следом под одной стеной, шрам под другой. Я пошел между ними. Звонарь с Ильей Львовичем двигались последними. Ближе к проему, за которым на полу лежала вывороченная металлическая дверь, в стене слева было разбитое окно. Из него свисали ноги. Никита подался вперед, всунув в окно ствол, замер, потом выпрямился. Там кладовка какая-то большая, что ли, со стойкой, и нет никого. А висит кто? Спросил я, приближаясь. Теперь стало видно, что коридор выводит в обширные помещения с дранными пластиковыми диванами под стеной. Один диван сгорел, вокруг него чернило большое пятно Гарри. Ближе к нам, с потолка, на паре проводов свисала панель дневного света на четыре лампы. Три разбиты, одна работает, но постоянно мигает, щелкая стартером. Дальняя сторона помещения была погружена во мрак. Напарник потянул тело за ремень. Оно вывалилось из оконного проема, растянулось на полу, перевернувшись лицом кверху. Злой пригляделся и сказал, «Это солдат пирсника. Что это у него? Всю грудь изрезал кто-то». Кровь еще текла. На стене за телом остался широкий развод, по полу начала расползаться темная лужа. По полу начала расползаться темная лужа. «Неужто свои покромсали?» — удивился старый сталкер. «Гляди, Шарам, какие ураны узкие, будто от скальпеля, а!» Я в это время миновал Никиту, заглянул в окно, и пошел дальше, к двери в конце коридора, на ходу говоря, «Напарник, это не кладовка, а ординаторская. Ты где видел в кладовке?» В дальнем неосвещенном конце помещения блеснула вспышка, и позади Илья Львович скрикнул. Я рухнул сбоку от дверного проема, согнув руку с пистолетом и направив ствол в темноту, а сзади загрохотало. Пригоршня, Шарам и Злой открыли огонь одновременно. Пули летели в полуметре надо мной, врезались во что-то лязгой, звеня и глухо стуча. Кто бы там ни прятался, он либо был уже мертв, либо залег, и я по-пластунски быстро вполз в дверь. Один автомат смолк, и сразу за ним второй. Откатившись, я вскочил, прыгнул за диван и стоящий в полуметре от стены, пригнувшись и выставив перед собой браунинг, пробежал за ними. Смолк третий автомат. В наступившей тишине стал слышен голос звонаря, который что-то настойчиво втолковывал окружающим. Мигающий свет то слегка озарял эту часть комнаты, то газ, погружая ее во мрак. Я перекатился через спинку дивана, упал на бок, вытянув руку с пистолетом туда, где из коридора увидел вспышку и замер. Звонарь прекратил болтать, стало слышно, как где-то за стеной капает вода. Химик, и громко позвал напарник из коридора. В порядке, ответил я, переворачиваясь на спину, а потом садясь. Он один, и вы его завалили. Точно один? Точно. И мертвый. Идите сюда быстрее. Что там с Львовичем? Они заспешили ко мне. Не волнуйтесь, молодой человек, меня лишь царапнуло, произнес старик. Обойдя тело рядового, прятавшегося за перевернутым креслом, древним и прохудившимся, теперь в нем зияли сквозные дыры, я присел на корточке возле круглого пролома в стене. И отпрянул, увидев склонившееся ко мне лицо, часть плеча, изогнутую руку, сжимающую пистолет. Я повалился назад, задрав ноги и вытянув перед собой браунинг. Солдат, возникший по ту сторону стены, почти в точности повторил мое движение, но сделал это на мгновение позже, потому что, в отличие от меня, не сидел на корточках, а лишь нагнулся к пролому. Я выстрелил, и он выстрелил тоже. Моя пуля проломила его подбородок, его пронеслась над теменем, дернув волосы с такой силой, что моя голова откинулась назад, почти прижавшись затылком и сделав задний кувырок и не сломав при этом шею, я выругался, привстал, упираясь в пол ладонью. — Что? Что там? — раздался над самым ухом голос пригоршни. Солдат лежал по ту сторону стены. Впрочем, теперь я понял, что это не стена, а хлипкая перегородка, и больше не закрывал обзор. Взгляду открылось длинное помещение, озаренное льющимся откуда-то сбоку прыгающим красным светом. Послышалось потрескивание, шорохи, что-то там горело. В дальнем конце несколько фигур, шесть или семь, я не разглядел, друг за другом вбегали в дверь. Я вскочил и крикнул, «Они за стеной! По лестнице убегают!» Отпихнул кресло, схватил мертвого солдата за ноги, оттащил немного и бросился к одному из диванов, возле которого валялся перевернутый стул. Поднял его, метнулся обратно, на ходу замахиваясь. Обрушил стул на перегородку возле пролома, потом еще раз, еще, и он сломался окончательно, распавшись в моих руках. От пролома протянулась извилистая трещина, отертившая большой овал. «Пусти!» сказал пригоршня, и я шагнул в сторону. Илья Львович прижимал ладони к боку, рядом с ним переминался с ноги на ногу, иногда подпрыгивая, возбужденный звонарь. Шрам и злой ждали, подняв оружие. Повесив калаш на плечо, Никита резко выдохнул и ударил ногой. Подошва врезалась в верхний край пролома, овальный кусок с грохотом рухнул наружу, подняв облако пыли. «Куда?» выкрикнул напарник, хватая автомат и прыгая во второе помещение. «Вон та лестница!» Не отвечая, я прыгнул за ним и побежал туда, где исчезли фигуры. В стене слева имелось длинное окно, в помещении за ним что-то ярко пылало, но что именно, отсюда было не разобрать. «Дверь, узкая площадка, бетонная лестница». Я присел, заглядывая между пролетами. «Куда они побежали?» спросил Никита, встав надо мной и водя стволом автомата из стороны в сторону. «Вниз!» Полуприсев, я стал спускаться, опираясь на железные перила, то есть узкую рельсу, приваренную к кускам арматуры. «Не хотят в бой вступать!» с легким самодовольством пробормотал Никита. «Знает медведь, с кем связался!» В дверях позади него показались остальные. Шрам шел первый, потом злой, звонарь и старик. Последний все еще держался за бок. «Львович, вы что, УЗИ потеряли?» тихо спросил я, добираясь до пролета между этажами. «Нет-нет, он у меня сзади, за поясом», откликнулся он. «Ну, так лучше отдайте его назад мне». Теперь я видел дверь, такую же, как и та, через которую мы попали на лестницу. Пригоршня обошел меня, заглянул между пролетами и сбежал к ней. Распахнув, присел сбоку от двери. За ней открылся очередной коридор. Я спустился, встал по другую сторону. Шрам и Злой двигались следом, целясь в проем. За ними шли звонарь и старик. «Львович, положите УЗИ возле перил», сказал я, и сбежал ниже, в то время, как напарник со шрамом шагнул в коридор. Лестница заканчивалась тупиком, глухой бетонной коробкой, в углу которой сидел мертвец. Невоенный, на нем были какие-то ветхие светло-серые одежды, не то пижама, не то форма медбрата, слишком уж древняя, чтобы понять. Он вытянул ноги, руки лежали на коленях, кожа на кистях высохла, натянулась, рельефно обозначив суставы и косточки. С правого глаза торчал скальпель, до середины узкого лезвия, погруженный в череп. Рядом валялись тапочки без задников, сбоку лежала красная аптечка. Сверху донесся шум, и я быстро пошел обратно. Подхватив УЗИ, сунул пистолет за ремень. Все остальные уже покинули лестницу, в коридоре за ней маячили лишь звонарь со стариком. Я направился к ним, разглядывая помещение, прислушиваясь к шорохам, наполнявшим все вокруг. Где-то потрескивал огонь, капала вода, за стеной раздавалось приглушенное попискивание, будто из древнего радиоприемника что-то гудело под полом, как пламя горелки. Место, в которое мы попали, казалось заброшенным и в то же время полным тайной, скрытой от глаз непосвященных жизни. Илья Львович со звонарем исчезли в дверях. Я догнал их, увидел комнатенку, напоминающую тамбур, с большой овальной дверью, в которой было стеклянное окошко. Из-за нее доносилось ритмичное клацанье, а после раздалось шуршание, будто кто-то надувал воздушный шарик. «Иди сюда, химик!» — позвал злой. В длинной комнате был металлический пол и решетчатый потолок, а стены выложены кафелем. Из-за толстых прутьев сверху лился приглушенный свет, озаряя Никиту, злого и шрама. Они на другом конце помещения разглядывали что-то. Я направился к ним, миновал медицинский шкафчик, тумбочку, на которой лежал разбитый термометр. Звуки не смолкали, к ним добавилось пощелкивание и треск. Пригоршня посторонился. Под стеной, пялись на нас выпученными глазами, стоял тощий голый бюрер. «Скребся он тут. Мы думали, вояки сюда побежали», сказал напарник. «Но и зашли». «Отсюда дальше некуда вроде», ответил я. Карлик скалился, опустив голову, искоса посматривая на нас. Должно быть, вид его так удивил спутников, что они не открыли огонь сразу же. Помимо того, что бюрер был необычно высоким, на полторы головы выше самого крупного из тех, что я когда-либо видел, у него отсутствовала правая рука. Вместо нее к плечу был приспособлен механический протез. Погнутые стальные пластины и прутья торчали прямо из кожи, красной и распухшей в этом месте, с отломанной кистью. Из кульки капало масло и свисали концы толстых проводов с лохмотьями изоляции. Видимо, искусственные мышцы до сих пор были как-то подсоединены к нервным окончаниям. Корчась от боли, бюрер то напрягал, то расслаблял их, отчего внутри протеза двигались вверх-вниз поблескивающие фрагменты. Из грозди перерубленных трубочек, торчащих над плечом, били шипящие струйки воздуха, а возле запястья потрескивали искры. Поднимая и опуская плечо, карлик будто качал ручную помпу. И мне это не понравилось. — А швыряться он ничем не пытался? — подозрительно спросил я, пятясь. — Нет, — сказал злой, махнув рукой. — Вон колба приподнялась, а потом упала сразу. Слабый совсем. Я покосился на длинный деревянный стол, застеленный белой клеенкой. В стене над ним было забрано жестяной решеткой квадратные отверстия вытяжки. На столе стояла медицинская утка, лежал набор ножниц, скальпели разных размеров, реторты в пластиковые подставки и осколки колбы в темной лужице. Злой тряхнул головой. — Ладно, я его пристрелю, и дальше побежали. Он поднял берданку. Ритмичный ляск и шипение стали громче. На обрубке металлического запястья вновь заплясали искры. Бюрер вскинул голову, дикими глазами поглядел на нас и резко присел, всадив обрубок в железный пол. Затрещало. Искры сыпанули во все стороны. Мне показалось, что тонкие синеватые молнии разбежались от прижатого к полу механизма, огибая наши ступни, растворяясь в металле, бледнее. И после этого звонарь завизжал на всю комнату, вскинув руки, стал извиваться, будто в дикой варварской пляске, одновременно заваливаясь назад. Он упал бы, если бы Илья Львович не подхватил его. Бюрер рухнул на колени, содрогаясь, не в силах поднять руку. Металл вокруг нее потек, и скрижащая конечность будто прилипла к нему. Я отскочил, а злой и шрам Никита, находящийся позади них, вскинул автомат, подпрыгивая. Пули прочертили тело Бюрера и так уже, кажется, сдохшего, проломили его протез, ударили в стену позади. В ответ из стены ударила вода. Обеими руками, обхватив старика и звонаря, я прокинул их на стол и сам упал на него, довяри торты, рання бока оскальпеля и ножницы, закричал «Ноги с пола! Ноги поднимите!» На мгновение меня затрясло, сильный разряд тока пронзил тело. Никита, которого водой обдало с ног до головы, хрипя и дергаясь, шагнул ко мне, я дернул его на себя, опрокинув грудью на столешницу. Хорошо, что стол был длинным, через пару секунд злой и шрам уже сидели на нем. «Идиот!» — рявкнул я и замахнулся на звонаря, а он зажмурился и сжался, лежа на боку, поджав ноги, но я тут же устыдился своей вспышки, опустил руку. Теперь стали видны его ступни. На одной стоптанная туфля без шнурка была еще цела, но у второй отсутствовала половина подошвы, в прорехе виднелась голая пятка. Напор воды уменьшился, она уже не хлистала, но била в пол ровной струей. Бюрер лежал, рука поворачивалась в потоке жидкости, протез стал одним целым с полом, искры все еще сыпались из него. — Тупые! — в сердцах сказал я, поднимаясь на колени. — Какого черта стрелять было? Дался вам этот карлик? — Я решил, он меня протезом своим по башке собирается навернуть, — откликнулся злой. Я выпрямился во весь рост, стоя между ним и Львовичем, огляделся. У двери, через которую мы вошли сюда, порог был высотой сантиметров пять. Вода достигнет его и начнет переливаться. И никакого дерева вокруг, ни досок, ни фанеры, чтобы бросить на пол. Хотя и это бессмысленно. Уже сейчас уровень воды такой, что обувь сразу намокнет, даже если по фанере идти. — Может, не бьется уже? — спросил Никита, кивая в сторону Бюрера, из протеза которого до сих пор выскакивали искры. — Ага! Хочешь проверить еще раз? — Не-е-е! — он прижал ладонь к левой стороне груди. — До сих пор колотится. — Скажи спасибо, что оно вообще не разорвалось. — Малыш шевелится! — вдруг восторженно завопил звонарь и сел, тыча пальцем в сторону Бюрера. Карлик перевернулся лицом вниз, широко расставив ноги и согнувшись, захрипел. Искры посыпались из протеза, что-то хрустнуло. Никита вскинул калаш одновременно со шрамом, который поднял свой тетешник. Бюрер распрямился, вырвав из пола квадратную железную плиту, в середину которой врос протез. Пули ударили в нее, рикошетя загрохотали по всей комнате, врезаясь в стены и потолок. Одна впилась в стол, пролетев между мной и пригоршней, две другие подняли фонтан стеклянных брызг и обломков пластика на том месте, где стояли реторты. Сталкеры прекратили стрелять, одновременно сообразив, что к чему. Я сверху ударил кулаком по стволу берданки, который поднял злой. Не пали, самих себя застрелим, и в воду не прыгать. Железная плита была явно очень тяжелой. Бюрер начал заваливаться назад. Я уже решил было, что он рухнет на спину и поднял УЗИ, чтобы сразу же добить его, но карлик сумел удержать равновесие. Закрывшись от нас плитой, он медленно пошел сквозь бурлящую воду, посыпая ее искрами. Сидящий на другом конце стола шрам повернулся и встал на колени лицом к стене. Необычный все же мужик, в который раз мелькнула у меня мысль. Ничего не говорит, а все видит. — Блин, и что теперь, химик? — выкрикнул пригоршня. — Туда лезем! Я кивнул на шрама. Тот как раз всадил локоть в широкую решетку вытяжки, основательно ее погнув, потом ухватился за прутья, дернул и вырвал из квадратного проема. Глава шестая — Шрам! — Громко позвал я. — Стой! Дай я сам послушаю, что там. Сталкер полз первым, потом Илья Львович, я, злой, звонарь и Никита с фонарем. Когда старик прижался к стенке квадратной вентиляционной трубы, тянувшейся горизонтально уже пару десятков метров, я положил фонарь, протиснулся мимо него и добрался до шрама. У того был третий фонарь. Луч озарял развилку, за которой один рукав шел прямо, а второй опускался. Сталкер повернул ко мне спокойное лицо, и я спросил. — Ну? Вместо ответа он нагнул голову, приложив ухо к железному полу. — Звонарь, не сопи, — сказал я. — Илья Львович, и вы тоже потише дышите, пожалуйста. Я последовал примеру шрама и услышал приглушенные голоса. Один что-то спрашивал, другой отвечал. — Это медведь, кажется, — прошептал я. — А второй? То ли пирсник, то ли еще кто-то. Капитана, голос я плохо знаю. — Где вы там пирсника надыбали? — вскинулся сзади злой. — Что, доносится сюда как-то? О Марьянке не слышно? Я бы ее пристрелил сейчас за милую душу, только б на глаза попалась стерва. — Помолчи ты! — шикнул я. Голоса стали громче, но почти сразу стихли. Тут же в отдалении застучал автомат. Я скользнул между шрамом и стенкой, оглядел развилку. Вояки все время вниз куда-то стремились. Надо в эту ползти, значит. — Ну так ползи! — рявкнул злой. — А ты фонарь мой возьми. Кое-как я сумел перевернуться ногами вперед, повесив узи на грудь, начал сползать на спине, расставив ноги, скользя ребрами подошву по шероховатому металлу. Остальные, покряхтывая и сдержанно ругаясь, ползли следом. Труба выровнялась, и я увидел решетку в нижней стенке. Приблизился, лег на живот, почти прижавшись к ней лицом, посмотрел. В этом месте вытяжка тянулась под потолком полутемного коридора. Внизу какая-то согбенная фигура, тихо сопя, волокла человеческое тело, оставляя потек крови. Перемещалась немного вперед и рывком подтаскивала жертву за собой. — Это еще кто? — прошептал мне в ухо злой, который, протиснувшись мимо шрама, улегся рядом. Я пожал плечами, наблюдая, как существо, или это был человек, медленно исчезает за поворотом. Кажется, у него не было ног, во всяком случае, подняться оно не пыталось и двигалось, будто калека, торс которого прикручен к доске. — Ладно, хватит здесь торчать. Дальше давай. Злой уже начал раздражать меня. В отличие от молчаливого шрама, он был слишком беспокойным, постоянно покрикивал на окружающих, что-то требовал от них. Вскоре труба повернула, и впереди забрезжил зеленоватый свет. Я вновь перевернулся, прополз на локтях еще несколько метров, достигнув перегораживающей трубу легкой решетки, выглянул сквозь прутья. Позади стало тихо. Спутники остановились, дожидаясь, пока я сдвинусь с места. Рассмотрев помещение, я повернул голову и зашептал. — Вроде пусто там, но оно большое, все не могу разглядеть. — Шрам, я сейчас решетку выбью, сразу прыгаю и отскакиваю влево. Там под стеной какая-то фигня стоит, вроде за ней можно спрятаться. — Ты за мной и вправо прыгай, там такая же фигня. — Злой, пригоршня, а вы выставляете стволы наружу и глядите, если вдруг кто-то зашевелится или стрелять начнет гасить его. — Напарник, так? Он кивнул. — Хорошо, давай так. — Ладно, договорились, значит. И потом, если тихо внизу, все вылезайте, только побыстрее, и сразу бежим дальше. А то злой вообще-то прав. Потеряем вояка окончательно, потом не найдем уже в этом лабиринте. Я в третий раз стал переворачиваться, а Шрам спросил. — Что за фигня под стенами? — Не знаю, вроде шкафов каких-то, но светятся. Улегшись на спину и прижав колени к подбородку, я взял в одну руку УЗИ, в другую Браунинг и врезал подошвами по решетке. Она выпала, я выскочил следом. На мгновение взгляду открылось все просторные длинные помещения, потом я рухнул на пол и тут же покатился влево под прикрытием массивного стеклянного цилиндра. Он выселся под стеной до половины утопленной в нее, почти достигая потолка, накрытый покатым колпаком из металла и пластика. Я застыл на коленях, выставив автомат, целясь вглубь помещения. Вдоль стен длинными рядами стояли несколько десятков таких же цилиндров, светящихся зеленым. Из отверстия вентиляции под потолком ударил луч фонаря, в нем мелькнула тень и шрам, спрыгнув на пол, тут же бросился в другую от меня сторону. Вроде тихо, сказал я. Никого не вижу пока. Он замер, подняв автомат. Я покосился вверх. Из вентиляции торчал ствол, потом высунулся второй. Спускайтесь по очереди. Поднявшись на ноги, я переместился ближе к отверстию, прижимаясь к стене, поднял руку. Эй, фонарь давай, потом сам слезай. Когда все оказались внизу, мы со шрамом уже стояли перед цилиндрами, рассматривая содержимое. Наполняющая их густо-зеленая светящаяся жидкость мягко волновалась, со дна то и дело поднимались крупные, каких не может быть в обычной воде, пузыри. В голову пришло когда-то услышанное и давно позабытое слово автоклав. Это он и есть, что ли? Из-под накрывающего емкость колпака свешивалось несколько шлангов и проводов разной толщины, концы их исчезали где-то под лопатками, на шее и груди обнаженной женщины. Бледное худое лицо, по которому гуляли синеватые блики, было обращено ко мне, глаза и рот раскрыты. На левой руке, от локтя до предплечья, кожа отсутствовала, виднелся красноватый валик бицепса, состоящий будто из сросшихся нитей. Самый тонкий шланг, закрепленный резиновым нагубником, исчезал во рту женщины, другой, в ребристой металлической оболочке, примыкал к основанию шеи, где было вырезано круглое отверстие с каемкой припухшей кожи. Женщина не стояла, но висела. Возможно, удельный вес жидкости был такой же, как и у человеческого тела, слегка подогнув необычайно тощие ноги. Руки с широко расставленными пальцами, один мизинец украшала железное кольцо, каким зоологи обычно метят перелетных птиц, покачивались, когда мимо них проскальзывали пузыри. — Что это за хрень? — произнес Никита за спиной, и я обернулся. Злой, подняв берданку, шел между рядами автоклавов вперед, остальные сгрудились у цилиндра напротив. Оттолкнув вытянувшего шею звонаря, я шагнул ближе. Там был худой, с выступающими ребрами подросток. Лысый, с цеплячьей шеей, крупной бугристой головой и запавшими щеками. Без ног. То есть не просто без ног, у него вообще не было нижней половины тела, включая это забедренный сустав. Из среза торчал конец позвоночника, к которому была подсоединена гроздь проводков, исчезающих в синей жидкости. — Ёлки-палки, это же не бюрер и не псевдоплодь какая-нибудь, — сказал Никита. — Обычный человек. — Был, — добавил я. — Да что же они с ним сделали? И кто эти они? — Ученые какие-то. Я слышал, в зоне несколько военных центров лаборатории держат, секретные, конечно. Исследуют мутантов, опыты всякие проводят. Так почему бы им людей заодно не исследовать? Помню, прошел слух как-то, что натовцы кому-то в правительстве крупную взятку дали, и им разрешили исследовательский центр построить, подземный. — Но как они под долиной оказались? Я кивнул. Тоже об этом как раз подумал. Может, в этом месте не только такие вот биологические опыты ставили, но и физические исследования проводили. В смысле, по физике пространства. Что, если оно над собой пузырь и создало, то есть он появился из-за того, что здесь у них какой-то процесс из-под контроля вышел? Получеловек в автоклаве вдруг широко раскрыл глаза. Голова качнулась, он уставился на нас. Или мимо нас, не заметив, лишь ощутив, как за границей жидкого зеленого мира, в котором его поселили, возникли смутные тени. Понятия не имею, что творилось с мозгами этого несчастного, но руки его приподнялись. Он оскалился, обнажив беззубые десны, подался вперед и ударился лбом о стенку. До нас донесся глухой, едва слышный звук. Подгребая руками, подросток отклонился назад и вновь ударил головой. Потом еще раз, еще, еще. Эти монотонные полумертвые движения казались механическими, рефлекторными, словно у мухи, которая раз за разом бьется о стекло, не способной понять своим мушиным сознанием, что это за непреодолимая и невидимая преграда стоит на ее пути к свободе. И одновременно в них было что-то мучительное, как в крике о помощи того, кого уже невозможно спасти, что-то ужасно безысходное, обреченное. «Хватит торчать там!» крикнул злой, успевший отойти на несколько шагов. Его скрипучий, неприятный голос, внезапно раздавшийся в тишине, нарушаемый лишь приглушенным бульканием автоклавов, заставил всех вздрогнуть, словно разрушил какую-то мертвенную кошмарную иллюзию. «Идем», сказал я, вместе со шрамом, отходя от автоклава. «Пригоршня, не торчи там, хватит!» Полчеловека продолжал мерно биться о стенку, когда все мы двинулись дальше между рядами цилиндров. Миновали нескольких мужчин и женщин. Отдельные части их тел были заменены металлическими и пластиковыми фрагментами. Прошли мимо киборга с механическими ногами-пружинами, мимо тела, у которого вместо головы был полупрозрачный шар, полный какой-то мутной жидкости. В глубине, в самом центре шара, тускло светился красноватый огонек. Позади осталось несколько бюруров и необычно большая, распухшая псевдоплоть, которые удалили ее крабьи ноги, а вместо них пришили короткие щупальца, отрезанные, судя по всему, от кальмара, причем пришили грубо, так что хорошо видны были места стыков, неровные стежки нитей и крупные металлические скобки, соединяющие части тел. Еще здесь были крысиные волки, около двух десятков, по два-три в одной емкости. Среди них я не заметил ни одного киборгизированного, но с боков и спин большинства шкура была спущена, к обнаженным мышцам и суставам подходили провода. Ближе к концу ряда в автоклаве висел еще один подросток без нижней части тела и там же крупный крысиный волк. Позвоночник человека был присоединен к хребту зверя при помощи керамических зажимов и длинных болтов, виднелись сцепляющие тела гроздь нервов, заключенная в прозрачную пластиковую трубку. Уродливый кентавр висел так, будто спал, лежа на боку, обе пары глаз закрыты. Подросток был неподвижен, а огромная крыса иногда принималась двигать ногами, словно бежала. Должно быть, ей снилось, что она преследует добычу. Я догнал злого. Он спешил вперед, лицо было сосредоточенным и хмурым, один глаз подергивался. Наконец, мы достигли конца помещения. В крайних автоклавах висели слепые псы переростки. У одного не было задней половины тела, из среза шел толстый жгут проводов, у второго же бока сдавили зубастые металлические захваты, а на спине стояла небольшая турель с многоствольным пулеметом, напомнившим мне тот, что гореумельцы приспособили на колпаке вертушки, но раз в десять меньше, будто игрушечный. Сзади к турели была приварена железная коробка, спереди тянулись провода. Концы их исчезали под резиновой заглушкой на темени пса. Бока, зад, ноги зверя были скрыты выпуклыми пластинами чем-то вроде сегментированной брони, спроектированной специально для такой формы тела, а на голове поблескивал вытянутый решетчатый шлем. Возле торцевой стены стоял длинный металлический стол. За последним автоклавом была дверь, напротив нее большое устройство, напоминающее древние компьютеры, металлический шкаф с тускло мигающими датчиками и кнопками. «Гудит», сказал Пригоршня, не сильно топая. Только теперь я осознал, что все это время из-под пола доносилось приглушенное гудение, будто от трансформатора, и здесь, возле машины, оно стало куда громче. Казалось даже, что пол чуть дрожит. «Эта штука работает до сих пор», добавил напарник, стукнув прикладом по стенке электронного шкафа. «А вон шланги». Из боковой панели машины выходили не то кабели, не то шланги, покрытые плоскими железными кольцами. Провисая, они тянулись к стенке ближайшего автоклава, который был соединен со следующим, подсоединенным в свою очередь к тому, что стоял еще дальше. Все емкости в помещении были включены в общую систему, и управляла ею эта машина. «Нагляделись?» спросил злой. «Пошли, а то вообще хрен отсюда выберемся». Он шагнул к двери, и тут она распахнулась, сильно ударив его по груди и голове. Злой отшатнулся и, крякнув, свалился между раскрывшейся дверью и стеной, а в проеме возник медведь. Это был коренастый, широкоплечий мужик с бычьей шеей и мощной выпуклой грудью. Он почему-то всегда напоминал мне дуб и высокий, кряжистый, с могучими толстыми сучьями. С головы свешивались космы нечесанных темных волос. Выцветший комбез кортичного цвета, под ним шерстяная рубаха, штанины закатаны до лодыжек, рукава до локтей, на ногах высокие ботинки, руки волосатые, как и грудь под расстегнутым воротом. В руках ФН. На лице заросшем густой щетиной посверкивали глаза, темные и слегка безумные. Медведь всегда был немного психом. Одержимый, что тут скажешь. Кажется, он не ожидал увидеть нас здесь, но увидев, не растерялся. Когда злой свалился за дверью, прижатый ею к стене, взгляд медведя метнулся из стороны в сторону и сталкер раскалился, показав крупные белые зубы. Ствол ФН наподнялся, уставился мне в лицо. Я стоял ближе всех к двери. Ствол этот стал вдруг очень большим, расширился, как черная дыра, в которую ты стремительно падаешь, закрыл все поле зрения. — Косматый, я тебя видел, ты в кабине сидел. — Привет, Косматый, зачем к нам пришел? Хочешь увидеть хозяев зоны? Так они с нами, здесь. Передо мной возник человеческий силуэт, и черная дыра стремительно уменьшилась, вновь стала обычным стволом, из которого вырвались пули. Стоящий сбоку под стеной Шрам опустился на дно колена, вскидывая автомат. Я и Никита одновременно бросились на медведя, а он пнул звонаря, и тот врезался в нас. Упали все трое. Шрам выстрелил, медведь отпрянул, пули ударили в дверь, которая качнулась навстречу, так как ругающийся злой как раз попытался встать и выбраться из-за нее. Продолжая стрелять, медведь спиной вывалился в дверной проем, после чего FN смолк. Через мгновение сталкер пропал из виду, отпрыгнув куда-то в сторону. Сзади пронзительно запищал сигнал тревоги. На пол перед нами легли красные отблески. Шрам, так и не попавший в медведя, прекратил стрелять. Я услышал приглушенный возглас на английском, голоса, топот. — Мочи их! — истошно вопил злой, пытаясь выбраться из-за двери. Мы с Никитой поднялись на ноги, а звонарь остался лежать неподвижно. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, он мертв. Напарник прыгнул к железному столу, с натугой приподняв его, перевернул и бросил на бок, так, чтобы перекрыть дверной проем, за которым виднелось что-то странное. Земля, кусты, даже дерево. Нет, не открытое пространство, сверху был покатый потолок-купол. За небольшим пригорком посередине зала возникли три головы. Капитана Пирсника, Уильяма Блейка и незнакомого солдата. Все трое открыли огонь, и мы с пригоршней рухнули за стол. Сирена неистовствовала, красный свет метался по стенам и потолку. Я, наконец, заглянулся. Машину, управляющую автоклавами, прочертил ряд дыр. Передняя панель проломилась и упала, повиснув на одном шурупе. Провода за ней превратились в лохмоте. Возле них быстро вращалась шипя прозрачная бобина, беспрерывно стуча оторванным концом коричневой магнитной ленты, и рядом другая бобина медленно крутилась в обратном направлении. Сирена внезапно смолкла, и громкое бульканье наполнило помещение. Одновременно все шланги, соединяющие автоклавы, напряглись, приподнялись, затем провисли вновь. Зеленая жидкость покидала емкости. Доносящееся из-под пола гудение стало громче и ниже, в него вплелась мелкая вибрация. В проеме возник солдат, ствол пистолета в его руке уставился на нас с Никитой и тут же злой выстрелил сквозь щель между дверью и стеной. Солдат опрокинулся на спину. Как только он перестал закрывать обзор, пригоршня, а потом и я, открыли огонь. Мои пули прошли слишком высоко, Никитина же пробороздили земляной склон, поднимаясь к тремторчащим над вершиной головам. Те исчезли, а сбоку от пригорка за кустами на мгновение возник медведь, взмахнул рукой и тут же пропал. Граната! Напарник отпрыгнул вбок, я последовал его примеру. Упав под столом, она взорвалась. Тяжелую столешницу со скрежетом сдвинула, ножки ударились в машину. Из глубины зала донеслось несколько выстрелов, а потом ненадолго наступила тишина, и в ней прозвучал голос Ильи Львовича, который все это время прятался в узком закутке между машиной и стеной. «Они оживают!» Высунувшись из укрытия, он показывал на ближайшую емкость, в которой тело пса с пулеметом на спине покачивалось, лапы дергались, голова подрагивала. Я перебрался за стол в узкое пространство между столешницей и машиной. Светящаяся жидкость исчезла из автоклавов, стекла куда-то под пол, в помещении стало темнее. Шрам, перед взрывом успевший отскочить, на коленях двигался вдоль стены, приближаясь к двери. Пригоршня следовал за ним. Сейчас я был единственным, кто хорошо видел соседнее помещение, да еще злой выглядывал в щель, сквозь которую пристрелил солдата. «Я таки советую всем побыстрее очистить от себя эту комнату», произнес Илья Львович почти будничным голосом. Его слова заглушил громкий стук, с которым покатые колпаки всех автоклавов резко поднялись. И одновременно сразу трое солдат бросились к дверному проему из глубины зала, перепрыгивая через кусты и рытвины. Я дал одиночный выстрел, один упал. В этот момент пес с оружием на спине выбрался из автоклава. Он тут же свалился на бок, попытался встать, судорожно поджимая лапы, заскользил. Конечности разъехались, зверь ударился грудью о пол, поднялся, боком засеменил от своей бывшей тюрьмы, скались, но не рыча, фыркая и чихая сквозь решетку шлема, будто кот, который только что выбрался из воды. Солдаты приближались, двигаясь зигзагами, чтобы в них труднее было прицелиться. Они не стреляли только потому, что никого не видели. Все, кроме меня, находились по сторонам от двери, я же прятался за столом и выглядывал сбоку, так что в проем меня невозможно было заметить. В глубине помещения из автоклавов выпадали или ползком выбирались другие существа. Кроме меня и старика их пока никто не заметил. Шрам, Никита, Злой, все с изумлением глядели на пса-пулеметчика. Приподнявшись, я нажал на курок, но УЗИ молчал, опустил рожок. Запасные находились в рюкзаке у пригоршни. Оба солдата открыли огонь, но я нырнул за стол, пули ударили в столешницу и в машину позади. Засовывая УЗИ за ремень и доставая браунинг, я улегся плашня, выглядывая. Пса вынесло к дверному проему и откуда-то из глубины соседнего помещения раздался испуганный возглас Марьяны. Лапы вновь разъехались, он плюхнулся на брюхо, но сразу поднялся. Стволы пулеметика завращались. Металлические пластины на боках из аду зверя тускло поблескивали. Я направил пистолет в его сторону. Солдаты снаружи резко свернули, один вправо, другой влево. Пес открыл огонь. Никогда не думал, что смогу сказать или подумать такое. Собака начала стрелять. Маленький пулемет глухо застучал, с пронзительным свистом вращаясь стволами. Один солдат успел отбежать, но второго очередь зацепила, ударила в плечо, развернула вокруг оси и бросила на землю. Пули врезались в склон, куда до того уже попал Никита, и холмик будто взорвался. Пес начал отъезжать, как по льду, скребя когтями пол. Никита со шрамом открыли пальбу, и пули зацокали по броне. Тело зверя содрогнулось, голова обратилась к сталкерам. Пулемет стал поворачиваться. Еще пару секунд очередь била в дверной проем, потом взломала косяк и ударила в стену, смещаясь, приближаясь к людям. Я проскользнул между ножек стола, упал на живот, оттолкнулся ногами от машины и через мгновение, оказавшись прямо позади пса, вытянул руку между его задних лап. Брюхо оставалось единственным незащищенным местом. Прижав к нему ствол, успел садить три пули, а потом он, зарычав, легнул меня в голову. Пулемет стих, зверь отпрыгнул к проему, неловко повернулся, скользя, припадая задом к полу. Злой, до сих пор остававшийся за дверью, с ревом налег на нее, толкнул изо всех сил, ударив пса. Дверь захлопнулась, выбросив того из комнаты. Я встал на колени, прижимая ладонь ко лбу, на котором когти оставили глубокие царапины. За дверью раздался приглушенный возглас и тут же вновь звук удалялся. Зверь бежал к кустам, преследуя тех, кто раньше скрывался за ними. Илья Львович мелкими шажками вышел из-за машины, глядя вглубь помещения остановившимся взглядом. Вместе со всеми я обернулся. Стук пулемета стих в отдалении, его сменили другие звуки, хрип, постанование, фыркание, скрежет когтей по полу, щелкание суставов. Все это становилось громче по мере того, как вывалившиеся из автоклабов существа, постепенно приходя в себя, приближались к нам. Кто ползком, кто на четвереньках, а кто и выпрямившись во весь рост. Шрам первый, сообразивший, что к чему, распахнул дверь. «За мной!» бросил он, выскакивая вслед за псом. Глава седьмая «Вроде вольера, понимаешь?» выкрикнул я, отвечая на вопрос пригоршни. «Держали тут всякое зверье, мутантное». Миновав ряд деревьев и пологую горку, сплошь покрытую следами ног и лап, мы выбежали к пролому в углу зала, дыре, сквозь которую мог бы проехать танк. Возле нее росло дерево, должно быть, как и некоторые твари из автоклабов, результат трансгенных экспериментов. Дуб, но с окраской березы, отчего белый, покрытый темными пятнами и полосками ствол русской красавицы казался уродливым. На нем висело тело в полуистлевшем докторском халате, из живота торчал изогнутый сук с отесанным концом, пробившим спину и живот человека. За дырой стояла машина, вроде той, что управляла автоклавами. Зал с потолком-куполом позади нас уже полнился звуками, множество существ двигалось по нему. Злой с автоматом в руках, первый ввалился в следующую комнату. Топот ног доносился до нас спереди, военные были недалеко. Стук пулемета смолк, то ли они пристрелили зверя, то ли у пса закончились патроны. Сталкер перескочил через тело на полу и нырнул в дверь на другом конце помещения, остальные, кроме нас с Ильей Львовичем, последовали за ним. Мы ненадолго приостановились, изумленно разглядывая мертвеца. Это был бюрер с большими наушниками на голове, провод от них тянулся к машине под стеной. В отличие от той, в помещении с автоклавами это не работало, все лампочки и датчики были мертвы. На морде карлика застыла гримаса, которую я с некоторым сомнением идентифицировал как блаженство. Никогда не думал, что бюреры способны испытывать подобное. Он лежал на спине, будто подросток-меломан, слушающий музыку. До середины тела бюрер как бюрер, а вот с нижней половиной произошло нечто странное. Будто она состояла из воска, который под воздействием тепла потек, пузырясь, частично смешался с веществом пола, частично растекся, после чего застыл. Кости, кожа, сухожилия все это слилось в единую грязно-серую массу. Господи, что же за музыку он услышал, прошептал Илья Львович. В зале вольере рядом с проломом раздалось громкое хрипение. Я схватил старика за локоть и поволок дальше, в широкий коридор, откуда доносились голоса наших спутников. Коридор полого изгибался. Мы догнали остальных, когда они проходили мимо груды камней. Здесь горная порода продавила стену. Камни наполовину засыпали безногого бюрера, торс которого был закреплен на узкой платформе с гусеницами. — Что здесь? — спросил я Никиту. Он, Шрам и Злой шли под самой стеной, глядя в глубину коридора. — Какой-то звук непонятный, — тихо сказал напарник. — Вон дверь, они туда нырнули. Их мало совсем осталось. Злой покосился на нас. — Все равно осторожно, там лесник еще. Я покачал головой. — Нет, лесника нету. — Есть, говорю. Куда же он делся? Я промолчал и тогда пригоршня сказал. — Злой, партнер мой лесника завалил. — Ну, не поверил сталкер, бочком приближаясь к раскрытой двери. Он же на вертолете был. Сел, что ли? А ты тогда... — Эх, дурак, а почему вертолет не взял? На нем можно было бы вояк догнать, когда они еще только к озеру уехали. — Злой, он его вместе с вертолетом завалил. — Чего? — Обоих, ага. — Как это? — Что ты мне заливаешь, малый? — Тихо вы! — шикнул я. — Злой. Лесника нет уже, короче. — Что это там? В раскрытой двери на боку лежал издохший пес-пулеметчик с развороченным брюхом. Никита слегка попятился, пригнулся и бросился вперед, перескочив через зверя. — Стой, Блейк! Иуда! — загорал он через мгновение, грохоча каблуками. Я заглянул, потом шагнул в зал, сложенный из крупных бетонных блоков. В дальнем конце над полом виднелось круглое отверстие начало туннеля с неровными каменными стенами. В темноту, полого, но дальше все круче вниз уходили узкие рельсы. Начинались они посреди зала, и возле стопорного башмака на них лежала перевернутая вагонетка, из которой высыпались коробки и рюкзак. Рядом вытянулось человеческое тело. Все это промелькнуло перед глазами, и взгляд обратился к большой железной двери, к которой бежал Никита. Из середины ее торчал круглый ржавый штурвал. Дверь закрылась с надсадным скрипом, что-то приглушенно лязгнуло, штурвал начал вращаться. Бросив автомат, напарник сделал гигантский прыжок, навалился на штурвал, расставив ноги, словно былинный богатырь с корнем вырывающий из земли вековой дуб, нажал, но за мгновение до этого из-за двери донесся приглушенный щелчок фиксатора. Пригоршня закряхтел, на спине под рубахой напряглись мышцы. Я уже был рядом с ним, но помогать не стал. И так все ясно. Штурвал провернулся немного в обратном направлении, потом холостой ход закончился, и он застыл. Опоздал! Пригоршня попятился, взял лежащий на полу вал. Шрам осторожно всунул в помещение голову, потом вошел, перешагнув через пса. Позади него в проеме возник Илья Львович. Они все туда вбежали? Спросил я, быстрым шагом направляясь в сторону вагонетки. Да, пацан последним. Рожки для УЗИ у тебя в рюкзаке остались? Достань мне. Проходя мимо вагонетки, я скользнул взглядом по телу. На человеке были большие очки в черной оправе, коротко стриженные волнистые волосы каштанового цвета, бородка и усики, а одет в комбинезон с кругом светлой ткани на груди, где было вышито нечто вроде перевернутой буквы У. Лежащий рядом крысиный волк прокусил ему шею, но и сам погиб, незнакомец раздробил ему башку ломиком, валявшимся тут же. Ломик этот мне сразу понравился. Тонкий, загнутый на конце, раздвоенный, как язык змеи, чтобы можно было вырывать гвозди и разгибать прутья. На ходу подхватив его, я поспешил дальше. Сзади раздался выстрел и сразу сиплый вскрик. Я обернулся, машинально вскидывая лом. В дверной проем ввалился злой, на спине его висел человеческий торс без ног, тощими руками сжимая шею сталкера. — Снимите его! — завопил злой, крутясь на одном месте. Шрам с Никитой бросились к нему, подняв оружие, но не решаясь стрелять. Автомат злого полетел на пол, сталкер задрал руки, пытаясь ухватить существо, скользя пальцами по лысому черепу. — В сторону! — заорал я. Напарник отпрыгнул. Промчавшись между Ильей Львовичем и шрамом, я обрушил раздвоенный конец ломика на хребет получеловека. — Классная штука. Удобный, в меру тяжелый, позвонки, будто пластик, на пару сантиметров войдя в тело. Свисающий конец позвоночника изогнулся, руки напоследок сжали шею злого, и монстр свалился на пол. — Он за крысу держался! — прохрепел сталкер, массируя шею и подхватывая автомат. — Я ее пристрелил, а он на меня перескочил. — Там другие бегут! Из коридора доносилось множество звуков. Топот ног и лап, шипение, какое-то уханье, стук когтей по полу. Я выглянул и сразу отпрянул. Никита сунул мне в руки два автоматных рожка. — Это последнее! — В туннель! — крикнул я. — В тот, где рельсы! — Вояк потеряем! — возмутился злой, и пригоршно, толкая Илью Львовича, заорал в ответ. — Да дверь закрыта! Не открыть вообще никак! — Пусть химик артефактом ее! — Долго слишком. Это уже произнес я, перепрыгивая через мертвое тело возле вагонетки. Никита со шрамом метнулись за мной, так что злому ничего не оставалось, как последовать их примеру. Шум в коридоре стал громче, и монстры из автоклавов начали один за другим вваливаться в зал. Туннель стал горизонтальным, а потом раздвоился. Рельсы шли по более узкому прямому рукаву. Тот, что повернул влево, был куда извилистее и шире. На пару секунд мы с Никитой замерли у развилки, вглядываясь. Потом, не сговариваясь, свернули в широкий туннель, освещая путь фонарем. Эхо донесло шум сзади, и бегущий последним злой заозирался. Посветите! Шрам, не останавливаясь, положил фонарь на плечо, направив луч себе за спину. Пока не видно их, сказал злой, несколько раз оглянувшись. Убери, слепит. Мы, выходя, за вояками гонимся. Отвори эти за нами. Шрам, теперь ты последним давай. Прикрывай нас. Опередив сталкера и пригоршню, он пошел рядом со мной. Мы двигались быстро, но не бежали, слишком все устали, а Илья Львович вообще еле передвигал ноги. Туннель повернул в одну сторону, потом в другую. Эхо изменилось, впереди за очередным поворотом было открытое пространство. Что-то блеснуло прямо передо мной. Тонкое, протянувшееся от стены к стене в полуметре над полом. «Осторожно!» выкрикнул я, и злой, тоже заметивший лису, отшатнулся, ухватив за плечо идущего слева Илью Львовича, но не успел. Нога старика зацепила лису. Мгновение та натягивалась, а потом раздался взрыв. Под стеной один за другим лежало несколько валунов, за ними и притаилась граната. Я упал, камни просвестили выше, застучали. Старик вскрикнул. Я вскочил, следом поднялся Никита, потом остальные. Илья Львович лежал на правом боку. Камни и осколки гранаты превратили тело от поясницы до плеча в кусок подрагивающего кровавого мяса, с которого свешивались изорванные и расплющенные остатки руки. Я бросил ломик, рванул пряжку ремешка на плече, крикнув Никите, «Палку какую-нибудь притащи, быстро!» Он огляделся и бросился по туннелю обратно, на ходу вытаскивая нож. Илья Львович пытался перевернуться на спину. Целая его рука дергалась, растопыренные пальцы ловили воздух. «Держите его!» — приказал я, кладя контейнер на пол. «На боку, чтоб рано и кверху!» Боль придала старику силы. Сталкеры едва смогли удержать его. Илья Львович разбил шраму губу, а злого так схватил за кисть, что тот скривился и, вырвав ее из скрученных пальцев, громко выругался. Из глубины туннеля донесся топот ног. Я сдвинул крышку одной из ячеек, обмотал тряпкой пальцы и, когда в поле зрения возник Никита, сунул руку в контейнер. Внутри был артефакт под названием «Мороженое». Белая масса запузырилась, я швырнул ее в углубление, где раньше лежала граната. Подскочивший Никита передал длинную толстую щепу, которую отколол от шпалы. «А почему ты лом свой не...» начал он. «Металлом нельзя в мороженое тыкать». Она уже кипела, набухая шапкой пузырящейся пены. От стены потянуло холодом. Илья Львович выл, отбиваясь, сталкеры с трудом удерживали его. «Кто же эту ловушку устроил?» спросил напарник, тяжело дыша. «Пояки ведь другим путем побежали». «Может, старая она». Я сунул конец щепы в мороженое и помешал. «И откуда ты знаешь? Вдруг она для тех, кто с другой стороны мог по этому туннелю пройти?» Холод стал сильнее. Кожу на запястье жгло. Ярко-белая светящаяся масса опала, поверхность начала кристаллизоваться. Вскоре хрустящая корочка наста затянет включившийся артефакт. «С другой?» «Так к чему же мы приближаемся, химик?» «Сейчас увидим. Эти, которые за нами бегут, отстали?» Никита, подняв автомат, обернулся. Когда палку с доски срезал, слышал шум. «Быстрее давай! Они вот-вот будут!» Все это нам приходилось выкрикивать, потому что Илья Львович непрерывно вопил от боли. Я наклонил щепу, несколько раз провернул ее, поднял. Будто сладкая вата на палочке, на ней повис длинный пенящийся кокон мороженого, за которым от основной массы протянулись тонкие, хрустящие нити. Они лопнули. Я крикнул «Держите крепче!» и ткнул щепой в рану. Старик завизжал. Я стал намазывать мороженое на его тело. Когда субстанция почти закончилась, накрутил на щепу еще, потом в третий раз, и, наконец, мороженое в углублении стало затвердевать. К тому времени левый бок раненого покрывал сплошной искрящийся слой. Он натягивался, изгибаясь, когда Илья Львович дергался, но не лопался и не ломался, хотя его испещряли мелкие трещинки. Из мудно-прозрачного вещество стало белым, как снег, полностью скрыв рану. Температура в туннеле опустилась минимум на градус. Старик перестал корчиться и теперь лишь моргал полными слез глазами. Я ни разу не испытывал мороженое на себе, хотя Долдон рассказывал, что кажется, будто тебя сунули в холодильник, а еще сильно хочется спать. Но заснуть не можешь, и пребываешь в странном состоянии полусна, когда вроде и осознаешь, что происходит, но отстраненно и почему-то с легкой насмешкой, вернее иронией. Все тревоги отступают, эмоции сглаживаются, мир кажется большим, холодным, белым, как пещера снежной королевы. И боль, говорил Долдон, проходит полностью, то есть ты даже не можешь понять, как вообще способен был ее ощущать, потому что чудится, что тело отлитое из гибкого льда. А какая у льда боль? Старик сел, я бросил щепу под стеной. — Львович, как вы? — спросил Никита, целясь вглубь коридора. Злой, скорее всего, уже видевший действие этого артефакта, наконец отпустил раненого и толкнул шрама в плечо. Мы выпрямились над стариком. Он сидел неподвижно, глядя на нас. — Ему все равно конец, негромко произнес злой, но хоть не больно будет. Под стенкой его посадите и дальше идем. — Что? Здесь оставим? — взмутился Никита. — На растерзании этим? — Вон, я слышу, они близко уже. — Нет, с собой надо. — Малец, не парить чушь, перебил сталкер. — Нахрена его за собой тащить? С такой раной не живут. Ты что, вчера родился, сам не знаешь. Химик правильно сделал. Помог деду без мук последние минуты прожить. Но... Напарник оглянулся на меня, и я хмуро кивнул. — Мороженое не заживляет, у него другое действие. Да такую рану и не заживить ничем. Илья Львович все слышал и понимал, но наши слова не волновали его, не вызывали никаких чувств, будто речь шла о другом, едва знакомом ему человеке, судьба которого старика не заботила. — Все, идем, повторил злой. Пусть отдыхает, пока не... Из-за поворота показался крысиный волк, здоровенный зверь на мощных лапах. Шрам и Никита одновременно открыли огонь, а я принялся перезаряжать УЗИ. Вскоре голова волка стала напоминать дыню, по которой несколько раз стукнули молотком. Пробежав еще немного, он упал под ноги сталкеров. — Этот вперед вырвался, — сказал я, поднимая с пола ломик, — но сейчас другие появятся. Ухватив Илью Львовича под мышку здоровой руки, пригоршня легко поднял его и повел по туннелю вперед. — Дебил! — злой устремился за ним. — Всех нас подставить хочешь? — А ну, брось, он и так уже все равно, что покойник. Он почти догнал Никиту, и я рванул следом, чтобы оттащить злого от напарника. Тот мог поступать, как ему заблагорассудится, и если он хотел тянуть раненого дальше, то имел на это полное право. Шрам побежал за нами, и тут впереди раздался звук, будто там кто-то очень громко и очень смачно харкнул. Пригоршня, как раз достигший поворота, рухнул на пол, швырнув старика под стену, сдернул автомат с плеча и пустил в глубину коридора длинную очередь. Злой, Шрам и я тоже упали. Я пополз вперед. Из-за поворота прилетела зеленая, испускающая изумрудный свет струя. Она пронеслась над пригоршней и попала в изгиб стены, оставив на камне длинный пузырящийся развод. Напарник, прекратив стрелять, подался назад. Увидев, что он снимает с ремня предпоследнюю гранату, я быстро добрался до него, миновав злого со шрамом, крикнул «Погоди! Что там?» Никита оглянулся. На лице его было изумление. Я улегся рядом и, наконец, выглянул из-за поворота. Отсюда я едва видел противоположную стену огромного помещения, где темнел ряд круглых отверстий. Под ними слегка наискось протянулась каменная полка, часть дороги серпантина, которая шла по внутренней поверхности исполинского цилиндра. Видимо, туннель, в котором мы находились, выводил на такую же полку другую часть этой дороги. Напротив выхода вдоль внешнего края полки висела цепь, прикрученная к двум вбитым в камень к линиям. На ней позвякивало большое железное кольцо, способное скользить по всей длине, от одного калина к другому. От кольца шла вторая цепь, прикрепленная к ошейнику слепого пса. Он был раза в три крупнее обычных собак-мутантов и, наверное, мог бы заглотнуть человека, как удав кролика, целиком. Из-за непривычно длинной шеи и головы зверь напоминал ящера. На морде виднелись два светлых круга размером с чайной чашки, и в середине их темнели щелки, будто прорезающиеся, как у щенка, глазки. Я так и не понял, видит он ими хоть что-то или ориентируется исключительно ментальным нюхом, как его собратья с поверхности. Пес открыл пасть, вывалив тонкий язык, припал брюхом к камням и зашипел. Чего ты на него пялишься? Пристрели! прошептал я, крутя головой, не зная, куда смотреть, вперед на монстра или назад, где из-за поворота вот-вот могли высыпать другие твари. Пуль десять всадил! У него там хитин какой-то, что ли? Я пригляделся. Там действительно был хитин, мелкие овальные пластинки по всему телу. А в морду? В морду тоже попал! Застревают! Если он на цепи, значит, тут еще кто-то есть, произнес сзади злой, и в этот момент напарник без предупреждения кинул гранату. Пригоршня швырнул ее так, чтобы она не улетела в пропасть за дорогой, но и не упала слишком близко к нам. И, наверное, сняв чеку, он подождал немного, потому что граната взорвалась, едва коснувшись камней. Ящеропес каким-то образом понял, что происходит, отпрыгнул, но недалеко. Взрыв отбросил его назад. Перекувырнувшись через голову, зверь пролетел над цепью. Передние лапы ударились о край каменной дороги, которая со скрипом просела. Мгновение мне казалось, что сейчас монстр сверзится вниз и повиснет на цепи, но он, скребя по камням когтями и судорожно вытянув шею, сумел выбраться. Грохот падающих камней стих. Зверь вдруг издал сосущий звук, какой слышен из раковины, куда стекают остатки воды. «Пригнись!» сорал напарник. Ящеропес харкнул. Полоса зеленой светящейся слюны протянулась от его пасти, будто копье, оторвалась, прочертила воздух в считанных сантиметрах над нашими головами и влипла в стену на повороте коридора. Сзади раздался негромкий смех. Мы оглянулись. Злой со шрамом лежали ничком, а сидящий рядом под стеной Илья Львович вдруг завозился, неловко пытаясь подняться на ноги. Я крикнул «Львович! Назад! Сядьте!» Но он не слушал. Напарник дернул рукой. «Не надо!» начал я, разворачиваясь к нему, но Пригоршня уже бросил вторую гранату. На этот раз он швырнул ее сразу, как только сорвал чеку. Граната упала, покатилась, подпрыгивая, прямо в пасть навстречу. Она вкатилась в приоткрытую пасть. Между мной и Никитой возникли ноги. Илья Львович прошагал вперед. Он согнул здоровую руку, вставил большой палец себе под мышку и принялся быстро двигать локтем вверх-вниз, напоминая цыпленка с одним крылышком. «Львович!» загорал я. Ящеропес дернул головой и граната выскочила из пасти, слетев, будто с крутой горки, покатилась к нам. Не останавливаясь, старик нагнулся, подхватил ее и протянул псу. «Ути-ути-ути!» услышал я дребезжащий слабый голос. Зверь харкнул, струя ударила старика в грудь. Илья Львович качнулся, вытянув руку с гранатой. Из верхней половины тела полилось изумрудное свечение, а потом оттуда донеслись приглушенные хлопки, будто на его коже один за другим начали лопаться пузыри. Лязгнув цепью, зверь встал на задние лапы. В последний миг Илья Львович, будто испугавшись, что у него отберут гранату, прижал ее к животу. Ящеропес, изогнув шею запятой и разинув пасть, упал на старика сверху и словно надел на него свою голову. А потом граната взорвалась. Звук был гораздо слабее, чем в прошлый раз. Морда чудовища находилась в метре над полом, когда из обращенной вниз пасти, скрыв торчащие оттуда ноги старика, вырвался фонтан огня и крови. Он ударил в пол, ракеты. Башка монстра распухла, из глазных щелей, ушей, ноздрей, из-под овальных хитиновых пластинок выплеснулись струйки огня. Участок перед туннелем просел с тяжелым мучительным скрипом. Еще мгновение мы видели разламывающуюся, расползающуюся на куски голову зверя, после чего вся дорога провалилась. Глава восьмая Встав у стены над краем пролома, я высунулся. Это был именно цилиндр, огромная полость в каменной толще, протянувшаяся вниз на полкилометра. На дне виднелось круглое озерцо, в центре плавало что-то темное, а по берегам горели три или четыре прожектора. Вдоль стены, утыканной железными люками со штурвалами, шли каменные галереи, полки и отдельные выступы. В разных местах виднелись сколоченные редком бревна, шаткие деревянные лестницы без перил, настилы из досок. Это был центр подземной лаборатории. Но возникало впечатление, что здесь уже давным-давно хозяйничают не люди, военные и ученые, а кто-то другой. — Злой, гляди, — позвал я, услышав приглушенный гул двигателя. Теперь туннель выводил в пропасть. Проломился участок прямо перед выходом. С той стороны, где я стоял, можно было перепрыгнуть на целую часть дороги, а вот с другой пролом тянулся метры на четыре дальше, так что та половина оказалась в недосягаемости. Сзади застучал автомат шрама, тут же донесся выстрел берданки. Когда они смолкли, послышался хрип. Вновь громыхнула винтовка. Он смолк. Спутники подбежали ко мне. — Человек там был, — сказал Никита. — Баба, с броней на груди. Верни, вместо груди. Не отвечая, я попятился и прыгнул. На мгновение подо мной распростерлась пропасть с кружком воды на дне, а затем подошвы коснулись камня. — Вон они, — обернувшись, я показал вниз. Под нами каменная дорога поворачивала, следуя изгибу стены и при этом постепенно опускаясь. Там двигались люди в военной форме. Сзади ехала машина, издалека напоминающая трехколесный мотоцикл. Злой перепрыгнул ко мне, нагнулся, вглядываясь. — Что это у них? Мы отодвинулись, чтобы не мешать остальным. Я сказал, — Может, из оборудования этой лаборатории, чтобы по туннелям ездить? В авангарде отряда шли четыре фигуры, и как только напарник оказался рядом, я спросил, — Пригоршня, кто там впереди? Он прищурился. — Пацан, кажись, то есть Уильямчик наш. Капитан, так, ага, Марьяна и Медведь. Сука! Злой вдруг опустился на колено у самого края, положив автомат себе под ноги, поднял берданку и прицелился. — Они нас заметят, начал я, но он уже выстрелил. Расстояние было слишком велико, сталкер не попал, но он выдал нас, солдаты начали оглядываться. — Их меньше десяти человек осталось, сказал я. Медведь показал на нас, капитан отдал какой-то приказ, солдаты отошли к стене и мотоциклист с ревом умчался вперед. — Как за ними теперь? — спросил Пригоршня. — Через пролом не перелезть, а мы... Он не договорил. В туннеле возник крысиный волк, тот к хребту которого был приживлен торс безногого подростка. Только сейчас я заметил, что глаза крысы переростка зашиты, а сверху еще и залиты прозрачной стеклянистой массой. Глаза на человеческом лице были широко раскрыты, хотя человеческого в них осталось совсем мало. Кентавр бежал первым и сходу прыгнул на нас, достигнув края пролома. Никита, ухватившись за мое плечо, край полки. Камень, расшатанный взрывом, провалился под передними лапами, тварь, кувыркаясь, полетела вниз, рухнула на дорогу в полутора десятках метров ниже и задергалась там, пытаясь встать. — Идем, идем! Злой помчался по полке, крича на ходу. — Здесь не одна дорога, вон сколько в этих стенах понатыкано! И лестницы! За мной давайте, там найдем где спуститься! Ничего не оставалось, как бежать за ним, тем более, что в туннеле за проломом выскочили еще две крысы, а следом слепой пес. — Точно! Они вниз идут! — выдохнул напарник над ухом. — Расглядел, что там озеро и какая-то штука плавает. — И прожекторы! — пропыхтел я. — В этих норах кто-то живет, раз прожекторы работающие. — Хватит у бюреров мозгов за прожекторами следить. — У обычных нет, но тут, может, какие-то лабораторные, умные? — Сзади донеслось рычание. Сначала один, потом второй крысиный волк перемахнули через пролом на нашу сторону дороги. Она становилась то шире, то такой узкой, что приходилось переходить на шаг и двигаться гуськом. Мы миновали половину круга. Теперь военные находились на противоположной стороне цилиндра, едва различимые фигурки, влющемся снизу тусклом свете. Неожиданно полка перед нами свернула, превратившись в туннель. Впереди на несколько метров стена, а дальше темнело еще одно отверстие, от которого начинался новый участок. — Погоди, злой, — сказал я, но сталкер, не слушая, нырнул внутрь. Шрам оглянулся на нас и прыгнул следом. Пожав плечами, напарник тоже шагнул в туннель, и я поспешил за ними. Короткий проход между участками полки был изогнут подковой. Здесь дул ветер, в стене зияло двухметровые дыра, начало ведущего в глубину наклонного коридора. Остальные уже пробежали мимо, но я, поравнявшись с ней, заглянул и увидел пару светящихся круглых пятнышек. Они быстро приближались, увеличиваясь. Изнутри донеслось пыхтение и тут же хриплый вой. — Там кто-то есть! — крикнул я, выскакивая на дорогу. — Стой, говорю, он прямо за нами! Никита, потом Шрам и Злой оглянулись. Вой звучал все громче. Я только успел поднять УЗИ, когда прямо на меня из туннеля вынесло высокого тощего Бюрера. Механической рукой он сжимал лохматую веревку, привязанную к кожаному ошейнику на крупном крысином волке с гладкой и синей-черной шерстью, будто вымазанной смолой. Ноги Бюрера также были железными. Я видел поршневые рычаги, головки крупных болтов, подшипники и стопоры. Все это поскрипывало, щелкало, вращалось и клацало. — Пригнись! — выкрикнул за спиной напарник. При виде меня зверь зашипел и рванулся, увлекая Бюрера за собой. Опустившись на одно колено, я выстрелил волку в голову и одновременно позади часто застучал вал. Свистнувшие над головой пули ударили Бюрера в грудь. Он опрокинулся на спину, выпустив веревку. Зверь, в морду которого попало уже с полдесятка пуль, с удвоенной скоростью метнулся ко мне, и я упал набок, не прекращая стрелять. Он пронесся между отскочившими в разные стороны шрамом и злым, рухнул с края дороги. Эхо донесло исступленный вой, а после звук удара. Я вскочил. Из туннеля доносилось ворчание и приглушенный топот ног. Мы побежали. И успели миновать четверть витка. Дорога сначала тянулась горизонтально, потом стала опускаться, когда на нее высыпало множество фигур. Трудно было разглядеть подробности, но мне показалось, что это такие же непривычно тощие и высокие бюреры, как только что убитый. На всех меховые одежды, штаны и даже какое-то подобие плащей. Стволов у них нет вроде, прокричал Никита на бегу. Вон лестница впереди. Она состояла из бревен, прогнивших канатов и хлипких досок. Все это соединяло три или четыре кольца дороги. На нее, рявкнул я, поворачивай. Дощатые ступени начинались от края неширокого настила. Первым побежал злой, потом шрам, я и напарник. Толпа бюреров преследовала нас, но карлики были пока слишком далеко. В воздухе свистели камни, и они не долетали. Лестница опасно зашаталась, когда мы все оказались на ней. Зато теперь не надо было описывать круги. Мы приближались к озеру, куда, судя по всему, и стремились военные почти по прямой. Из одной ступени сбоку торчал длинный шест, с него свисала цепь, на которой, подвешенный за шею, болтался покойник в рваном белом халате. Пробежав мимо вслед за остальными, я глянул назад и обомлел, чуть было не покатившись вниз. У него было обычное человеческое лицо, но нечеловеческое лицо. Вместо рта бледно-красная клешня, над которой нависал бугристый и шершавый лоб, покрытый не кожей, но панцирем, как у краба. И это был не мутант, почему-то при виде повешенного сразу возникало впечатление, что он — разумное существо иного вида. Преодолев половину пролета, я сквозь широкие щели в досках увидел, что лестница тянется еще метров на двадцать и крикнул «Стойте! Они догонят все равно! Подождите!» «Что?» Пригоршня обернулся, ухватив за плечо шрама. «Злой! Стоять!» «Они так догонят нас!» повторил я. «Прикройте! Мне несколько секунд надо!» Мы как раз достигли своеобразной лестничной площадки между пролетами, и Никита опустился на одно колено возле края, от которого ступени вели вверх. Шрам присоединился к нему. Злой что-то гневно прорычал, но в одиночку бежать дальше побоялся и, покачивая берданкой, встал надо мной. Я же присел у другого края площадки. Ломик торчал из-за ремня, мешая, но мне не хотелось выбрасывать его. Не расстегивая, я стянул с плеча ремешок, положил контейнер перед собой. Намотав тряпку на руку, сдвинул две крышечки. Куски, сорванные напарником волчьей лозы, все это время висели на поясе, и я схватил один из них. Морской еж. Очень осторожно. Не сжимать, а то сработает. Обмотать лозой. Она сразу же сморщилась. Мягкая синеватая шкурка побледнела от прикосновения к артефакту. Покрепче. Последний виток потянуть. Еж взвелся. Но не сработал. Хотя теперь для этого достаточно любого толчка, либо чтобы исчезла сжимающая его лоза. А она вскоре исчезнет. Всего через несколько секунд. Потому что к ней я прилепил слизь. Редкий артефакт. Его даже тряпкой долго держать нельзя. Разъезд. Слизь задрожала, зашипела, прожигая стебель. По лицу тек пот. Я вытер его рукавом, схватил контейнер и вскочил пятясь. Лестница качалась. Толпа карликов валила по ней, приближаясь к площадке. Не стреляйте, сказал я остальным. Все, отступаем. Только не топайте сильно. Слизь уже до половины растворила лозу сплошным слоем намотанную на еж. Чуть ли не на цыпочках мы прокрались мимо артефактной мины, лежащей посреди площадки из бревен, и только лишь достигнув следующего пролета, побежали. Тонкие доски прогибались, ходили ходуном. Теперь так быстро, как только можете, заорал я. Семь секунд! Нет, пять! У лестницы не было перила. Сбоку открывалась пропасть с озером на дне. Впрочем, расстояние до него значительно уменьшилось. Мимо пролетел обломок доски, чуть не зацепив плечо, и я отпрянул от края. Внизу лестница заканчивалась, нам надо было перепрыгнуть с нее на очередное кольцо дороги, и мы почти успели. Оказалось, что здесь в полке не хватало участка. Его заменяла площадка из бревен, как бы продолжавшая полку и одновременно служившая опорой для лестницы. А та содрогалась, раскачиваясь, как дерево под порывами ураганного ветра. Вверху грохотали ноги под доском, щепки и мелкие камешки летели вниз. Мы были на середине последнего пролета, когда десятком метров выше слизь разъела волчью лозу, и морской еж сработал. Я рассчитал верно, бюреры как раз пробегали над ним. Существовала опасность, что кто-то столкнет артефакт с площадки, прежде чем от лозы ничего не останется, но с другой стороны на него могли наступить, отчего он сработал бы в любом случае, под лозой или без нее, так что шансы уравнивались. Но все же я немного ошибся. Мы устали и сами бежали теперь не так быстро. Сверху донесся хлопок и тут же пронзительный многоголосый вой. Вниз полетело несколько тел, пронеслись мимо, едва не задевая нас, а затем лестница протяжно скрипнула по всей длине, оседая, отвалилась от стены, складываясь гармошкой. Площадка основания накренилась, переворачиваясь вместе с лестницей. Шрамы злой прыгнули. Я споткнулся, налетев сзади на пригоршню, сильно толкнул его в спину, упал, соскальзывая по рассыпающимся бревнам, с размаху вонзил загнутый конец ломика в одну из них, качнулся, вскинув ноги. Ломик меня и спас. Если бы не он, я бы полетел вниз со всей той грудой дерева, которая обрушилась на дно пещеры. А так, кувыркнувшись, когда лом вырвало из бревна, свалился на участок дороги под нами. От удара воздух вышел из груди, и пространство съежилось, стремительно темнее, сморщилось, как мгновенно высохшее яблоко, провалилось внутрь себя, став пятнышком, потом точкой. Химик! И развернулось вновь. Крик прозвучал где-то над головой. Лежа боком на куче изломанных досок, я раскрыл глаза. Лом валялся рядом, но ни пистолета, ни УЗИ не было. Андрюха! Я потянулся к ломику, глядя вверх. Квадратный пролом, который раньше закрывался основанием лестницы, был не очень высоко надо мной. Из него торчали три головы. Жив! Голос Никиты. Шевелится, вижу. Это уже злой. Я встал на колени, попытался выпрямиться и упал, боком съехав с груды. И увидел фигурки, быстро двигающиеся по противоположной стороне дороги. Никита! просипел я, выпрямляясь. Вон они! Видим! ответил он. Две головы исчезли, осталось только его. Туда бегите! Я повысил голос, но он сорвался на хриплый виск. Никита, там еще лестница, видишь? Каменная, не деревянная, к самому дну идет! Вижу, повторил напарник, вояки возле нее уже. Да, я тоже к ней побегу, внизу встретимся. Он гивнул и выпрямился, голова исчезла. Шрам со злым, должно быть, уже направились в ту сторону. Пригоршник крикнул, ну, давай, и умчался. Я медленно двинулся к лестнице. Чтобы добраться до нее, надо было преодолеть почти половину опоясывающего цилиндра кольца. Напарник не заметил, а я не сказал ему. Навстречу мне, оставив отряд далеко позади, несся трехколесный мотоцикл. И кто-то гнался за ним, кто-то очень большой. Глава девятая Груда деревянных обломков была невелика. Скорее всего, мотоциклист рискнет перескочить через нее, ведь его преследовали. В рев двигателя вплелись звуки выстрелов. Я перебрался через гору из досок, увидел в стене за ней круглое отверстие. Из него лился тусклый свет, сбоку лежал выломанный с мясом железный люк и встал на противоположном склоне. Занеся над плечом ломик, немного придвинулся к вершине, выглядывая. Мотоцикл приближался. Водитель одной рукой сжимал руль, а второй — небольшой автомат. Сзади несся ящеропес с мощной длинной мордой, напоминающей уже даже не ящера, а крокодила, отрастившего сильные собачьи лапы. Солдат увидел препятствие, хотя меня, скорее всего, не заметил. Двигатель взвыл на всю пещеру. Водитель вцепился в руль, развернулся в полоборота и принялся стрелять в монстра, отстающего всего на пару метров. Ящеропес прыгнул. Я чуть присел на широко расставленных ногах. Груда досок содрогнулась, мотоцикл взлетел по ней, и я рубанул ломиком. Загнутый конец вонзился в грудь мотоциклиста. Солдата бросило назад, лом чуть не вырвало из рук, а руки из плечевых суставов. Меня вздернуло в воздух, мотоцикл развернуло, солдат вылетел из седла и спиной рухнул на доски. Я свалился рядом, тут же вскочил, высвободил свое оружие. Машина, сделав сальто, упала на два колеса, описала стремительную дугу и свалилась на бок, ревя двигателем. Колеса продолжали вращаться и корпус провернулся вокруг упершегося в камень руля. Ящеропес, с морды которого лилась розовая пена, рухнул на самом краю дороги, взвизгнул, дергая лапами. Сунув ломик под мышку, я скатился со склона. Сбоку от седла на ремнях висела большая кобура, из которой торчала рукоять. Заметив, что на другой стороне пещеры отряд военных преодолел уже большую часть каменной лестницы, я бросился к машине, вцепился в руль, ища взглядом, как отключить двигатель. Конструкция отличалась от привычной мотоциклетной, здесь были пара незнакомых рычагов и крупные прямоугольные клавиши рядом с ними. Ящеропес, пошатываясь, встал и кинулся на меня. Вонзив ломик в пружины под седлом, я рывком поднял машину и перекинул через нее ногу. Как только все три колеса коснулись камней, она рванула с места, задрав руль. Я подался вперед, навалился на него, пытаясь опустить переднюю часть, одновременно выворачивая рулевую вилку, ведь прямо впереди была стена. Мелькнул зевтуннеля, и мы влетели в него. Звук изменился, вокруг пошло гулять гулкое эхо, казалось, рев двигателя разлился сразу по всей сети туннелей, окружающей пещеру, цилиндр. Ящеропес длинными скачками мчался следом. Обернувшись, я увидел его прямо позади, определенно куда крупнее того, первого. Два круглых светлых пятна на морде были здоровенными, как мельничные колеса, в середине их виднелись узкие глазки, затянутые белесой пленкой. Я едва успел повернуть голову обратно, чтобы избежать столкновения. Туннель изогнулся и стал уже. Поставив мотоцикл на два колеса, я направил его в сторону, чуть не сшибив при этом толстого бюрера, едва успевшего отпрыгнуть. Туннель теперь опускался, но поворотов впереди не было, и я вновь рискнул оглянуться. Бюрер спиной прижался к стенке, но это его не спасло. Чудовище, пробегая мимо, изогнуло шею, разину в пасть, на ходу смело его, подняло в воздух, как цапля-лягушку, перекусило и выплюнуло себе под ноги две половины тела. Мы оказались гораздо ниже уровня дороги. Стены коридора стали еще ближе друг к другу. Мотоцикл, немилосердно трясясь, подскакивая и виляя, несся между ними, едва не задевая камень. Крепко сжимая руль одной рукой, я второй потянулся назад, нащупал найской старчащие седла ломик, задвинул его поглубже, опустил кисть ниже. Вот она, кабура, а вот и рукоять. Да не одна, в кожаном чехле, прижатой боками, лежали два пистолета. Хотя нет, это кажется. Я вырвал из кабуры ФН, кинул взгляд на полупрозрачный магазин, пригнувшись к самому рулю, оглянулся и поднял пистолет-пулемет. В этот момент зверь прыгнул. Длинное тело взвелось в воздух, лапы и шея вытянулись, он повис над мотоциклом, двигаясь по воздуху с такой же скоростью, как и машина, разинул пасть. Все еще пригибаясь, сжав курок, я повел стволом. Пули врезались в туго натянутую кожу на брюхе, прошили грудь, шею и ударили в нижнюю челюсть, мощную и длинную, как у крокодила. Через мгновение туннель закончился, стены разошлись, потолок будто взлетел, обратившись высоким сводом. Я свесился вбок, почти касаясь коленом пола, поворачивая, чтобы не врезаться в ряд больших красных цистерн с английскими надписями, лежащих на решетчатых поддонах. Вокруг кишели бюреры, поверх цистерн шел настил из досок, сбоку были мостки. Машина вильнула, пронеслась под навесом, зацепив шест. Я заорал, увидев прямо перед собой пустой бетонный бассейн с низким бортиком. Перевалившись через седло, повис на другой стороне, выворачивая руль теперь уже вправо. Опять поставил мотоцикл на два колеса и пролетел вдоль самого угла бассейна, едва не задев его тем колесом, которое поднялось в воздух. Пещера задрожала от рева двигателя. Машина выровнялась. Перед глазами все мелькало, рябило. Мир будто разбился на множество ломаных фрагментов. Бюреры, бревенчатые опоры мостков, отверстия в стенах на разной высоте. Из них свешиваются веревочные лестницы, летящий камень, разбегающиеся детеныши, ящеропес. Он вдруг возник в поле зрения, выпрыгнув откуда-то сбоку, клацнул зубами, промахнулся, закрутился на одном месте, скользя лапами по щебню, вновь прыгнул и пропало из виду. Цистерны, шкуры на полу, на них то ли спят, то ли мертвые тела, пронесшийся мимо головы булыжник, еще один, потом настил из рифленого железа, наискось к большому деревянному мостку, который сначала тянется под углом 45 градусов, взбираясь на крайнюю цистерну, а после проходит по всему их ряду, будто по спинам лежащих боками друг к другу слонов. За противоположным краем мостка была та стена пещеры, в нижней части которой зиял конец туннеля, что привел меня сюда. Ну а вверху еще одно отверстие, немного выше настила, тот заканчивался метрах в четырех пяти от круглой дыры. Мотоцикл понесся туда. Нельзя останавливаться, тормозить, ни на мгновение. Как только сделаю это, бюреры ментальным усилием вцепятся в отдельные части машины, застопорят двигатель или погнут спицы, или вывернут руль, так что врежусь в стену. Я щеропес куда-то подевался, а карлики сновали вокруг, кто преследовал меня, кто убегал, пытался выпрыгнуть из-под колес. Мотоцикл заревел, будто его ранили, и взлетел по пандусу, поднявшись в воздух. Упал колесами на доски, понесся дальше. Теперь стало видно, весь настил забит бюрерами. Откинувшись, задрав ноги и сжав руль коленями, я вырвал из чехла второе оружие. Это оказалось УЗИ, удерживая его в правой, а ФН в левой, нажал на курки. Если бы не ноги на руле, меня бы сбросило с мотоцикла назад. Стволы выплюнули две очереди, сбивая карликов с досок, расшвыривая их, превращая в кашу, и через мгновение я мчался по узкому коридору, стенами которого стали окровавленные тела. Цистерны широкими полосами с гудением проносились внизу. Я разжал пальцы, выпустив оружие, продолжая стрелять из второго, нащупал конец торчащего из-под сидения ломика. ФН тоже смолк, и тут настил закончился. Впереди простерлась пустота, за которой была каменная стена с круглым отверстием. Бросив ФН, я обеими руками вцепился в ломик и поддался вперед, сгибая ноги. Машина подо мной провалилась, я же, выгнувшись, взмахнул ломом. Загнутая часть ударила по нижнему краю прохода, я всем телом влип в камень и повис, будто скалолаз, уже начавший падать в пропасть, но в последний миг сумевший вонзить в сель ледоруб. Мотоцикл рухнул на пол и взорвался. Клуб пламени взлетел, окруженный коричневыми космами дыма, будто раскаленная от гнева лысая макушка огненного джинна в обрамлении темных волос. Заскользив потными ладонями по металлу, я подтянулся, навалился грудью на отверстие. Ступни уже жгло, шар охватил колени и подобрался к паху. Я перебрался через край, поджав ноги и вытащив за собой ломик, откатился, вопя, вскочил, ботинки почти расплавились, штанины горели, бросился по коридору с низким сводом, пригибаясь, зажав ломик подмышкой, хлопая ладонями по икрам и лодыжкам. Наконец, погасил огонь, и в этот момент колодец закончился. Впереди озеро. Нет, огромный бассейн, искусственный водоем с бетонными бортиками. Посреди него стоит на одном месте, не качаясь, плавучая платформа. Дальше за насыпью у самого бортика лежат фигуры. Вспышки, звук выстрелов. Взмахнув руками на краю коридора, я рухнул с двухметровой высоты на груду камней, а сверху на меня свалился лом. Выстрелы смолкли, наступила тишина, лишь вода еле слышно плескалась в бетонные берега. Лежа за камнями, я приподнял голову, обозревая дно гигантского колодца. Вокруг бассейна стояло несколько прожекторов на треногах. Большинство либо разбитые, либо просто не горят, но три еще работают, освещая основание цилиндра, будто театральную сцену, давая резкие, глубокие тени. Водоем был метров тридцать в диаметре. На середине высилось сооружение, напоминающее кастрюлю с дощатыми бортами. У ближнего борта торчал столб, от которого над водой шли провода и исчезали в отверстиях в отвесном склоне пещеры. Я прищурился. Это что, корабль? Баржа? Или оно растет из дна бассейна? Нет, кажется, сооружение, плавучая лаборатория. Но для чего ставить ее посреди искусственного водоема? Кроме прочего, на палубе было несколько длинных шестов, с натянутой между ними колючей проволокой. На проволоке висели мертвые тела в халатах. Врачи? Лаборанты, ученые, работники подземного комплекса? Я прищурился, начиная кое-что соображать. Двое мертвецов были распяты на столбах с перекладинами. Либо это казнь, либо жертвоприношение. А, скорее всего, и то, и то разом. Наверное, убили их бюреры, которые в норах по склонам живут. Но если жертвоприношение, то кому? Вроде не видно никого живого ни в бассейне, ни на круглой палубе. А там что? Вон, почти на середине палубы, перед приземистым домиком с проломом в стене. Нахмурившись, я некоторое время вглядывался, потом перевел взгляд на воду. Необычная вода, темная, с ртутным отливом. Бассейн словно наполняло расплавленное серебро. Может, и ртуть? Нет, по ней иногда пробегала легкая рябь. Скорее, вода, в которую влили много серебрянки. Когда-то от края бассейна к лаборатории вел мост. Теперь от него остались лишь насыпь и ступеньки возле бортика, далеко по левую руку от меня. Там, под насыпью, залегли военные. Трое солдат, медведь, капитан Пирсник и счастливая парочка Уильям с Марьяной. Сверху я видел их гораздо лучше, чем Никита, злой и шрам, которые лежали так же слева, но куда ближе ко мне. Сталкеры прятались за камнями. Защита хуже, чем высокая насыпь. Впрочем, насколько я понимал, с патронами сейчас было туго у всех. Выстрелы прекратились, когда я выпал из туннеля, и больше никто не стрелял, хотя из-за насыпи и над камнями торчали стволы. И еще на две детали я обратил внимание. Посредине, между плавучей лабораторией и той частью бортика, возле которой лежали сталкеры, на серебряной воде застыл небольшой плод, доски, кое-как скрученные проволокой, той самой, колючей. На плоту, лицом вниз, неподвижно лежал человек. Я почему-то сразу решил, что мертвец, один из тех, кого оставили болтаться на колючке, принеся в жертву неведомому богу. Сумел слезть, соорудил плод, отплыл, но не дотянул до берега. Умер от ран. Вторая деталь. Черная дыра в камнях справа, на противоположной от военных стороне. Она находилась в каких-нибудь полутора метрах от бортика, между ним и отвесной стеной большая зловещая дыра, ведущая вниз, под пещеру цилиндр. Пригоршни со злым пялились на меня. Должно быть, услышали, как я выпал, а когда приподнял голову повыше, заметили ее. Хотя снизу им, скорее всего, трудно понять, чья голова торчит там. «Это химик», негромко сказал я. Пригоршни осклабился, ткнул пальцем в свой автомат, затем показал в сторону насыпи и махнул рукой. Я кивнул. Крутой склон горы камней заканчивался в паре метрах от того места, где лежали сталкеры. Собственно, камни, за которыми они прятались, являлись частью этой горы, просто откатились дальше от основной массы. Напарник приподнялся и дал одиночный выстрел по насыпи. Торчащие из-за нее головы исчезли. Схватив ломик, я прыгнул вниз, скатился по камням, сделал пару шагов и упал между шрамом и злым. «Ух, ни хрена себе!» сказал злой, окидывая меня взглядом. «Что это с тобой?» «Вид у меня, должно быть, и вправду был страшноватый. Весь в ссадинах и кровоподтеках, лоб в корке грязи, перемешанный с кровью, куртка изорвана, штаны снизу обгорели, а ботинки потеряли форму, шнурки на них спеклись в лоснящиеся черные полоски. «Хреново со мной!» сказал я, через силу улыбаясь. «Что здесь?» «Они туда рвутся!» Старый сталкер ткнул пальцем в плавучую лабораторию. «Это точно! Мы видели, пока они не залегли там, как медведь по берегу скакал, высматривая, где бы перебраться!» «Так чего же по воде не переплыть?» спросил я. «Вот и я говорю!» зашипел злой. «Нырнуть и вперед!» «Да кореш твой бухтит, что опасно!» «Опасно!» он скривился. «А до сих пор что было?» «Мы вроде полюс и ягоды собирали, и тут вдруг на тебе! Опасно стало!» Из туннеля, откуда я попал сюда, донесся приглушенный вой ящера-пса, потом грохот и тут же едва слышные вопли бюреров. Они все еще сражались там, в пещере, с цистернами, и это было хорошо, карликам пока не до нас. Пригоршня, не отрывая взгляда, от насыпи сказал «Откуда ты знаешь, что в той воде прячется?» Злой стукнул кулаком по камню. «Да нет там ничего! Я наблюдал! Поверхность спокойная, ни разу ничего не шевельнулось, не мелькнуло! Плыть надо!» «Никита, сколько у тебя патронов?» спросил я. «Семь. А у тебя, злой?» «Берданку я бросил уже!» проворчал тот. «Ни черта не осталось! А в калаше с полрожка!» «То есть штук пятнадцать!» «Шрам?» «Пять!» «В пистолете три!» «Я кивнул!» «У меня вообще пусто!» «И сколько у нас, по-твоему, против них шансов с таким боезапасом?» спросил пригоршня. «Против медведя с капитаном этим!» «Шансов?» «Каких шансов?» «Ну и у вояк наверняка патронов почти нет!» возразил старый сталкер. «Ну так что ты предлагаешь?» «Я ж сказал! Вскакиваем, ныряем и плывем!» «Опасно слишком!» «Это тут лежать опасно!» «Под стволами у них!» «За камнями, за этими!» «Ты не боишься, что ли?» «Боюсь!» удивился я. «Да мне страшно до усрачки!» «И это хорошо!» «Почему?» «От страха я лучше стреляю!» Я выглянул сбоку от валуна, так, чтобы не подстрелили лежащие за насыпью. «Почему мертвец на плоту лежит?» «Он, мне кажется, из лаборатории убегал!» «Так чего не нырнул?» «Прыгнул бы прямо с борта!» «Здесь плыть двадцать секунд!» Но он, видишь, плот начал клепать и все равно не доплыл. «Нет, что-то не так с этим бассейном, злой!» «Да это же один из тех, наверняка, кого на проводах там развесили!» «Бюреры местные, что ли, забавлялись!» «Он весь колючко и стыкан на спине!» «Отсюда вижу!» «Без плота боялся, наверное, что вообще плыть не сможет!» «Обессилил от ран!» «Все! Хватит базарить!» Старик повернул ко мне красное от гнева лицо. «Плыть надо!» «Перестреляют в воде!» «Сказал Шрам!» «Значит, так делаем! Я первый прыгаю, вы меня прикрываете! Если там кто-то голову только приподнимет, гасите его!» «Я доплыву, наверх залезу, вон там этот шторм-трап по борту идет, сверху вас прикрою!» «Оттуда вояки вообще как на ладони!» «Так я их всех, может, и...» «Опасно!» «Сказал я!» «Лучше иначе!» «Давайте я сейчас...» Злой вдруг больно ткнул меня острым локнем в бок. «Твою мать!» «Заткнись, химик! Я здесь старший, понял?» Последние слова он буквально выплюнул мне в лицо, брызгая слюной. Щеки его были покрыты нездоровым румянцем, на подбородке выступила красноватая сыпь, века дергалась. Он почти обезумел от близости свободы. Проживший в долине долгое время и страстно желавший из нее вырваться, сталкер был уверен, что выход совсем близко внутри плавучей лаборатории, и каждое лишнее мгновение, проведенное в пузыре, было для него мучительным. «Злой, ты совсем охренел!» спросил Никита, лежащий по другую сторону, и старик рывком повернулся к нему. «Пасть захлопни, щенок! Так что, будете прикрывать меня или нет?» Я пожал плечами. «Будем, конечно. Давай, плыви!» «Приготовились тогда!» сказал он. «Ну, со мной черный сталкер!» Он вскочил, низко пригибаясь, преодолел короткое расстояние до бортика, вспрыгнул на него и упал в воду. Не нырнул, чтобы не замочить калаш, спрыгнул ногами вниз, подняв автомат над головой. Глубина оказалась по грудь. Злой поплыл, удерживая оружие над поверхностью. Как только он появился из-за камней, за насыпью раздался возглас, после чего возникли сразу три головы. И тут же приподнявшийся шрам выстрелил. Один из врагов, молодой солдат, с криком выпрямился, держась за лицо, попятился и упал навзничь. В ответ прозвучали три выстрела. Две пули ударили в камни перед нами, другая в бортик, с которого только что спрыгнул злой. Хотя грести сталкер мог лишь одной рукой, он плыл быстро. Серебряная вода расходилась двумя волнами, будто от носа корабля, а дальше распадалась на отдельные водяные бугры. Теперь по всей поверхности рябили отблески прожекторов. Пригоршни и шрам глядели в сторону насыпи, направив туда стволы. Я же был без оружия, поэтому он наблюдал за старым сталкером. А он вдруг исчез. Глава десятая Я вздрогнул, недоуменно пялись на воду. Злого будто что-то утянуло. Он без всплеска канул в серебристый толще, уйдя вместе с автоматом. Сталкер вынурнул опять. Без оружия, истошно вопя, в метре от того места, где пропал. Что с ним? Никита повернулся к бассейну. Злой орал, как Илья Львович, когда того покалечило взрывом. Из-за насыпи показались головы. Шрам выстрелил, они убрались обратно. Злой добрался до плота, ухватился, вползая. Нижней половины тела у него не было. Лишь красные лохмотья и кости, по которым ползали, извиваясь множество тонких серебристых тел. Из воды потянулись красные нити сухожилий, длинные лоскуты кожи. Это пираньи? Изумился Никита. Мутанты какие-то, ошарашенно пробормотал я. Серебряная вода вокруг плота бурлила, гибкие тела основали, то и дело выныривая на поверхность. Крик злого сорвался на виск, захлебнулся, и сталкер замер рядом со вторым телом в такой же позе, лицом вниз, разбросав руки. Почти так же кричал стрелок, когда только пришел в себя, произнес вдруг шрам. Стрелок? Я перевел на него недоуменный взгляд. Когда его вытащили из того грузовика? Стрелок. Ему задание было. Убить стрелка. Что? Шрам не шевелился, глядя будто в себя. Глаза его, и без того необычные, стали совсем уж нечеловеческими. Сбой в системе вышел. Система так настроена. Самые сильные из тех, кто в центр зоны стремится, доходят до выжигателя мозгов. Становятся зомби и назад бредут, нападая на других, которые, как и они, до монолита хотят дойти. Монолит для того и создан. Приманивать. Это защита такая у зоны. Самые сильные и умные, кто сможет выжигатель пройти, и радар, тех монолит в оборот берет. Потом попадают в лаборатории под ЧАЭС. Система одних убивает там, других кодируют на задания разные. Самым опасным стрелок был. Шрам закрыл глаза. Но сбой вышел. В любой сложной системе они бывают. О, сознание пропустило его, когда он в плен попал. Не поняло, что он — это он. От стрелка давно избавиться хотели. Его закодировали на убийство самого себя и назад в зону отправили. — А ты что же? — спросил я, завороженный его равнодушным мертвым голосом. — Я и солдат, и срочников. Сбежал от дедов. Потом... Многое было. Я с клыком и призраком как-то сцепился. Теми, которые стрелку помогали, когда он захотел узнать правду о себе. Потом к монолиту попал. Потом... Он раскрыл глаза, повернул голову, и я отпрянул, увидев, что зрачки его стали черными дырками. Другим, более высоким, почти детским голосом шрам произнес. — Мы заинтересовались пузырями. Они нарушают работу. Они меняют структуру. Они ведут наружу. Мы собираем сведения. Ты помог нам. Мы не забудем. Мы ничего не забываем. Жди, наймем тебя. — Ты чего? — изумился Никита. — Шрам! Эй, что с тобой? — Андрюха, чего он зенки вылупил? — Это что? — Голова сталкера упала на руки, и он замер. Покосившись на изумленного пригоршню, я прокричал. — Медведь! Эй! Шрам поднял голову. Глаза его стали прежними и произнес обычным голосом. — Что дальше будем делать? Не слушая, я повторил. — Медведь! — Химик, ты! — донеслось из-за насыпи. — Как здоровье, медведь! — Это ты с той горы скатился. — Кто же еще? — Он помолчал. — А почему сверху по нам не шмалял? — Да мне не из чего было. Я услышал, как за насыпью сталкер громко и смачно плюнул. В звуке этом явно слышалось презрение. — Ты даже без ствола! — обвинил он. — Ну, как допер! Он опять плюнул. — Ты безоружен! Я всегда вооружен! — И что с того? — крикнул Никита. — Сидели б тихо, вы оба! — Нет, лезут на рожон! — Куда лезете? — Так за тобой следом! — Идиоты! Я люблю идиотов! — Почему? — Вас легко убивать! — Было б легко, мы б сейчас не болтали тут! — воцарилась тишина, потом он вновь подал голос. — Вас трое осталось? — Верно, до трех считать умеешь. — А до шести? — Умею. Нас шестеро. — Да, слишком мало, — согласился я. — Нам вас легко убить будет. — Уходите, химик! — Уходить? — удивился я. — Куда уходить? За насыпью произошло движение, и шрам с пригоршней приникли к автоматам. Голос капитана Пирсника прокричал с акцентом. — Отходите! Дайте нам перебраться! Мы уйдем, потом вы уйдете! Я покачал головой, хотя они не могли видеть этого. — Шутишь, солдатик, вы нас за собой не выпустите. — Шестеро, говорите? Но из них одна девчонка, второй шкет, который стрелять не умеет. — Я есть умею стрелить! — выкрикнул Уильям Блейк. — А ты молчи, Иуда! — заорал на него пригоршня. — Предатель! — Я есть сделал это от любви! — растерянно ответил Уильям. Я толкнул Никиту в бок, и он склонился ко мне. — Поговори с ним, с Медведем, с Капитаном. С Медведем лучше. Расспроси, что ему нужно было от картографа. Как тогда дело было? Может, не захочет отвечать, но ты все равно тормоши его, спрашивай. — А ты? — прошептал он. — Я сверху видел кое-что. Туда поползу. А ты их отвлекай. Появилась одна идейка. Сейчас нет времени рассказывать. Вернусь, у нас еще где-то минута будет. Тогда растолкую. — Ну давай, не молчи! — Медведь! — заорал Пригоршня. — А мы вычислили, кого ты в том домике на склоне видел. Слышишь, умник! Я шепнул Шраму. — Нож у тебя есть. Дай сюда. И контролируй здесь. Получив оружие, сунул ломик за ремень, прополз мимо сталкера и стал передвигаться за камнями вдоль подножия горы, с вершины которой недавно обозревал дно пещеры, в противоположную от военных сторону, край муха прислушиваясь к разговору. — Легко догадаться было, — ответил Медведь напарнику. — Даже такие идиоты, как вы, с химиком могли. — Точно! — не стал спорить Никита. — И то, как ты, урод, ребят курильщика положил, об этом тоже догадались. Он сам виноват. Надо было дать мне, что я просил, но людей своих не навязывать. — Да он тебя просто хорошо знает. Хрен бы ты с ним барышом от поля артефактов поделился. — Полем? — Каким? Медведь вдруг хрипло рассмеялся. — Ты всерьез, пригоршня? Я не поле здесь искал. Яд полз уже достаточно далеко. Крики теперь звучали тише, да еще эхо разносило голоса по пещере, будто перемешивая отдельные слова, отчего их трудно было разобрать. — У картографа пробойник и стрелка, — пояснил медведь. — Я их увидел, когда в первый раз сюда. Какие еще стрелка с белкой? — Пробойник реальности. Не знаю, как назвать. А стрелку картограф из артефактов смастерил. Вроде компаса, который показывает слабые места. Ну, такие, где стоит пробойник использовать. Можно самому пузыри создавать. Можно с места на место по зоне перескакивать. Это же могущество! — Какое там поле? Зачем? Если ты такими вещами владеешь. — А-а-а, так вот для чего ты сюда снова пожаловал. Картограф ведь тебя спас в первый раз. Выявил отсюда. А ты, значит, так его отблагодарить решил? Я преодолел уже две трети расстояния. Один из горящих прожекторов стоял неподалеку от моей цели, и резкий белый свет его слепил глаза. Я полз будто по выцветшему черно-белому миру, попадая то в глубокий, как океан тени, то в слепящий свет. — Одного не пойму, медведь. Как вы с Троповым здесь в первый раз прошли мимо чудищ всех этих? Да ты же еще и раненый. Он же тебя вез. — А ты его видел? Он никак человек. Он... Ни звери его не трогают, ни мутанты, никто. Он мимо них как проскальзывает. Они не замечали ни его, ни меня. А если замечали, отворачивали морды. — Что-то здесь не так, — решил я. — С чего медведь такой словоохотливый? Он вообще-то угрюмый мужик. Может, не настолько диковатый, как шрам, но все же. С чего он вдруг там разливается соловьем, рассказывает все? Я понял причину и застыл посреди черно-белого пространства, став одной из его теней. До круглой дыры было совсем недалеко. Теперь я видел, что прожектор на покосившейся треноге стоит почти точно над ней. Толстый кабель тянулся, завиваясь широкими кольцами к бассейну, исчезал в ртудной жидкости. Должно быть, освещение было подключено к источнику энергии где-то в лаборатории. Я лежал, замерев. Лишь зрачки двигались из стороны в сторону. И, наконец, я заметил его. Капитан Пирсняк полз вдоль бассейна. Вот почему медведь так охотно стал отвечать на вопросы. Они, как и я, под прикрытием разговора решили провернуть кое-что. Капитан, самонадеянный тип, не отдал приказ солдату, сам пополз. Они знали, нас всего трое. Ему достаточно было обогнуть бассейн, подобраться со стороны, откуда мы никого не ждали, и пристрелить одной длинной очередью. Он приподнял голову, глядя над бортиком в ту сторону, где остались Никита со шрамом. Воспользовавшись этим, я прополз немного в сторону, оказавшись под прожектором. Дыра в полу была совсем близко, черная и бездонная. Опустив голову, капитан вновь пополз. Теперь нас разделяло лишь несколько метров. На спине его была короткоствольная винтовка, неизвестной мне модели, что-то модерновое, навороченное, с рычажками и верниерами. Лежа на боку, лицом к водоему, я застыл, даже моргать перестал. Прожектор гудел над самой головой, направив в сторону лаборатории слепящий белый столб. Тот казался материальным, будто колонна из белоснежного мрамора, опрокинувшаяся на бассейн, дальним концом упирающаяся в борт плавучего сооружения и частично погруженная в серебряную воду. Нож шрама я сжимал в правой руке. Не армейский, просто большой выкидной нож на пружинке. Кривая рукоять удобно лежала в ладони. Ломик был вдет за ремень на спине, чтобы не звякнуло камни. Сейчас его не достать так, чтобы капитан не заметил. Но он и не нужен, хватит ножа. Когда пирсник будет проползать между мною и бортиком, до которого всего-то полтора метра, вышелкну лезвие и вобью ему между лопаток. Противник остановился. В обычных условиях он бы давно заметил меня, но прожектор слепил, делая пространство очень контрастным. Трудно было понять, что находится вокруг. Потому что тени ломали очертания предметов, меняли их. Мы застыли в метре друг от друга. Я, лежа на боку лицом к капитану, сжимая нож, он на животе, подняв голову. Я глядел на него, он вдоль бортика. Я не дышал и не моргал. Он чуть слышно посапывал, едва заметно раздувая крылья прямого тонкого носа. Я ждал одного, чтобы он пополз дальше. Как только это произойдет, воткну нож ему в спину, главное при этом не попасть по ружейному стволу, который сейчас, когда капитан поднял голову, почти уперся в его затылок. Пирсник прислушивался к чему-то, не шевелясь. Время остановилось. Изломанный черно-белый мир, контрастный и резкий, замер, погруженный, как в соляную кислоту, в инфернальное гудение прожектора. Клянусь всеми демонами зоны, я не издал ни звука. Капитан не мог услышать, но он вдруг обернулся и уставился мне в глаза. И тут же перекатился на бок, подавшись ко мне, выдергивая пистолет из кобуры на поясе. Я вдавил кнопку, замахиваясь. В ноже что-то сорвалось, клацнуло, на переносицу пирсника обрушилась зажатая в кулаке рукоять, лезвие не выскочило. Пистолет уже был в его руке, ствол поворачивался ко мне, и я, выпустив нож, вцепился капитану в запястье, дернул изо всех сил и перекатил через себя. Капитан выстрелил. Звук был глухим, потому что ствол оказался зажат между телами. Наши ноги ударили по триноге, одна из запор подогнулась, с хрустом переламываясь в наиболее проржавевшем месте, там, где металл стал спрессованной рыжей трухой. Оказавшись спиной к бассейну, прямо перед собой я увидел дыру, ведущую будто в лишенный звезд космос, или, может быть, за изнанку черно-белого мира. Слишком глубокая, слишком бездонная. Может, она не провал в пещеру, расположенную ниже, но конец той трубочки, через которую выдули этот пузырь? Пробой, но ведущий не наружу, не в зону, в какое-то другое место. Я толкнул пирсника, который очутился между дырой и мной, а он попытался ухватить меня за шиворот. Капитан упал на спину, расставив руки и ноги, упираясь в края дыры. Вырвавшись, я встал на колени и врезал ему кулаком в живот. Капитан провалился. В последний миг он извернулся, хватаясь за край, но не сумел удержаться и полетел вниз. Еще несколько мгновений его освещал проникающий сквозь дыру свет. Пирсник летел, как сорвавшийся с трапецией акробат, но глядел он не на меня. Повернув голову, смотрел куда-то в первозданную тьму с ужасом на лице, словно видел, как чьи-то когтистые лапы тянутся к нему оттуда. А потом тело пропало, мрак замкнулся над ним. По животу текла кровь, пуля из пистолета прошла вскользь, распоров кожу. Прижав крайнюю ладонь, я обернулся. Прожектор все это время медленно заваливался вбок, отчего тени удлинялись, меняли очертания, и пространство вокруг будто сдвигалось, ломая структуру, корежась. А теперь он со звоном упал и перевернулся. Протянувшись от него, гудящая колонна света качнулась, сначала уперлась в бортик, казалось, сейчас она расплавит камень, затем сдвинулась, прочертив полосой сияние все пространство между бассейном и стеной пещеры, после чего заскользила кверху и стала вертикальной, соединив дно с далеким сводом. Мигнула и погасла. На другом конце бассейна два прожектора еще горели, но для меня, ослепленного, мир погрузился во тьму. Не видя ничего, моргая слезящимися глазами, я рванул ремешки на груди, бросил контейнер перед собой, стал отодвигать крышечки, припоминая, где лежит нужный артефакт. Раздались крики, застучал автомат и смолк очень быстро, когда последние патроны в рожке исчезли. Голой рукой, понимая, что это может быть смертельным, я выхватил из ячейки шарапнель. Из другой достал слизь, соединил их, сжал. Сколько у меня времени? Пять секунд? Три? Я-то собирался обмотать шарапнель лозой, слизь прилепить сверху, как-то закрепить на бортике. Глаза позволило бы вернуться к напарнику со шрамом, объяснить им, что сейчас произойдет, приготовиться. Глаза привыкали к новому освещению, и я различил фигуры, бегущие от насыпи к груди камней. Налепил шарапнель на борт, схватив контейнер, вскочил и ринулся вдоль водоема. В обычных условиях шарапнель разлетается сотнями колючих комочков, пробивающих сантиметровую доску. Но слизь заморозила реакцию с одной стороны артефакта, переместив вектор приложения сил в противоположное от себя направление. Так что, когда шарапнель сработала, это напоминало кумулятивный взрыв, направленный в бортик. Артефакт взорвался, послав в воду и на ее поверхность фонтан каменных осколков. Успев набросить на плечо ремешок контейнера, я упал, тут же вскочил. Ломик выскользнул из-под ремня, но я подхватил его на лету. По ртутной жидкости пошла волна, ударила в плавучую лабораторию, едва заметно качнув ее, отхлынула. С шумом вода устремилась наружу, покидая бассейн сквозь широкий пролом, колокоча развернула прожектор и утянула за собой. Поток стал вливаться в дыру, куда провалился капитан Пирсник. Никита, туда! Что было сил, заорал я на бегу, тыча рукой в сторону лаборатории. К ней давай, на палубу, слышишь? Уровень жидкости уменьшился вдвое, вода продолжала стремительно покидать бассейн. Я видел бьющиеся, как рыба вне воде, серебристые тела, видел плод с двумя трупами. Качаясь, он плыл мимо. Раздался пистолетный выстрел, в ответ застучал автомат. Я вскочил на бортик. Дно усеивали трущиеся друг от друга скользкими боками рыбы-пиявки, безглазые существа с едва заметными тонкими плавниками и узкой пастью, полные мельчайших зубов игл. Они дергались, извиваясь. Мерзкая, осклизлая масса, покрывшая бетонное дно. Воды почти не осталось. Три или четыре фигуры уже бежали к лаборатории, и вдруг одна из них с воплем упала. Тут же человека накрыла шевеляющаяся груда твари. Выдернув ломик, я прыгнул с борта на плод, прокатился между мертвецами, выпал с другой стороны, барахтаясь среди скользких влажных тел, которые чавкали и лопались подо мной, давя их коленями и локтями, видя зубастой пасти прямо перед лицом, отмахиваясь ломом. Вскочил, рванулся вперед, краем глаза заметив несущегося со всех ног Никиту, оттолкнулся от бетонного дна, чуть не взлетев, переставляя согнутые ноги по вертикальному борту, добрался почти до верхнего края и вцепился в стойку ограждения, как раз, когда сила тяготения рванула тело вниз. Я повис на одной руке, сжимая ломик во второй. Напарник еще мчался по шевеляющейся массе, скользя, почти падая, а медведь уже лез по штормтрапу, и позади всех тяжело бежал Уильям Блейк, несущий Марьяну на руках. Упершись ступнями в борт, я оттолкнулся и перебросил тело через ограждение. И увидел то, что заметил с вершины каменной горы, чего невозможно было разглядеть снизу. На середине палубы стоял пробойник реальности. Глава одиннадцатая Пушка с гусичной платформы, вроде той, утопленной в болоте посреди базы военных, значит, на базе они действительно проводили опыты по искривлению пространства или испытывали новые модели глубокого вакуумного оружия. Тогда мне показалось, что пушка куда больше, хотя теперь стало видно, что ее мог бы, пожалуй, поднять один человек. Остатки турели упирались в верхнюю стенку большого фанерного ящика. Ствол, из которого торчал пучок тонких золотистых стержней, был направлен в сторону одной из надстроек, точно на пролом в ее стене. За проломом виднелись штукатуренные стены, край стола, перевернутый стул, ковер на полу. С задней части пушки свешивался черный кабель, уходящий в дыру, прорубленную позади ящика. Скорее всего, картограф подсоединил устройство к какому-то трансформатору внутри плавучей лаборатории. Раздался стук подошу по доскам борта. Я выглянул над пробойником, и взгляду открылся зияющий на другой стороне палубы прямоугольный проем с низкими железными перильцами. Из него торчала голова огромного ящера пса со светлыми кругами на месте глаз, большими, будто основания круглых башен. Раньше поверх перила тянулась решетка, теперь от нее остались лишь обломки прутьев. Когда я очутился возле пушки, шаря взглядом по задней панели, где было несколько кнопок и круглый зеленый таймер, над бортом показался медведь. Он что-то прорычал, исчез из виду, появился вновь, сжимая ограждение одной рукой, второй ударил кого-то, находящегося ниже. Доски палубы застонали. Ящера-пес выпрыгнул из вольера. Вот кому бюреры приносили жертвы. Я успел разглядеть несколько висящих на колючке мертвецов. Большинство были обычными людьми, но один, хоть и с человеческим телом, и даже в белом лабораторном халате, принадлежал к тому же виду, что и труп, подвешенный на лестнице возле каменной дороги. Вытянув шею, зверь зашипел. С правой стороны скула была проломлена, внутри шевелились серебристые тела пиявок, ползающих по его деснам и гортани. Медведь тяжело перевалился через ограждение, а я вонзил палец в кнопку. В таймере что-то щелкнуло, и пушка загудела. Прожекторы вокруг бассейна погасли. На мгновение в пещере воцарился первозданный мрак, лишь мерцал круглый зеленый глаз на панели. Они загорелись вновь, и за это время вокруг кое-что изменилось. Ящеропес теперь бежал в обход надстройки, в которую была нацелена пушка. Медведя я не увидел вообще, а над бортом с автоматом в руках показался Никита. Он вылез, качаясь, по разбитому лицу текла кровь, шагнул вперед. Торчащие из ствола золотистые стержни налились красно-оранжевым сиянием. Ящеропес, разину в пасть, прыгнул. Никита выстрелил в него, рухнул на палубу и вдруг начал палить между ног зверя вдоль самых досок. Оказывается, медведь успел переместиться к вольеру. Напарник метил в него. Зверь перелетел через пригоршню, извернулся в воздухе, лязгнул зубами над спиной напарника, обдав его будто ртутными брызгами потоком пиявок, и рухнул за борт. От гудения затряслась вся лаборатория, и прожекторы вновь потухли, на этот раз окончательно. На зеленом поле таймера проступили три ярко-красные восьмерки, мгновенно сменились на шестерки, потом на нули. Крайний слева погас, остальные стали двумя цифрами. Двадцать пять. Пушка выстрелила светом, конус золотого сияния уперся в пролом над палубой, и пространство внутри домика расплавилось, очертания мебели потекли, меняясь. Что-то другое возникло там. А цифры стали меняться. Двадцать четыре. Двадцать три. Что это означает? Через двадцать две секунды она отключится? В автомате напарника закончились патроны. Медведь, в которого попало две или три пули, корчась полз к надстройке. Выпрямившись, Никита пошел ему навстречу. За проломом между ними золотой свет выжег реальность, открыв путь в иное пространство. За бортом раздался рев ящера пса, а потом на палубу выбрался Блейк. Протянул руку, помогая вылезти Марьяне. Доносящийся из пушки гул превратился в рев. Дрожала вся пещера. Казалось, сейчас ее дно провалится вместе с бассейном и лабораторией. Двадцать. Девятнадцать. Золотой конус пульсировал в такт смене цифр. Я мог считать секундой, не видя таймера. Восемнадцать. Семнадцать. Никита взглянул на меня, а я шагнул к нему вдоль ствола, так, чтобы плечо не попало в конус света. Говорить не имело смысла, и я показал рукой. Он кивнул, склонился к пролому. Марьяна, выпрямившись на краю палубы, подняла пистолет и трижды выстрелила в спину напарника. Тело Никиты сломалось, он сделал еще шаг и боком свалился в конус ревущего света. А тот пульсировал. Пятнадцать. Четырнадцать. Закричав, я бросился к пригоршне. Блейк удивленно оглянулся на девицу, схватив ее за руку, поволок вперед, и тут сзади возникла голова пса. Он прыгнул, цепляясь когтями за деревянный борт. Выбраться на палубу ему не удалось, но челюсти сомкнулись на бедрах Марьяны. Сквозь гул я услышал истошный крик. Блейк отшатнулся, а девушка, до груди покрытая пиявками, лезущими из головы зверя, обхватила парня за шею, словно желая обнять в последний миг своей жизни. Пес рухнул обратно, и Блейк с Марьяной, заключив друг друга в объятия, исчезли за бортом. Двенадцать. Одиннадцать. Оказавшись сбоку от пролома, я наклонился, заглядывая. Пахнуло ночной прохладой, влажным тряпьем, ржавым металлом и бензином. Знакомый запах. Внутри не было стен, ковра, мебели, лишь темнота, посеребренная тусклым светом звезд, льющимся откуда-то сверху, будто в широкий колодец. Никита. Я присел, собираясь нырнуть туда. Девять. Меня ударили в спину. Что-то твердое обрушилось между лопатками. Упав на бок, я увидел медведя, грудь которого была залита кровью. Он использовал приклад автомата, в котором, скорее всего, не было патронов. Когда я попытался встать, сталкер врезал носком сапога мне в живот, потом кулаком в лицо. Я рухнул под стеной надстройки, далеко от пролома, а медведь, бросив оружие, шагнул к нему. Плюнув, слюна была красной и густой, я поднялся на ноги. Темные космы сталкера свешивались на плечи. Вот почему я всегда коротко подстрижен, чтобы в драке нельзя было сделать то, что сейчас сделал я. Когда медведь оказался перед проемом и нагнулся, собираясь нырнуть в него, я схватил его за волосы, дернул изо всех сил и ударил ломиком. Конец вонзился в плечо, будто раздвоенный наконечник стрелы, пробил мясо, и, судя по тому, как дернулся металлический стержень в руке, ключицу. Запрокинув голову, медведь упал на спину, влипнув затылком в доски. Я перешагнул через него. Пролом был прямо передо мной. Осталось четыре или пять секунд. В бедро впился нож, и я упал. Большой армейский нож с широким лезвием, кровостоком и зазубренными в нижней части клинка. Он вошел глубоко, почти до самой рукояти. Дергаясь от боли, размахивая руками, я перевернулся на спину. Бьющий из пушки свет оказался надо мной. Рядом лежал медведь, весь залитый кровью, текущий из груди и плеча. Глядя на меня, остановившимся взглядом, он что-то шептал, обеими руками сжимая нож, пытаясь вдавить его глубже в мою ногу. Золотой свет гудел, плескался, по нему пробегали разводы, волны свечения. Казалось, распирающий конус напряжения вот-вот сломает его нематериальные стенки и разольется вокруг, уничтожив пространство. Я взмахнул ломиком. Загнутая часть ударила по нижнему краю пролома, проникнув наружу. Раздвоенный конец свонзился во что-то, я стал подтягиваться, сгибая руки, втаскивая тело в пролом. Медведь что-то шептал, кривя рот и не отпуская рукоять, пытаясь удержать меня, но я полз, таща его за собой. Если бы сталкер вонзил нож так, чтобы плоскость лезвия была расположена вдоль ноги, я не смог бы тащить его. Клинок прорезал мясо, пока не застрял бы в колене. Но он вошел параллельно подошвам, и я полз, волоча медведя. Сначала руки, потом голова, достигли пролома. Мне показалось, что, находясь внутри большого мыльного пузыря, я просунул голову сквозь его стенку. Что-то неслышно лопнуло, пространство пошло рябью, текстура его изменилась, иными стали воздух и запахи. Я лежал частично внутри и частично снаружи, соединив своим телом разные места. Картина за проломом стала размытой, нечеткой. Я дернулся, сгибая ноги. Голова и руки медведя оказались с моей стороны. Позади него золотой свет бушевал, затапливая пузырь. Отпустив лом, я схватился за железяку, торчащую из рыхлой влажной земли, подтянулся вновь и выволок медведя по плечи. Он все еще сжимал рукоять ножа, хотя теперь казалось, что сталкер мертв. Опущенная голова подскакивала на усеивающих землю камешках. Я повернулся, увидел, что держусь за погнутую автомобильную ось, обхватил ее обеими руками, прижался и целиком выпал сюда. Золотой свет взорвался, залив глубокую яму, на дне которой мы находились. Я зажмурился, потом раскрыл глаза, пролом исчез. Вообще все исчезло. Лежа в полной темноте, я захрипел, дергаясь. Тело горело, вибрировало от переизбытка адреналина, глаза вылезли из орбит, пальцы ходили ходуном, живот содрогался в мучительных спазмах. Глаза стали привыкать к новому освещению, и в небе над головой медленно проступили звезды, свет их разлился вокруг. Сталкер рядом со мной лежал неподвижно, вернее пол сталкера, торс и голова без ног. В том месте, где его разделило напополам, был ровный запекшийся срез, никакой крови, пальцы сжимали рукоять, торчащего из ноги ножа. В глубине обступившей меня темноты что-то зашевелилось, раздался приглушенный ляск, скрип ржавого металла. Стены ямы состояли из земли и разнообразного мусора. И запах, запах! Специфический дух этого места не перепутаешь ни с чем. Знакомый голос выругался, потом сказал, «Химик!» Я с трудом разжал пальцы медведя, отполз от него, стащил с плеча ремешок контейнера и лег на спину. Тело все еще било дрожь, хотя напряжение покидало его, уступая место боли. Куртка давно превратилась в лохмотья, зато от рубахи еще что-то осталось. Кое-как я расстегнул последнюю целую пуговицу и потянул края воротника в стороны. Поднял голову, скосив глаза. В моей груди пылала душа. Глава двенадцатая «Химик!» — позвал Пригоршня чуть ли не жалобно. «Это ты...» «Здесь», — сказал я. «А, ранен!» «Как тебе сказать?» «Мы на свалке». «Вижу», — пробормотал я. «Вернее, чую». «Никита, слушай!» Он завозился, должно быть, пытался встать. «Чего?» «Я думал, ты мертв. Марьяна тебе три пули в хребет всадила». «Не в хребет, Андрюха. У меня ж контейнер на спине. Не такой здоровый, как у тебя, но все равно. Если бы она из чего посерьезней стреляла, тогда ладно. Но ТТ-шник». «Э, а ты свой контейнер не потерял?» Вдруг забеспокоился он. «Нет, но артефактов там не так много осталось, как хотелось бы. Ничего, разберемся». Я запахнул рубаху. Душа — редкий и дорогой артефакт. Я прилепил его себе под сердце, когда лежал за столом возле управляющей автоклабами машины, перед тем, как вылезти оттуда и выстрелить в брюхо пса-пулеметчика. Без души я бы не смог скакать по всем этим лестницам и каменным полкам, носиться на мотоцикле, обезжая препятствия, да еще и поляв бюреров, волочь за собой медведя, вонзившего нож мне в бедро. Не смог бы бегать с обожженными ногами. Ноги. Они болели. И внизу, где к коже пристали сплавившиеся с подошвами стельки, и вверху, где из бедра торчал нож. Я вытащил его, пока душа не перестала действовать. Сейчас, когда я расслабился, артефакт ощутит это, и влияние его прекратится буквально за несколько минут. И вот тогда-то... Я застонал, предвкушая, что испытаю вскоре. — Что? Что? В полутьме на фоне звездного неба возник силуэт пригоршни. — У меня мороженое еще осталось, — сказал я. — И кровь камня. И слезняк там есть, кажется. У меня только ломоть мясо в одной ячейке. — Никита, я сейчас... Сейчас сдохну от боли. Минут через пятнадцать. Наверх надо, слышишь? Спирта тут не достать, но бензин можно раздобыть, из канистры какой-нибудь слить старой. Найти. Да хотя бы керосин. Тряпки в нем вымочить, завернуть, кровь камня сломтим и на раны. Но вначале мороженое. Ты же видел, как я с ним, когда Львовича. Я понял, понял, химик. Ты давай, полежи чуток. Я быстро выберусь, огляжусь и сразу тебе помогу наверх залезть. А то еще на крыс наткнемся. Это ж свалка. Тут... Давай, лезь, сказал я. Он заспешил к склону. — Эй, а шрам где? — окликнул я его. И звук шагов стих. Вот царилась озадаченная тишина. — Блин, сказал напарник, а я забыл про него совсем. Ты его больше не видел, что ли? Вы с ним оставались, когда я уполз. — Ну да. Так, значит, мы рядом лежали, когда у тебя там рвануло и прожектор свалился. Вода стала утекать, вояки помчались. Я тоже вскочил, побежал, и он... Или нет? Он, кажется, на месте остался. Или тоже... Ну тогда... Не помню, блин. Все, не помню, не приставай ко мне. Что-то бормоча пригоршно ушел, и я остался один. Стало чуть светлее, звезды в небе гасли. Я не сказал ему про душу, которая уже потухла, отвалилась от кожи высохшим сморщенным комком. Она много дала мне, но и много и отняла, пару лет жизни, как минимум. Ни ее, ни слизь нельзя использовать вот так, прикладывая к голому телу. Для этого есть специальные тонкостенные контейнеры, которые ослабляют, но не целиком глушат влияние артефактов, либо повязки, пропитанные особым травяным раствором на спирту. Это было мое решение, испытать душу на себе, так же, как тогда, в туннеле, его решением было поднять старика и тащить прочь от преследователей. Добравшись до края ямы, Никита прокричал, «Вот я спуск нашел, вроде тропы. Кто-то тут бывает. Ты как там?» «Хуже, чем минуту назад, но лучше, чем будет через пять», сказал я. «Ладно, скоро вернусь. Не уходи никуда». После этого я, кажется, потерял сознание, но ненадолго. Пришел в себя, услышав тихие шаги, открыл глаза. Небо стало еще светлее. «Никита, ну что?» спросил я. Надо мной склонился темный силуэт, и мне показалось, что с головы свешиваются змеи. Нет, это были заплетенные в косице темные волосы. Вдруг подул ветер. Хотя на самом деле не было никакого ветра, но возникло ощущение сквозняка, которым тянуло из каких-то незримых щелей, ведущих в скрытые закоулки пространства. Сколько я не всматривался, не мог разглядеть лица того, кто склонился надо мной, лишь серое пятно в обрамлении змей-косичек. Он протянул руку. «Не тот карман!» прошептал я. Пальцы, уже почти коснувшиеся кармана на правой половине груди, переместились в сторону, откинули клапан налевом и достали четки, найденные возле ноутбука в доме на склоне. Я давным-давно позабыл про них. «Вернулся за ними?» спросил я. Он молчал. В рассветных сумерках округлые камешки немного светились, но я все равно не смог разглядеть его. Силуэт выпрямился, четки пропали, дуновения стали слабее. Он пошел прочь. «Погоди!» взмолился я. «Эй! Я же вернул тебе четки! Так помоги!» Призрачный сквозняк усилился. Где-то гуляли неземные ветра, неслись между пространствами, взвихряя миры. Мглистый силуэт вновь возник надо мной. И потом голос, состоящий, будто из сотни голосов женских, мужских, детских и стариковских, которые не говорили, но шептали, повторяя слова одновременно, произнес «Что хочешь!» Я сам не знал, что хочу от него. Ничего. Мне просто хотелось его разглядеть, но не получалось, хотя продолжало светать. Это твое лицо бюреры выложили вокруг алтаря. Сотни шепчущих голосов он сказал «Не знаю. Может быть. Они молились мне». Их испугался сталкер-медведь, когда появился во второй раз с желанием убить меня. Карлики были возле дома и напали на него. С другой стороны пришли трое людей в комбинезонах. Он отстреливался в две стороны, а я ушел. Все равно собирался покинуть этот пузырь. А стрелка? Медведь упоминал стрелку. Какой-то артефакт, конструкция, которая показывает места, где пространство тонкое. Ты сделал ее? Да. Научи меня. Он молчал. Потом вновь склонился надо мной. Из окутывающего его дымного мрака появилась рука. Кисть. Обычное человеческое запястье. Бледная кожа и татуировка на ней. На ладони было око, мерцающий молочным светом. Будто орбиты электронов вокруг атомного ядра на рисунке в учебнике вращались три изогнутых, сшитых кольцами куска волчьей лозы, а в центре ока, невероятным образом погруженный внутрь него, состыл артефакт под названием «Золотая рыбка». «Используй», прошептали голоса. Он положил стрелку рядом, выпрямился и пошел прочь. «Благодарю», сказал я вслед. «Опасайся тех, кто наблюдал за вами». «Кого?» «Тех, кто смотрел чужими глазами. Они из черного пузыря. Они заметили тебя. А ком ты?» Но он не ответил. Еще несколько секунд я ощущал дующий на дне ямы неземной ветер, а потом все стихло и наступила тишина. И сразу стало светлее. Звезды почти исчезли, небо посерело, над краем ямы возникла голова пригоршни. «Андрюха, я и бензин нашел уже. Ты как там? Все в порядке, сейчас разберемся. Сам не вылезешь, нет?» «Друг мой», сказал я, «люди делятся на два типа. Одни всю жизнь таскают тяжести, а другие ездят на чужом горбу. Ты понесешь меня». Он стал спускаться, на ходу говоря, «Хватит нам на вездеход или нет? Даже если без начинки. Борода потом поставит. Только на машину и броню. А сету пушку из болота достать, ну, вторую. Подключить, разобраться, как оно работает. И в броневик, под кабину ее, чтобы вперед по ходу движения глядела, а? Это ж круто, химик. Попали, допустим, под гон, за нами твари всякие. Мы пробойник этот включаем, перед нами бац, пузырь раскрылся. Мы сходу в него, пробой за нами закрывается, и мы в пузыре, а зверье снаружи осталось. Потом назад, а там уже тихо. Хабар в пузырях можно будет прятать, ну и вообще». Я не отвечал, да и слушал в полуха. Картограф, собираясь достать четки, расстегнул клапан правого кармана, и я решил, что время пришло. Пока напарник, негромко матерясь, спускался между торчащим из склона древним металлоломом, я сел, опершись спиной овросшую в землю сплющенную кабину трактора и увидел ломик, лежащий в луже крови рядом с ногой. Надо будет захватить его, обязательно. Хорошая штука. Я достал то, что лежало в кармане. Аванс от курильщика. Он не хотел давать, потому что дорогое, но я настоял. Снял колпачок с железного футлярчика, перевернул и потряс. На ладонь выпала сигара. Доминиканская марка. Артуру Фуэнте Дон Карлос Президенте. Больше пятнадцати сантиметров длиною. Толще пальца. Пятьдесят баксов, по словам курильщика. И я ему верил. Вставил ее в потрескавшиеся губы, достал зипу, чиркнул трясущимися пальцами. Закурил. — Ты что там делаешь? — спросил Пригоршня, спрыгнув на дно ямы. Не отвечая, я выпустил дым в рассветное небо. Обычно над зоной полно туч. Все хмурое, мрачное. Такие вот места здесь. Но этим утром было ясно. Нас ждали чистые небеса. Послесловие автора Значительная часть моего детства прошла в Чернобыле. Днепровская ракета отходила от речного вокзала, проплывала плотину. Четыре-пять часов, и вы на месте. Очень хорошо помню высокий обрывистый берег, на котором стоял городок, и противоположный, пологий, с лугами до горизонта, через которые протекало множество мелких речушек. Старик, старуха, рачья. С местными пацанами мы ловили там раков и рыбу. Не удочками, это для городских туристов, но бреднем, прямоугольной сетью, натянутой между двумя палками. Солнце жарило, как сумасшедшее, ноги увязали в жирном илистом дне, а слепни кусались больно, и все же это было восхитительно. Помню паром, большой и неповоротливый, курсирующий между берегами Припяти. Он страшно нравился мне, и, как я понял уже много позже, запал в душу. А понял я это после того, как заметил, что во многих придуманных мною историях так или иначе фигурируют паромы, паромные переправы. Помню леса вокруг. Какие там были леса? Они были дремучие и заповедные. Вполне вероятно, что уже тогда в дальних чащобах обитали слепые псы и крысиные волки, и на затерянных полянах расцветал жгучий пух. Я не очень любил собирать грибы с ягодами, предпочитаю рыбалку, а вот взрослые собирали часто и притаскивали домой полные корзины. Теперь всего этого должно быть еще больше, как и рыбы, только она уже двухголовая. Ягоды, наверное, светятся, а грибы ходят и разговаривают. Странно, но дом бабушки запомнился не слишком хорошо. Одноэтажная постройка, водопровод есть, но сортир — деревянная будка во дворе. Лучше всего в памяти сохранилась спальня, прохладное тихое помещение с высоченным бурьяном за окном, множеством ковров и высоким под потолок книжным шкафом. В нем, кроме прочего, стояло собрание сочинений Уэллса. Пятнадцать томов, серо-синяя блеклая обложка, 1964 года издания и прошитый веревочкой стопки древнего вокруг света. В том возрасте мне почему-то больше всего нравились «Когда спящий проснется» и, пожалуй, «Война в воздухе». Машина времени оставляла равнодушной, а вот «Человек-невидимка» и «Остров доктора Мора» сильно пугали. Зато в журналах были два романа, навсегда, как говорится, изменивший мой внутренний мир, «Неукротимая планета» и «Пасынки вселенной». Оба в сокращенном варианте и с шикарными, как мне казалось тогда, иллюстрациями. Уэллса мы спасли. Прямо сейчас все пятнадцать томов стоят на полке в шкафу за моей спиной. Как-то мы даже проверяли их дозиметром. Не фонят. Но вот что стало с журналами? Сгорели, утащены радиоактивными бомжами на растопку или для других дел? Да и что с тем домом на обрывистом берегу, с тенистым узким бульваром, где мы играли в футбол? Я считался чуть не самым худшим игроком среди юных чернобыльцев нашей улочки, хотя в городе, в своем дворе, был лучшим. Есть ли теперь все это? Или разрушено? Бабушка давно умерла от рака. Во время химиотерапии она медленно сходила с ума, швырялась посудой и бредила. Надпись на странице первого тома Уэлл согласит «Внуку от бабушки Вали». Увлекаясь фантастикой, умей видеть реальную жизнь и быть в ней реалистом. С назидательностью этой дарственной может соперничать разве что ее банальность. Бабушка была красивой женщиной. Она воевала, вышла замуж за бывшего заключенного в Освенцима, одного из немногих оставшихся после концлагеря в живых. Я не помню имени деда, только то, что он умер в Белой Церкви уже после 1986 года. От нее осталась куча медалей, да вот Уэллс, все остальное затерялось во времени и пространстве, исчезло навсегда. Хотя, по-моему, и медали уже куда-то подевались, я давно их не видел. Никаких сентиментальных чувств по тому времени, тем людям и тем местам нет. Есть что-то другое, странное и трудноописуемое ощущение. Как и завещала бабушка, я реалист. Все это исчезло, его нет, вернее, сильно изменившееся, обветшало и полуразрушенное, оно существует где-то далеко, где я уже никогда не появлюсь, а в прежнем виде осталось только в пространстве моей памяти. Но и там картины детства постепенно бледнеют, гаснут из года в год, и вскоре, наверное, этот полный яркого летнего солнца, ведь я ни разу не был в Чернобыле зимой или осенью, мирок исчезнет бесповоротно. Теперь, когда уже есть возможность вернуться туда с какой-нибудь экскурсией, я не делаю этого и не сделаю никогда. Не хочу видеть, во что превратились те места. Лучше я забуду их окончательно. Этот роман способ прощания с ними, способ стереть Чернобыль, дом и паром из памяти, сжечь их вместе со старенькой подшивкой журнала вокруг света. Способ простой и, пожалуй, вульгарный, но, как я успел понять, действенный. Вы слушали роман «Выбор оружия». Автор Андрей Левицкий. Читал Олег Шубин.